Россия, 17 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 200 километров на юго-восток от предместий города Кемерово. Точка постоянного базирования партизанского отряда. 3.12 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Стратегический замысел, сны и воспоминания. Жар держался уже третьи сутки, но слабость под действием импортных антибиотиков и заживляющих присыпок почти прошла. Температура перешла в ту надоедливую часть симптомов ранения, которые уже после возвращения к нормальной жизни нет-нет да напомнят о нем. То легким ознобом, то выступивший на лбу испаренный. Прием стимуляторов имеет свою цену, и мне очень повезло дойти до базы, не потеряв сознание. Но все равно пришел последним. Семенович немного заплутал, однако к исходу суток того же дня, когда мы постреляли самерами, даже он нашел бывшую медвежью берлогу быстрее. Я уже свалился от усталости и кровопотери, и следующие два дня помню лишь урывками. Мишка, кормивший меня с ложки бульоном, отрывистое ухо не канонады, и невистовый рев чего-то там воздушного, снаружи ничем не освещаемой темной пещеры. Как мне потом доложил Михась, амеры поступили ровно так, как я и предсказывал, и сравняли место засады и лагерь туристов с землей. Видимо, решив не рисковать, пиндосы никого не отправили на помощь своим пропавшим людям. Как не цинично это звучит, однако я понял их логику. Оккупанты рассудили верно, решив не умножать возможных потерь. Судя по тому, что кипиш продолжался и по сей день, пиндосы не достигли своих целей полностью, и сейчас отрабатывали второстепенные объекты где-то на западе. В нашу сторону никто не сунулся, после того, как тут появился и долго буравил воздух странный летательный аппарат, похожий на легкий планер. Мишка догадался погасить печь и развести всех по разным отсекам. Теперь на тепловизоре, да еще и на трехметровой глубине, наши тепловые сигналы особо выделяться не будут. Но, видимо, на разведчике стояла аппаратура, которая засекла только наземные объекты. Потому что после того, как планер улетел, в наш квадрат не прислали ни одного пешего патруля, на бункер не упало ни единого снаряда или мины. Однако я всего этого уже не помню. Бредовые видения до сих пор иногда легкими тенями скользят на периферии сознания, и приятными их назвать нельзя. Одно из них было таким ярким, что отрывки из него постоянно стоят перед мысленным взором, стоит лишь закрыть глаза. Под ногами оказалась тропинка, ведущая вдоль нескошенного луга. Каждый шаг дается с огромным трудом. Воздух такой плотный, что напоминает разогретую до кисельной плотности мутную воду. Очертания предметов расплываются. Стоит только лишь подольше остановить на них взгляд. Вода. Очень мучает жажда. Я иду по деревенской улице, стучась в каждую калитку. Но никто не отворяет, а зайти во двор мешает неодолимая преграда. Я ее чувствую, но описать, что это за препона, решительно не могу. «Люди! Есть кто живой!» Звук собственного голоса словно тонет в кисельном мутном мареве, и создается ощущение, что никто, кроме меня, самого призыва не слышит. С трудом переставляя ноги, дохожу до крайнего дома, чьи ставни выкрашены в веселый васильковый цвет. Вообще, это даже не обычная ходьба, словно я плыву над землей и не помню, чтобы ноги касались твердой поверхности хотя бы раз. На окнах колышется занавески, слышится заливистый и глуховато дребезжащий собачий лай. Затем резко перешедший в тревожный, тоскливый вой. Несмотря на пышущий отовсюду жар, от этого звука пробирает озноб. Но жажда берет свое. Я протягиваю руку, чтобы постучать в калитку, может быть, хозяин даст напиться воды. — Ты кто, дядя? — детский голос раздается за спиной. Звучит он необычно четко, даже звенит. Я вздрагиваю, пытаюсь резко обернуться. Движение получается очень медленно, но визуально тело словно бы мгновенно вывернулось в противоположную сторону. Я оказался лицом к говорящему ребенку. Это шестилетняя худенькая девочка в светло-голубом сарафанчике, запятнанном красной глиной. Светло-каштановые вьющиеся волосы заблетены в две косички, в которые вплетены розовые ленточки. Босые, измазанные в травяном соке и глиноземе ноги с ободранными коленками. Если бы не одна странная деталь, вполне обычный ребенок. Настораживали глаза огромные пронзительные синевы, внимательно вглядывающиеся в меня, пронзая, словно прожекторными лучами, до самого затылка. Я... Горло сдавливает спазм, становится трудно дышать, но слова же каким-то образом произносятся. Я заблудился, девочка. Вроде был у вас в деревне, потом ушел. А вот, видно, снова вернулся. Воды бы попить, а? Медленно переведя взгляд мне за спину, незнакомка согласно наклоняет голову и протягивает руку. Узкая ладошка с обломанными ногтями, на которых сохранились облупившиеся фрагменты дешевого розового лака. Кладывая свою маленькую ладоню, мою огрубевшую, от постоянного рытья земли руку, она тянет за собой. Идем. Там есть колодец? Идем со мной, солдат. Говорят, что во сне мы не можем ничего чувствовать и тем более удивляться. Но теперь я чувствовал страх, и что самое странное, меня вдруг посетило чувство жгучего стыда. Жажда все еще туманила сознание, стены испы, невысокие заборчики плыли перед глазами, сливаясь в сплошное серое пятно. Но стыд перебил все чувства, заглушил остальные ощущения. Я утопал и задыхался в его обжигающих эманациях. Вдруг все замерло, и мы с девочкой очутились на краю ямы. Там рядами лежали люди. Сотни тысяч глаз смотрели со одной огромной братской могилы прямо на меня. Ров тянулся так далеко, насколько хватало глаз. Оттуда вдруг резко пахнуло холодом. Лицо и руки стянуло поразительным по силе морозом, сравнимым по напору с предшествовавшей жарой. Я хотел было моргнуть, но веки словно примерзли и не слушались. Кто-то будто хотел, чтобы я смотрел именно взияющую пропасть бездонной ямы. Тела в ней лежали тесно, будто рыбы, сбившиеся в плотный косяк, и серо-черная масса их колыхалась, дыша как единый организм. «Они ждут, солдат!» — голос девочки такой тихий и ласковый стал резким и металлически неприятным. Он эхом отражался от стен рва, и тела покойников начали шевелиться быстрее, чем раньше. Люди словно перешептывались между собой и кивали друг другу, показывая на меня пальцами-культями оторванных рук. Шепот мертвых сливался в монотонное гудение, от которого раскалывалась голова. Страх и дурнота, и более всего жгучий стыд заставили меня вырвать руку и бежать от края могилы как можно дальше, зажав уши и зажмурив плотно глаза. Пришло ощущение, что целый мир смотрит прямо в душу. Обнажилась каждая мелочь моего личного бытия, ничтожного, в сравнении с обрушившейся на мой относительно комфортный мирок бедой. Это сводило с ума. Не в силах высвободить руку из цепких пальцев странного ребенка, я упал на колени возле края братской могилы и попытался кричать. «Я давно уже не солдат! Чего вы хотите от меня? Чего вам надо? Я никому ни черта не должен! Слышите? Или недостаточно уже тех войн, где я был? Что я получил за свою войну, вы знаете? Каждый второй из вас отворачивался, когда я с простреленной ногой, опираясь на костыль, корчился от боли в транспорте, плевал вслед с проклятиями и бранью в очереди за бесплатными лекарствами. Я был так неудобен для всех вас, пока каждого не коснулась без носа. Разве у меня нет носа, солдат? Девочка уже не казалась такой маленькой. Рука ее, до этого горячая, вдруг стала обжигать, жар потек по моим жилам вместо крови, мозг закипел, готовый взорваться. Смерть в первый раз показалась мне. Не было холода, леденящего душу, как пишут в пошлых романах. Детская фигура пылала белым пламенем, словно состояла из расплавленного серебра. Жарко, не вижу. Мне идти к ним в могилу? Нет, там нет места для таких, как ты. Солдаты умирают не здесь. Это дом для других жильцов. Но ты задолжал им, солдат. Я пришла, чтобы напомнить о твоих обязательствах, о долге. Должен? Внезапно источник жгучего стыда определился. Защитить людей в могиле я не сумел. Они тут по моей вине. Ты права. Действительно должен. Как только я произнес последнее слово, дававшееся почему-то с невероятной легкостью, края могилы затворились, и гудящий хор голосов стих. Звенящая тишина и потоки свежего воздуха обрушились на меня, хватка смерти ослабла, и я рухнул на траву ничком. Вставай, солдат. Ты еще жив, и дел среди живых на твой век хватит. Вставай же. Словно неведомая сила оторвала меня от земли и, приподняв, швырнула к ногам смерти, принявшей облик деревенской девочки из отравленного американцами села. Как это и бывает во сне, самого удара я не почувствовал. Только на миг очертания предметов смазались и потеряли форму. В образовавшемся вакууме потерялись все цвета, исчезли звуки, словно кто-то засунул меня в огромный стеклянный бак и плотно закрутил крышку. Исчезли все ощущения. Горло сдавил жесточайший спазм, стало нечем дышать. Откуда-то пришла мысль, что, наверное, это и есть трындец. Неожиданно серая пелена раступилась, звуки и ощущения ворвались в сознание разом, вновь сбив с толку. Губ коснулся холодной мокрой края керамической кружки. Скосив глаза вниз, я различил, что она бирюзово-синего цвета. Кружка была полна чистой прозрачной воды, источавшей одуряющую свежесть и прохладу. Преникнув губами, забыв про пережитый ужас, жадно и долго пью, пока посуду не отняли у меня, как сильно я не цеплялся пальцами за прохладные скользкие бока. Девочка спрятала сосуд, словно бы исчезнувший между ее перепачканной рыжей глиной ладошек, чуть заметно шевельнув пальцами с поломанными ногтями. Она торжествующе улыбалась. Голос смерти замер на высокой, почти гремящей ноте, и в нем слились тысячи и миллионы голосов. Уши заложило, и я осознал, что сам кричу, но в общем реве хора мертвецов мой голос был совершенно не слышен. Все звуки слились в один мощный зов. В глазах ангела плескалось расплавленное серебро. «Ты испил чашу долго! Иди и отомсти за нас!» Что-то стеклянное, будто не выдержав нагрузки, лопнуло с громким дребезжащим звоном. Мощным толчком звуковой волны меня словно выбило прочь из сновидения. Жар так и не спал. Обливаясь потом, я рывком сел, широко открыв глаза. Кругом была непроглядная темень, в углу ворочался на тюфяке мехась, из соседней коморки раздавался тихий и переливистый храп варенухи. Это был всего лишь кошмарный бредовый сон. Никогда не был силен разбирать всякие аллюзии грез и особо в мистику не верил. Видимо, в данном случае смешалось все напряжение последних недель, отполированное ранением. В углу заворочался мишка, и спустя два коротких чиха, приятель подал голос. — Здоров ты, дрыхнуть старшой! Не стонал бы еще во сне, вообще красота! Хоть ворчал приятель с явным раздражением, чувствовалось, что мишка рад моему пробуждению. Глянув на часы, я быстро вычислил, что провалялся в бреду почти сутки. Сухость и мерзкий привкус от лекарственной горечи во рту удалось перебить наполовину, осушив стоящий рядом котелок с холодным уже травяным отваром. Стало легче, даже жар отступил. Размотав повязки, с удовлетворением отметил, что рана не воспалилась. Антибиотики помогли, и скоро можно будет начать нагружать руку. Михась тем временем не унимался. — Тоха, а вот скажи ты мне откровенно, почему запретил того придурка вольнуть? Он же пристрелил бы тебя, если бы не докторша. — Скажи, покойники совершают ошибки после смерти. Голос мой звучал хрипло, но уже не дрожал. Сейчас было трудно собраться с мыслями, в голове еще стояла муть, навеянная лихорадкой. Однако отдохнул я уже и так порядочно. Нужно начинать приходить в норму. Враг-то не отдыхает, и нам не стоит расслабляться. В неровном свете коптилки заметил, что приятель отрицательно мотает головой, и продолжил. — Везде важен личный пример, ты это знаешь. И этот вождь желторотых тоже прекрасно все просек. Убей ты его тогда на тропе, и вот уже у нас готовый герой-мученик. А кто мы с тобой будем в этом случае? Правильно, злодеи, пособники, оккупантов. — Чего ж? — Мишка скептически фыркнул. — Да с какого перепуга мы пособники? Это он пацанов под свои пули подставляет. — А с того, что он уже будет труп, и взятки с него гладки. — Покойники сраму не имут. Всегда так было. Ошибки забудут, а подвиги возвеличат. Ну и что, что подставил он их разок-другой? Зато вот от уголовника в моем лице уберег. Ведь пытался возражать, шпалер отобрал, а мы его пулей. Да в умный низенький лоб. Значит, он хороший, да еще и мертвый, а мы плохие, хоть и на своих двоих. А что получилось сейчас? Он, видимо, пенял, что оружия, мол, нету, и все беды проистекают от этого. Теперь железо у пацановы этой в избытке появилось. И опля, веди нас, умный командир. Согласно своим мудрым заветам, на врага. Мы же стволы им на блюдечке принесли. Возмущению приятеля не было конца и края. А этот придурок выходит в шоколаде. Не совсем так. Погоди кипятиться. Выглядит как шоколад, но таковым не является. Знаешь, что за субстанция? Разговор вдруг стал еще и неким размышлением вслух, обдумыванием стратегии на будущее. Отхлебнув еще отвара, я откинулся на тюфяк и, баюкая простреленную конечность, продолжил. Теперь мы убрали объективную причину для оправдания его же ошибок. Оружие вдруг появилось, можно прикидывать, как пустить его в ход. И вот тут он ошибется. Сто пудов так и будет. Ну а вдруг повезет этому Шерману, и он снова на коне? Азарт спора пришел и к приятелю. Тот всегда был заводной на предмет поспорить. Хотя часто горячился и оттого упускал инициативу. А я и не говорю, что он проиграет бой. Мужик по виду, если небывалый, то точно грамотный в нашем деле. Ловушки квалифицированно расставил, жилище правильно замаскировал. Но вот незадача. Все это слишком на показ и в расчете только на собственное выживание. Сам смотри. Заметит растяжку, разбираться не станут. А пока суть до дела, вождь уйдет. Организует побоище. Сам точно спасется, а зелень положит. И ведь скажет, мол, что жертвы неизбежны. А народ неопытный, коих среди туристов подавляющее большинство, обязательно поведется. А это не так? Да так все, Миша, так. Война идет, и люди гибнут. Но тут нужно пацанам постепенно ее показывать. Страх нужно учить в себе залавливать. Стрелять, ходить и жить, как это живые люди делают. Для всего этого время требуется и сорок-сороков размышлений. Как самим не умереть, а пиндосом не жить? Война — это та же горячая похлебка. Если попробовать осторожно, только на пользу. Хватишь, не остудив, и сильно обожжешься. Вот я вас как могу страхую, берегу. Хоть вам на двоих почти сто лет в обед. Ага. А сам с простреленной шкурой валяешься. Стратег себя не уберег. Все верно. Помимо воли машинально поглаживаю ноющую руку. Только вы теперь точно знаете, что я скорее с собой рискну, но вас не подставлю, так? Ну, вроде так выходит. И случись, что со мной, ты бы рискнул ради меня? Не отвечай, брат, это лишнее. Ведь не прикажи я тогда и не подставься. Ты бы всех этих молодых на тропе редком уложил. И сам бы лег, наш с Семеновичем отход прикрывая. Будь это не юнцы с палками, а реальные злющие пиндосы с настоящими стволами. Мишка отчаянно засопел и ничего не возразил, прикидывая поступки на себя. Испытание огнем они оба с водилой прошли и выдержали с честью. Теперь я мог с уверенностью положиться на обоих. Вот в этом и была задумка. Отпив из котелка и взболтав осадок, я продолжил. С оружием и дурным запалом туристы попытаются что-нибудь замутить. Знаю характер таких вождей. Спланирует он что-то большое, чтобы погреметь и закрепить свой авторитет еще больше кровью. И это нам тоже на руку. Если бомбежку они пересидят, то спрятались они именно в шахтах, как я им и подсказал. На живца будем ловить? Можно и так сказать. В отблесках желтого пламени коптилки я увидел азартно блеснувшие глаза приятеля. Идея ему нравилась, и я продолжал рассуждать. В свое время мне приходилось слышать про одних ушлых грушников. Они уходили в поиск, как духи. Жили в горах, оборудовали себе схроны и базы. Прям как мы сейчас. Ну так я к тому и веду. Работали они скрытно, что даже их начальство не всегда знало, где они до чего мутят. Дошло даже до такого, что духи стали принимать их за каких-то украинских наемников, воюющих за дудаевцев. Грушники иногда громили одну группировку духов, объединяясь для этого с другой, такой же, но поплоше. Ходили, пересекались с разведкой частей федеральной группировки, но себя не обнаруживали и по мере возможности помогали. Там как было? Идет в поиск разведка нашей духи, про нее уже почти все знают. Частоты слушают, маршруты выпасают. Сам, может, слышал, что сливали нас часто. Только по ящику все на каких-то абстрактных генералов до штабных валили, но, я думаю, гораздо выше сдавали. Будь это местное начальство, порешили бы их там же, в штабной палатке. На той войне суд короткий был. Генерала да офицерье штабное, нас, сермягу, реально боялись. Если чего и сливали, то не так глобально, мозгов не хватало. Часто планы операции выглядели реально как подстава. Мы никогда по калькам не ходили, иначе гнил бы в яме где-нибудь в горах по сей день. Так вот, спецети ушлые. Все раньше остальных хитро мудрецов просекли и работали скрытно. И выходило, что всех палят, а этих вроде как и нет вовсе. А ну как свои, подстрелят. Ну, во рту пересохло, и я снова глотнул отвару. Тут без риска никак. Да и где они сейчас эти свои? Из потенциальных своих только эти самые туристы. А остальное смело можешь стрелять и не ошибешься. Будешь прав. И потом, ты не задумывался, Миша, почему, как только возникает какая-нибудь маломальски серьезная заваруха в России, мы тут же начинаем сперва мочить друг друга. Вот и ты сейчас разницы между пиндосами и обычной одурачной ушлым проходимцем детворой не увидел. Ни след сейчас среди своих врагов и инакомыслящих искать. Вот погоним иностранщину. Тогда и разбираться будем, кто из нас больше родину любит и какой способ самый подходящий. Я вот ментов не люблю, еще на Кавказе достали они меня понтами своими дешевыми. Сядут на дороге или возле села, натащат стройматериалов, обустроят базу и ну жрать сгущенку с водярой пополам. Да и чего б не барствовать, когда везут с собой целые обозы со всякой всячиной. Их в дорогу все городские да областные барыги собирают. Оно и понятно. Сдриснут защитники в командировку, может там и останутся. Подло понятное дело. Но, как говорится, любая медаль имеет две стороны. Че, они плохо воевали? Мишка повернулся ко мне лицом и даже привстал. Про войну он слушать любил. Собирал сборники афганских и потом уже чеченских песен. Ставил их, когда я приходил к нему домой. Но после настоятельных просьб перестал. Я не особо любитель ностальгировать, а тем более слушать неуклюжие завывания непонятных людей под гитару и синтезатор. Афганские песни еще туда-сюда. Там тебе и Розенбаум, и неизвестные мне, но талантливые ребята исполняют нечто действительно стоящее. А чеченские мотивы — перепевки тех же афганских песен, только с переставленными для актуальности словами. Некогда было песни писать, даже присесть и послушать не получалось. Пожрать бы добыть. А гитара или приемник — это все для оседлых. Даже немного подраться приходилось с ментами, которые, узнав, что я вроде как где-то участвовал, включали то в кабинете, то в машине эти самые песни. Но не лежит у меня душа слушать про подвиги московского ОМОНа. Что поделаешь? Сейчас был ровно третий раз за все те годы, что мы знакомы с Михасим, когда ему удалось вытащить кусочек засевших больной занозой не слишком веселых воспоминаний. Само собой, теперь мы уже вместе очутились там, где этой окопной романтики хоть жопой ешь. Но человек так устроен, что самое интересное — это то, что так или иначе запрещено. Мысленно смирившись с неприятной для себя темой, я нехотя отвечаю. — Да при чем здесь это твое плохо или хорошо? Ты сам-то много про это думал, да, Вичи? Убивал и хотел, чтоб не убили тебя. А как это выглядит со стороны, да что подумает кто-то посторонний, ведь это уже не особо важно, так или нет. Но... Мишка заерзал, сверяясь с ощущениями. Страшно было потом, а потом снова страшно. До сих пор иногда колотун потряхивает. Но ведь не любишь ты ментов за что-то, значит, воевали пло... Миша! Меня взяло зло на тупое упорство с виду взрослого мужика. На той войне не было хорошо или плохо. Было только две ипостаси истины. Ты жив и значит прав, или ты мертв и значит кругом обосрался. Когда нас с пацанами призвали, никто толком не понимал, зачем мы тут очутились. Сначала все было бессмысленно и даже почти не страшно. Тыкались так до первого обстрела, когда духи, севшие на нашу волну, навели артиллерию на расположение бригады. Когда я до отказа струсил, увидев горсть потрохов, оставшихся от бойца, с которым мы от самого Ростова ехали и неплохо так общались. Но потом пришел в чувства и тупо разозлился. Вот только это и было. Страх, злоба, еще лютая ненависть к духам, генералам и офицерью. Неправда, что, мол, все офицеры как один пеклись о солдатах, доберегли нас. Таких едва треть наберется. Чаще сталкивался с равнодушием и шкурностью. Каждый только за себя. Потом многие очухались, поняли, что вместе выжить будет проще. Из пяти офицеров, которым так или иначе подчинялся мой взвод, только один действительно мотался с нами на боевые. Остальные чаще косили, если была возможность. И я их не осуждаю. Война настоящая, так сказать, без дураков — это всегда очень тяжелая и грязная работа. На гражданке даже говно из труб канализационных вычищать и то безопасней. Хотя на войне туда мы тоже лазили. И помимо риска задохнуться и потонуть, была реальная перспектива напороться на мину или гранатную растяжку. Ароматная, блин, смерть. Но были и те, кому та заваруха в масть попала. Контрактники, менты. Последним краше всех было. В этом я твердо убежден. Милицейское красноармейство устраивалось всегда нормально. Ходила в села на зачистки, транспорт досматривала. Нет, сидели менты и в городе, на контролях. Но толку от них было чуть. То нас, то вованов регулярно дергали на зачистку местности и опричь милицейских блокпостов. Но опять же, каждый делал то, что мог. Или что прикажут. Так же, как и нас, духи ментов ненавидели. Ловили в засады, рвали фугасами, похищали. Просто сугубо, на мой взгляд, им было легче, чем пацанам только что от титьки оторванным. Ведь не успела глядеться и сразу в горы, в полной снаряге, нагруженной, как ломовой конь всякой всячиной, да часто без жратвы и помощи. Тушенка, разогретая на загривке работающего БТРа, это уже пища богов, потому как горячая. А у меня во взводе все так и было. Та самая банка тушенки была мне от ребят подарком на днюху. Пацаны, те консервы две недели берегли, и не было мне дороже подарка по сей день Мишу. Хоть и был я чуть старше остальных хлопцев по годам, но всегда держался на равных. И все потому, что в бою все на одной доске так или иначе оказывались. Молодым редко кто реальный расклад объясняет, все только орут и требуют. Я этот порядок еще сержантов поломал. Тесно мы держались, все поровну хлебали. А тут представь, как выглядят менты со стороны этих заморзанных службой первогодков. Взрослые, хорошо прикинутые, по шмоткам и оружию мужики. Службу тянут неуставную, почти вольную, и ходят по ровной земле, да еще не ножками, а все на броне. Никто их особо не напрягает, и в случае чего из любого блудника вызволят, стоит им громко позвать по рации. Опять же, в хомячьем логове всякая деликатесная по тамошним меркам еда, консервированные фрукты, чай, всегда есть нормально обустроенный сортир, даже горячая вода и электричество. Письма не раз в три месяца, а каждую неделю, да еще и телефон время от времени удается достать, домой звякнуть, с родней поговорить. А они потом дома еще ноют, мол, новый броник тяжелый, да воды помыться вовремя не подвезли. Тяжело-то, как на войне. Спору нет, с непривычки это тяжко, но это же смотря с чем сравнивать. Вот и рассуди. Война была для всех, но у каждого разная. С таким гревом, да хорошим, считай, офицерским снабжением и снарягой, чего ж не воевать, да в новую командировку не заехать. Милое дело, коль здоровье позволяет, и делать ничего другого нет охоты. Я их заслуг не умоляю. Но так сложилось по жизни, что уважаю только тех, кто, как мы с салабонами из роты, хлебнули солдатской каши полной ложкой. Да через край, пока донышко не показалось. Знаешь, до точки последней в приказе на дембель. А теперь давай спать уже, устал я. Скоро приятель сам, без моих теперь уже исторических экскурсов прочувствует эту разницу. Пока никто из нас серьезно не ранен, в отрыв от обложившего со всех сторон противника уходить не довелось, сидя по горло в грязи или снегу. Есть вода, кое-какая еда и одежда, но все это временно. Поэтому-то нам очень нужно пополнение и свобода маневра. Чего я еще не сказал Мишке, так это своих планов относительно туристов. Сила и влияние в деле обратно пропорциональны в том числе и количеству бойцов в отряде. Возможности повлиять на оперативную ситуацию в районе у нас не особо велики. Рано или поздно придется столкнуться с нехваткой личного состава. Поэтому я рассчитывал, что самые трезвомыслящие из паства Шермана захотят присоединиться к тем, кто не только воюет, но еще и не собирается тут же героически сдохнуть. Пока у нас нормально, однако все приходящее под солнцем. Даже сейчас мы сидим, полагаясь лишь на маскировку, а это грубая ошибка. И так долго продолжаться не может. Показавшись туристами и засветив свои возможности как некой скрытно действующей и крайне эффективной группы диверсантов, я рассчитывал на то, что поползут слухи. Штерман Герман обязательно допустит потери, а наших трупов никто не видел. Вождь открыто симпатизирует врагу, восхваляет его, а мы бьемся и побеждаем, хотя вид имеем не шибко бравый. Поэтому одна-две грамотно проведенные акции и дозированная информация, ушедшая в отряд туристов, и власть Шермана пошатнется. С этими мыслями я снова погрузился в сон, на этот раз без сновидений. На следующий день после скудного завтрака мы втроем сидели над картой и решали, что делать дальше. Михас и Семенович выходили на доразведку местности два раза за то время, пока я валялся с жаром, на 100 и 150 километров соответственно. Обоим попадались воронки от мин. Мишка даже приметил патруль на джипе, шедший по бездорожью и застрявший на переправе через речку, северо-восточнее бункера. Как рассказал приятель, Амеров выручил вертолет, подцепивший Хам ветросами, и с ним же улетевший на запад, в район пригородов Кемерово. Это навело меня на идею выдвинуться в том направлении и посмотреть, какими силами Амеры обеспечивают аэродром, и какого рода объекты они там разместили. Отметая возражения артельщиков, я стал собираться в первый свой выход после ранения и попутно распределял нехитрые обязанности. Мишка отправится искать место, куда ушли туристы, и будет сообщать Семеновичу все, что увидит. А я попробую отыскать новую цель, подходящую для акции возмездия номер второй. Сборы не отняли много времени, и к вечеру того же дня я вышел на воздух. В лесу уже было прохладно, а вторая половина августа выдалась не слишком теплой. Злющая мошка, которая порой гораздо хуже комаров, рассерженно гудела, но держалась в стороне, не отпугиваемая запахом репеллента. В теле еще жила легкая слабость, но энергетические батончики и какие-то белые кислые витамины, найденные в трофейной аптечке, скрадывали болезненные ощущения. Не случись тогда взять эту сумку и, не изучая английский язык, до сих пор валялся бы с температурой, а может быть даже лишился руки или вообще помер бы от такой неприятной штуки, как газовая гангрена. Швы держались, но в случае с чего я могу снять их самостоятельно, тем более что рана почти затянулась, превращаясь в лилово-багровый рубец, проступающий сквозь взявшиеся корка из трупья. К тому же воевать в этот раз я себе категорически запретил. Все должно получиться тихо, и после осмотра вражеских объектов следовало уйти без всякого шума. До трех часов ночи я шел, перескакивая с одной звериной стежки на другую, пока не наткнулся на непроходимый участок бурелома. Поваленные сухие деревья и колючие заросли шиповника стеной тянулись километров на десять с востока на северо-запад, преграждая путь к реке. Не решившись бродить по кустам в кромешной тьме, я расстелил синтетический коврик и устроил привал. Это-то меня и спасло в конечном итоге, потому что через час небольшим меня разбудил знакомый зловещий свист, а спустя секунду противоположный берег реки накрыла волна разрывов. Видимо, в темноте я пропустил ориентир и свернул с западнее переправы. Обстрел продолжался минут пять, потом все стихло. Какое-то время я лежал неподвижно, вслушиваясь в звуки потревоженной тайги. Несколько раз мне слышалось что-то похожее на человеческие стоны, но это длилось недолго, и я решил, что ошибся. Остаток ночи прошел без происшествий, и как только начало светать, я направился вдоль зарослей на восток, чтобы выйти к переправе. Спустя еще час мне удалось зацепиться за небольшую высотку к югу от реки, на противоположном берегу, и, соориентировавшись по карте, выйти к переправе. От места обстрела и ночевки меня отделяло километров двадцать по прямой. После того, как, прыгая по камням, удалось переправиться через узкий участок довольно бурной речки, я двинулся вдоль берега в обратную сторону, чтобы узнать, почему пиндосы перемешались с землей в пустой участок тайги. Обстрел мог означать что угодно, однако следовало осмотреть накрытый артухой квадрат. Пройдя вдоль берега и прячась в зарослях камыша, я прошел километров с десяток, когда увидел то, что одновременно порадовало и огорчило. Я нашел застрявший в ветвях молоденькой пихты кусок ткани, оказавшийся куском нашего российского разгрузочного жилета. Ткань вся пропиталась кровью, в одном из двух уцелевших подсумков я нашел завернутую в полиэтилен початую пачку галет и два десятка отечественных же пистолетных патронов. Галета и патрона, не раздумывая, присвоил и дальше пошел осторожнее, чтобы ничего не пропустить. Спустя еще час нашел оторванную ступню в нашем же обычном берце и кисть мужской левой руки. Находки после осмотра отрогать не стал, пусть лежат, как лежат. Повезло мне в очередной раз, когда уже совсем рассвело. В трехстах метрах от зоны обстрела я нашел почти целый труп. Видимо, бойца отбросило взрывной волной, оторвав обе ноги, и он истек кровью, умер, не приходя в сознание. Тело швырнуло на ствол сосны, оно запуталось в нижних редких ветвях, иначе я бы прошел мимо. Судя по экипировке, это был кто-то из наших, имеется в виду российских. Камуфляж цифра, добротный разгрузочный жилет, шапка-маска, также с пиксельным рисунком. На правой руке обнаружилась повязка, скрывавшая под собой знакомую эмблему. Кулак, стиснувший за цевьё старой доброй КСУ на фоне красной пятиконечной звезды. Боец не захотел спарывать эмблему, просто замотал её повязкой. Это многое объясняло. В подсумках обнаружились три пустых рога, зажигалка и два магазина к пистолету. Но самого оружия не было ни возле тела, ни в десятки метров вокруг. Походив между воронок ещё примерно час, я нашёл ещё два пустых подсумка, шесть пальцев и две руки. Возможно, стволы отбросило очень далеко, но, скорее всего, оружие подобрали амеры. Следов от их ботинок вокруг хватало человек на пять-шесть. Из всего увиденного складывалась следующая картина. Группа от двух до пяти человек была обнаружена амеровской разведкой или патрулём какого-то объекта. Разведчиков преследовали и в итоге загнали под миномётный огонь. Самая оптимистичная была мысль, что кто-то их отправил, и этот кто-то может оказаться совсем рядом. Но с тем же успехом это могли быть такие же окруженцы, как и мы. Экипировка говорила, что менты действительно находились в поиске. От недели до десяти дней. Что происхождение группы ничуть не проясняло. Одежда единственного, более-менее целого трупа, ещё не успела толком провонять костром и потом. Воодушевившись, таким образом я ещё раз, обойдя место обстрела, нашёл довольно чёткий след, ведущий на северо-восток. Там, если верить трофейной карте, вообще ничего не было. По неизвестным причинам этот район Амеров не интересовал. Наемников здесь тоже быть не должно. Однако вот яркое подтверждение обратного. Раз такую маленькую группу быстро засекли, а потом загнали и удачно накрыли миномётами, тут налицо признаки режимной зоны. Это выглядело не очень хорошо. Настроение моё испортилось по мере того, как я шёл по следу. Разведчики бежали, сломя голову, их преследователи держались на расстоянии. Но по отметинам на земле и стволах деревьев было ясно, что с воздуха ментов контролировал либо вертолёт, либо беспилотник. А может и целый АС-13030. При воспоминании о том, что представляет из себя эта летающая корова, мне стало дурно. Попадись я ей на зубок, спрятаться будет негде. Но спустя пять минут хождения по следам ментовской разведгруппы, я определил, что их гоняла обычная вертушка с одним-единственным пулемётом и парой блоков неуправляемых ракет под брюхом. Впрочем, когда противник висит над головой, тоже приятного мало. Ближе к часу дня я наткнулся на самый неприятный сюрприз. В небольшом овраге, заповаленной поросшим хом лисиной, обнаружился ещё один труп. На краю оврага, уставив почерневшее лицо в небо и широко раскинув руки, лежал солдат. Вокруг тела валялись расстрелянные пулемётные ленты и гильзы пистолетных патронов. Но оружия опять не нашлось. Следы говорили о том, что парень держался часа полтора, после чего позицию накрыла одной из ракет, выпущенных вертушкой. Остальные разрывы веерного залпа снесли несколько деревьев рядом. Расщепили поваленный ствол колоды, за которую укрывался разведчик. Обыск трупа ничего не дал. Те, кто побывал тут до меня, чисто обобрали бойца, срезав даже несколько пуговиц. Но самым мерзким было отсутствие ушей. Их кто-то весьма профессионально отделил от головы острым, зазубренным лезвием. Вглядевшись в почерневшее и начавшее опухать лицо, стараюсь запомнить на случай, если придется столкнуться с людьми, отправившими этого бойца в поиск. После случившегося мысли приходили в голову одна парадоксальнее другой. Но радости от предполагаемой встречи то ли с регулярными войсками, то ли с диверсантами-соотечественниками находка не добавляла. В лучшем случае попытаются припрячь к своим делам, что в мои планы уже не входило. Доверять людям, которые просрали вторжение, это был верх глупости с моей стороны. Теперь все будет только так, как задумаю сам. Генералы и прочие посконные стратеги идут лесом. Наши дорожки отныне хоть и ведут к одной цели, но параллельными курсами. Пройдя по следам преследователей километров пять, я свернул поиск и пошел строго на северо-запад, как намечал до происшествия. Идти в сторону охраняемой территории, да еще в тот самый момент, когда поиски диверсантов только-только завершились, было рискованно. Чтобы там не накрыли менты в своем поиске, сейчас меня беспокоил только аэродром. Там открывалась реальная перспектива для диверсий. Плюс такой объект под боком будет помехой нам для проведения крупных акций в дальнейшем. Под вечер вторых суток я вышел к окраине лесного массива. По карте получалось, что сейчас я нахожусь на юго-западной окраине бывшего дачного кооператива «Восход». Само собой, никаких построек уже не было и в помине. Землю покрывала тонкая черная стеклянная корка. Почва спеклась от высокотемпературного ожога. Чтобы не использовали оккупанта для зачистки, штука была страшная. Вспомнился рассказ знакомого о применении вакуумных бомб в афганских горах, когда в пыль стирались целые скальные массивы. Может быть, он и преувеличил. Глаза у парня становились совершенно пустыми. Стоило только зацепить больную тему. Выжженная земля простиралась всюду, насколько хватало глаз. Извиваясь ужом, я пролез сквозь лабиринт бурелома и строительного мусора. Видимо, никого более не опасаясь, амеры сгребли бульдозерами остатки строений к окраинам леса. Забравшись на солидный участок кирпичной стены, вставший дыбом относительно земли под углом 30 градусов, я зарылся в обломки мебели, черепицы и почерневшие ветки плодовых деревьев и принялся наблюдать за базой. Строительство все еще продолжалось, но за те две недели, что амеры были тут, их монтажники успели отлично поработать. Видимо, тут намечалось построить большую военную базу, что не согласовывалось со сведениями, полученными мной раньше. Но это не настораживало, скорее вселяло оптимизм. Значит, не все так гладко и приходится захватчикам менять первоначальный план вторжения. По всему выходит, что иностранцы обломились с Блицкригом и на этот раз. Я видел летное поле с двумя рядами взлетно-посадочных полос. Две большие для бомбардировщиков и транспортных бортов и еще две более короткие для более мелких машин. С севера на юго-восток тянулись три параллельные линии ангаров, а на юге, разделенные сетью подъездных путей, разместились два бетонных овала, где сгрудилось по 10-15 самолетов. Среди них я обнаружил шесть огромных бомберов, похожих на гигантских летучих мышей. Только два самолета были открытые, остальные скрывались под брезентовыми полотнищами, но силуэты все же угадывались определенно. Еще я отметил плоскую крышу длинного склада RAF, притулившегося отдельной секцией в шести сотнях метров от взлетно-посадочных полос и, судя по всему, имевшего заглубленное хранилище боеприпасов. Еще дальше, сразу за вторым овалом технического отстойника, разместилось наливное топливохранилище, возле которого основали туда-сюда заправщики и легковые машины. Недалеко от контрольно-диспетчерской башни, где обычно сидит дежурная смена из 5-7 человек, был расположен двухэтажный узел связи с большой спутниковой антенной на плоской крыше. Все здания были построены из типовых сборно-счетовых металлоконструкций, которые возводятся буквально за пару дней. Там и сям основала строительная техника, работы по обустройству еще продолжались. Все говорил о том, что аэродром развернули в срочном порядке, и раньше тут вообще не планировалось что-либо строить. Прикрытие объекта осуществляло до батальона охраны. Периметр оцеплен двойным кольцом легких сетчатых заграждений и более солидных бетонных блоков, укрепленных с внутренней стороны. Поэтому к стоящим на приколе самолетов никакой наземный транспорт извне прорваться не сумеет. На небольшом расстоянии от стен раскиданы железобетонные надолбы, расположенные так, что даже танк попадал под огонь укрытых забетонными колпаками противотанкистов. Я насчитал шесть минированных направлений, более десятка огневых наземных точек. Более того, от атаки с воздуха аэродром прикрывала эшелонированная система ПРО. Десять малых зенитных автоматов, четыре легких ЗРК плюс три ЗРК средней дальности. Плюс две независимые станции РЛС и дежурное звено перехватчиков. Все построено по уму, штурмом такое сооружение не взять. Дозорно-наблюдательных выше камеры не ставили. Вместо них я заметил сеть тонких шпилей с небольшими круглыми башенками. Это очень нехорошо. Аэродром охраняла электронная система, в которую входили и акустические, и тепловизионные датчики, и обычное видеонаблюдение. Часовые при таком раскладе не нужны. Сидит пара-тройка операторов в сторонке и наблюдает за периметром посменно. И если человек чего упустит, то компьютер ему подскажет, на что обратить внимание и куда следует выслать патруль для проверки. Скорее всего, так и засекли ментовскую разведгруппу. А те не обратили внимание на башенки или заметили их слишком поздно. Что-то заставило меня втянуть голову в плечи и плотнее зарыться в щебень. Вовремя. Со стороны базы в моем направлении уже плыл хаммер с пулеметом на крыше. Заметили гады. Да как быстро-то! Стрелок не стал разбираться и открыл огонь с предельной дистанции, осыпая пулями пространство в двух десятках метров правее моей позиции. Затем повисла короткая пауза, во время которой командир патруля щупал оптический сектор. Паники не было. И ведь я сейчас, и попытка сменить позицию будет стоить жизни. Отработать поправку в десять градусов для стрелка такой молотилки, как крупнокалиберный пулемет — это плевое дело. А вот если буду лежать тихо, может быть, низкая кучность тонкача будет мне на руку. Тяжелые пули веером прошлись все там же, словно и не замечая вжавшегося в битый кирпич и крошего штукатурки человека. Через мгновение, в том месте, куда палил иностранец, земля вздыбилась, в воздухе зазвенел пронзительный крик. Рискуя быть обнаруженным, я повернул голову вправо, и сердце сжалось от бессилия и тоски. В развалинах прятался ребенок. Его и засекли наблюдатели с базы. Продолжая дико орать, бесформенный комочек черных лохмотьев покатился с полутораметровой высоты мусорной кучи прямо навстречу охотникам. Пулеметчик взял правее, чуть ниже. Фонтаны земли встали стеною самых ног ребенка. Хотя с тем же успехом это могла быть и женщина. Тучи пыли и бесформенный балахон, в который был закутан человечек, едва ли не полутораметрового роста, не давали определенности в этом вопросе. Крик смолк, уступив место тоскливому подвыванию. Комок лохмотьев шустро пробежал, словно не обращая внимания на выстрелы. Лавируя в руинах, человек юркнул в какую-то щель. В тот самый миг, когда пулеметчик взял более верный прицел, его оружие выплюнуло новую порцию свинца. Тяжелые пули дробили кирпич, бетон и цемент, подняв еще большее облако пыли пополам с осколками. Вой стих, ничто больше не шевелилось в грудах щебня. Дав еще пару очередей по мусорным кучам, хаммер лихо развернулся и помчался назад к базе, стремительно набирая скорость. Я полежал неподвижно какое-то время, пока сердце перестало биться о кадык и унялась нервная дрожь в пальцах. Потом медленно, насколько это вообще было возможно, отполз назад к опушке леса, где выждал еще полчаса. Нормальным шагом удалось пойти лишь спустя час, когда меня скрыл вечный лесной полумрак. Обойдя место стычки аборигена с патрулем, я некоторое время наблюдал за кучами щебня с толстой ветки ели, куда не без труда удалось взобраться. Но напрасно. Таинственный житель помойки затих надолго, уподобившись грызунам. В то, что амерам удалось убить юркое создание, мне верить не хотелось. Зарисовав план аэродрома, еще раз сверив ориентиры, я спустился на землю. — Пора в обратный путь. Тут больше делать нечего. Пока. Переправился через речку я ниже того места, где переходил по камням почти сутки назад, уже в сумерках. Заночевал в корнях вывороченной бурей сосны, под прибрежной вымоенной, находившейся метрах в двадцати от воды и в десяти выше уровня реки. Русло давно поменяло направление, сместилось восточнее. Деревья вырвало из рыхлой песчаной почвы довольно легко, хотя ураган, видимо, случился неслабый. Случилось это довольно давно, и сосновая коряга, растопырившая щупальцы корней в причудливом беспорядке, успела обзавестись лохмотьями зарослей сорной травы, перемежавшихся раскидистыми листьями папоротника. Осторожно раздвинув стебли, я нырнул под корягу, почти не потревожив растения. Получилось неплохо. Корневища укрывали от возможного дождя, а заросли трав от наблюдателей. Будьте вздумают бродить поблизости. Ужин в походе штука хоть и нужная, но часто приходится обходиться Бизонова. Помянув добрым словом покойного разведчика, я вынул галеты и, отламывая маленькие кусочки, принялся медленно и тщательно пережевывать пищу. Становилось прохладно. В качестве профилактики пришлось сделать один глоток из заветной коньячной фляжки. Согревшись таким способом, я с удовлетворением обнаружил, что рана больше не ноет, а по всему телу разливается хорошая походная усталость. Смежив веки, я вынул из кобуры пистолет и сначала задремал, а потом и вовсе заснул черным, самым крепким сном. Пробуждение наступило неожиданно. Я сначала почувствовал чье-то присутствие, а потом унюхал смрад немытого человеческого тела. Обладатель запаха ходил совсем рядом с моим укрытием, но не обнаружил его, хотя по характеру шагов было ясно, что просто так душистый следопыт не уйдет. Осторожно раздвинув стволом пистолета кусты, закрывающие вход в нору, я всмотрелся в серую предрассветную синеву. По часам получалось, что спал я часа четыре. Примерно столько я обычно на сон отрачу. Однако это в обычной, теперь уже закончившейся мирной благополучности. Сейчас, положа руку на кобуру с пистолетом, могу со всей убежденностью признаться, что за последние десять дней приоритеты изменились, и спроси кто-нибудь из знакомых, чего, мол, хочешь, Варламов. Более всего на свете без колебаний отвечу горячую ванну и суток трое коматозного сна в чистой постели. Но выспимся на том свете. Теперь это поговорка про меня без всяких метафор. Тем временем ароматный гость крутился в трех метрах вверху от норы и что-то бормотал себе под нос. Голос был скрипучий и невнятный, но вскоре стали понятны отдельные слова. Незнакомец говорил по-русски. — Вкусный хлеб, вкусный! Лёвушка потерял, потерял солдата! Пум-бур-бум-бум-бум! Хлеб! Голос и шорох кустов приблизились к обрыву. Я разглядел смутное отражение в речной воде. Определенно это был мужчина, но невысокого роста или просто сгорбленный. Сумерки и ряб на воде мешали разглядеть подробности. Однако голос не мог принадлежать женщине или ребёнку. Уж слишком низкий, и с характерной хрипотцой. Потоптавшись на краю обрыва, Лёвушка, как это чудо в лохмотьях себя прозвало, отступил под кроны леса. И вскоре я перестал ощущать его запах и слышать дробную поступь. Выждав для верности ещё минут сорок, я выбрался из норы и под прикрытием берега вышел в сотни метров восточнее, чтобы избежать встречи с аборигеном. Всё это время не оставляло меня мысли, что это может быть последний оставшийся в живых человек на сотню километров вокруг, говорящий по-русски. В памяти всплыли горы щебня, небрежно сдвинутые границам леса. Дома отодвинули за ненадобностью, как и их жителей. Весь день я шёл обратно к базе, пару раз крепко заплутал, но к вечеру оказался в знакомых местах, найдя собственноручно оставленные метки. Насторожил запах. Где-то ходил человек с оружием. Он останавливался на ночлег и разжигал костёр. Нет, тот, кто полил костерок, был осторожен. Запах был едва заметный, но свежий. Идя только на дымный запах, мне удалось ближе к шести часам вечера найти довольно чёткий след. Подсвечивая себе фонариком, у которого есть хитрая бленда, делающая луч узким, я определил, что привал устраивали южнее, а это лёжка часового. Сидел он верно, но место выбрал неудачное, сломав ненароком нежные стебли саранки. Растение это хрупкое, чуть тронь его начнёт вянуть. Обувь часового оказалась новой, сорокового или чуть меньшего размера. Рост примерно метр шестьдесят пять, метр семьдесят. Человек нервничал. В нескольких местах с древесного ствола был содран мох. Он прислонял к дереву оружие. Пока ещё было не слишком темно, я вышел на небольшую полянку, где и был устроен привал. Кроме часового, тут было ещё трое. Все с оружием, двое из них курящие. Запах в лесу помогает найти человека не хуже острого зрения. Слишком уж сильно мы двуногие пахнем. Нет, те, кто сидел возле этого костерка ещё сегодня утром, вроде всё сделали по учебнику. Вырыли ямку, веток не рубили, а собирали валежник. Но вот в книжках почему-то не пишут, какой глубины костровую яму нужно рыть. Эти начитанные граждане сняли дёрн и на этом успокоились. Потом слегонца присыпали угли землёй и поверх нахлобучили дерновую подушку, обильно полив её водой. Мокрые угольки пахнут по-особому. Выпариваются от жара из воды какие-то соли, вот они и воняют, вступая в реакцию с углём. Поэтому зверьё в лесу этот запах чует и по нему вычисляет, где есть люди. После этого какая уж тут охота. Без толку побегаешь по лесу и вернёшься без добычи. Поэтому рыть ямку нужно глубже. Так и от ветра костерок спасайте, и дым будет стелиться по земле. Да и готовить на таком костре удобнее. Он жар сохраняет. А уж когда уходить пора, то мочить угли не надо. Лучше землёй засыпать и только потом дерновищем прикрыть. От земли ни запаха, ни беспокойства. Но этого эрудита не знали. Поэтому теперь и без воды. Да и я их отыщу по следу, раз на стоянку так легко вышел. Пока не стемнело, окончательно удалось пройти по следу непонятных людей километров двадцать. Мы уже оказывались в опасной близости от берлоги. Но след свернул на восток, когда до базы оставалось километров сорок по прямой. Встреча в лесу непонятной группы людей особо меня не тревожила. Судя по маршруту и манере поведения, скорее всего, это наши старые знакомые туристы или кто-то того же ранга. Амеры вели бы себя иначе, более осторожно, если бы я встретил настоящих разведчиков в поиске. Либо более самоуверенно, попадись мне армейский патруль или каким-то образом забредшие в чащу тыловики. Однако все, что я примечал до сих пор, это только проявление книжной премудрости, совершенно нелепо выглядевшее на практике. Поэтому я оставил след на время, которое планировал потратить с большей пользой, и решил вздремнуть. В любом случае, Михась уже должен был вычислить новую базу туристов, поэтому я продолжал преследование чисто для подстраховки. Если повезет, можно будет подойти и послушать, о чем говорят. Следующие шесть часов я провел на высоте десяти метров, привязавшись к стволу старой лиственницы и укрывшись в нижних ветвях густой короны. Ночевать на земле было уже не так безопасно, как сутки назад. Велика вероятность встречи с американским патрулем. Его появление поблизости от базы я уже не исключал. На этот раз мой сон никто не тревожил, и к четырем часам утра следующего дня я вновь шел по следу поисковой группы туристов. Дилетанты неумело путали следы, закладывая слишком большие петли, хотя направление их истинного маршрута вычислялось невооруженным глазом. Поэтому интуитивно я находил наиболее вероятный путь продвижения группы. Уже к полудню, когда стало, если не совершенно светло, то, по крайней мере, не так сумрачно, мне удалось нагнать тыловой дозор туристов в лице знакомого мне долговязого парня в прямоугольных очках. Парень меня не заметил, хотя я на него чуть было не напоролся. Услышав мелодичное журчание родника, я, забыв про все, ринулся вниз, где в ложбинке под грудой валунов блестело озерцо ключевой воды. Сделав три больших шага к нему, я в последний момент ухватился за ветку кустарника и пригнулся. Добротный камуфляж пацана. Вот что чуть не стоило мне жизни. Правда, и так вышло удачно. Положив короткий американский автомат на землю справа от себя и сдвинув очки на лоб, парнишка жадно приник к ямке, где скопилась вода, и почти погрузил в нее лицо. Блеснувшие в редком столбике солнечного света линзы очков. Вот как я заметил туриста, томимого жаждой. Затаив дыхание, я приник к земле, скрытой ветвями кустарника. Парень, ничего не подозревая, вытер пятерней чумазое лицо, набрал в пластиковую походную фляжку воды, подхватил автомат и чуть ли не бегом ринулся прочь, треща кустами. Я видел, как усердно он старался не шуметь, но получилось у парнишки не слишком хорошо. Что ни говори, в таких делах, как правильное передвижение по лесу, самое главное — это практика. Пацан старался, но, как и все жители каменных мешков, где почва, ровный асфальт, почти стелил стопу низко над землей, трамбоя траву, словно утюгом. Весь путь из поисковой партии был, как четко видимая, на снегу лыжня, если мы говорим образно. Поэтому мне и не пришлось напрягаться, пока мы дружной толпой шли все дальше и дальше, на северо-восток. Сверившись с картой, я с удовлетворением отметил, что куда бы ни направлялись горе-разведчики до нашей нынешней встречи, теперь их путь лежал к старым еще времен царя Гороха соляным копям. На карте они были обозначены, но это не беда. Снова захватчики, сколько бы многочисленно ни было их войска, терялись на просторах России. Места там глухие, и, судя по тому, что туристам все же удалось найти там убежище, Амеры пока их там не ищут. Но вот как долго последователи Шермана сумеют сохранить маскировку и не спалиться, это вопрос на засыпку. Чем дальше мы уходили от рокового сорококилометрового рубежа, отделившего поисковиков Шермана от базы моего маленького отряда, тем спокойней становилось на душе. К вечеру 20 августа туристы свернули на заброшенную дорогу, ведущую строго на восток. И сомнений по поводу выбранного ими места для постоянного базирования не осталось. Соляные копии забросили в середине 18-го года прошлого века. А после Великой Отечественной соль тут уже никто не добывал. Нерентабельно. Основные разработки переместились в район у Солья-Сибирского. А эти выработки и небольшой поселок оказались заброшенными. Само собой, что наземные постройки обветшали и пришли в негодность. А Штульны частью обвалились, частью были затоплены грунтовыми водами. Однако по опыту знаю, что там есть обширные участки, лежащие близко к поверхности Штулин, где сохранилась допотопная вентиляция. А значит, есть вполне пригодное для жилья пространство. Хорошее предчувствие, пересиливавшее неприятное поскребывание кошки сомнений на душе, мгновенно испарились, как только туристы миновали второй поворот тропы, ведущей к копям. Слева от заросшей папоротником и лопухами дороги метрах в пятнадцати обнаружилась дозорная вышка. Две сосны срослись между собой весьма причудливым образом. На высоте шести с половиной метров деревья раздваивались, образуя в кронах нечто вроде небольшой площадки. Вот там-то из старых досок и срезанных чуть ниже с тех же сосен веток туристы обустроили наблюдательный пост. С виду вроде всё путём. Заложились густыми ветвями, а сами сидели тихонько. Но вот тёмное пятно этого вороньего гнезда резало взгляд привычного к лесу человека, сразу заставляя обращать на дерево внимание. Амеры не дураки, среди них наверняка есть профессиональные следопыты. И как только мы начнём по-настоящему шалить у них в тылу, этих спецов непременно пришлют по нашей душе. Добро, если бы это воронье гнездо было временным. Тогда в затее нет ничего страшного, посидели и ушли. Но вот коли обосновываться надолго, то такое строительство равнозначно вывеске, где сообщается, где сидят партизаны и в каком количестве. Мне часто приходилось обустраивать вышки для охоты в заказниках. Поэтому с точки зрения прикормленных диких свиней или потерявших страх оленей всё было тихо и спокойно. Но вот пару раз я со старыми промысловиками-бурятами ходил на рысь. Дикая кошка слишком расшалилась. Были случаи нападения на грибников со смертельным исходом. Рысь — хитрый и очень осторожный хищник, прекрасно видящий в темноте, не знающий усталости и отчаянный до безумия. Один кот весом под пятьдесят кило как-то заборол совершенно взрослого, здорового сахатого. Кто хоть раз видел взрослого лося, поймёт, о чём я говорю. Такую махину в пору из пушки бить, а не кидаться с когтями и зубами на развесистые рога и острые, как копья копыта. Рысь не питается падалью, но всё же выбирает дичь более мелкую, даже ворон ест, коли нужно. Но есть у этого зверя непонятная повадка. Он никогда не прощает обиды. Кто не угодил той лесной кошке, я так и не узнал. Штука была в следующем. Нам необходимо было поймать кошку до наступления следующего полнолуния. Уже была поздняя осень, темнело очень рано, а в тайге особенно. Пробовали стеречь водопой, оставили капканы, но хитрый зверь, словно чуя подвох, всякий раз уходил. Тогда наш старший и самый опытный охотник Илья Кузнецов предложил сторожить возле живой приманки, устроив метрах в 100-150 наблюдательную вышку. Сложность при охоте на рысь одна, лесная кошка любит только живую добычу. Мелочь, вроде мышей и ворон, её интересует лишь когда совсем жрать нечего, к примеру, зимой. Поэтому мы купили в деревне козу и привязали к дереву на длинной верёвке. Повесили ей на шею колокольчик, а сами сели по кругу метров за 200 от приманки. Хищник долго ходил вокруг, чуя подставу, но не понимая, откуда исходит угроза. Сильно нервничал, а голодал, видимо. В конце концов, поорав некоторое время, кот вышел к приманке и, прыгая с дерева на дерево, упал на козу метров с пяти. Илья Андреевич, взобравшийся на сосну ещё с вечера, сделал только один выстрел и уложил матёрого кота во время броска, пробив сердце. Кузнецов был из потомственных промысловиков. Многие говорили, что Илья Андреевич вроде как шаманит на добычу. Оттого ему прёт удача. Сам он только хитро щурился, но, когда пришла пора расставаться, открыл пару промысловых секретов и рассказал одну изустную бурятскую присказку, приманивающую дичь. Скажу прямо, помогает. И коли бы не сложившиеся обстоятельства, лет через пять я уже промышлял бы зверя и жил спокойно. Однако, возвращаясь к рыси, скажу, что вышку Кузнецов строил так, чтобы второй раз на этом месте глаз даже не задержался. Для этого никаких досок, никакого мусора на дерево не носим. Просто нужно подобрать такую лесину, где крона изначально имеет природный изгиб или неправильно растущие ветки, чтобы человек мог прильнуть к стволу и, если надо, просидеть там суток-двое. Даже ремни он брал старой, с ромяжной кожей, которыми привязывался к стволу искривлённой сосны и словно бы пропал. Различие между нашей тогдашней вышкой и той, что соорудили туристы, было именно в том, что они приспосабливали дерево под себя. А меня учили самому приноровиться к дереву. Если природу не принуждать, она поможет и укроет. Туристы об этом забыли. Поэтому их гнездовище было заметно почти с полукилометровой дистанции. Мы с поисковиками туристов миновали ещё два наземных секрета и вошли на территорию шахтоуправления, где всё пребывало в запустении вот уже почти сто лет. Длинное одноэтажное здание конторы в десять окон с провалившейся крышей и выбитыми непогодой стёклами туристы обживать не стали. Как ни позарились и на пару более сохранившихся бревенчатых изб, одна из которых, несомненно, была когда-то жилым бараком, а другая ставилась с расчётом на руководящий состав прииска. Мои невольные провожатые миновали развалины домов и позаросшие, но ещё хорошо видимые рельсовые колеи направились к невысокому холму, в основании которого по-видимому, и был вход в шахту. Не дойдя до широкого провала в склоне холма двадцать шагов, люди остановились, и с кустов им навстречу вышла уже знакомая мне девушка-хирург и лидер туристов Шерман собственной персоной. Девушка совершенно не изменилась, только теперь к её обычному костюму добавилось несколько деталей. Если в первую нашу встречу это была камуфляжная куртка, мешковатые штанцы с клапанами у лодыжек до пара хитрых кроссовок, предназначенных специально для леса и всяких туристических походов, то теперь к ним прибавился зелёный кевларовый пояс с прицепленной открытой кобурой синтетической с кармашками для запасного магазина на боковом верхнем шве. И сама кобура и кармашек в ней не пустовали. Я заметил чёрную причудливую рукоять импортного пистолета и толстый зарядник двурядного магазина. Девушка выглядела уставшей, лицо осунулось и посерело, волосы, раньше заплетённые в толстую косу, теперь были коротко обрезаны. Но смена прически не делала Леру-хирурга похожей на пацана. Было в её фигуре в повороте головы нечто присущее только женщине. Кому как, а я бы даже в темноте не обознался. Серые выразительные глаза смотрели на подошедших поисковиков, изучающие. Не ранен ли кто? Всё ли в порядке? Вот кого нужно было ставить в атаманы, а не... Чем пришли, есть информация о караване. Залюбовавшись стройной, совершенно нескрываемой мешковатой одеждой девичьей фигуры, я забыл про топтавшегося рядом с ней действующего туристического атамана мистера Шермана. Этот, напротив, совершенно не изменился. На чуть оплывшем торсе Ладно сидит причудливая сбруя разгрузочного жилета. В руках браво лежит короткий импортный автомат. Только голова повязана банданой, из-под которой виднеется белый лоскут бинта. Зацепило, значит, во время чехарды. Не уберёгся малость. Блатные очки куда-то потерялись, видимо, они-то и пали смертью храбрых, заслонив телом покатый упрямый лоб предводителя Каманчи. Не тратя времени на предисловие, вождь потащил только что вернувшихся поисковиков куда-то в сторону. Лера раздражённо дёрнула щекой, пошла следом, попутно расспрашивая о чём-то в полголоса долговязого очкарика, чуть было не спалившего меня давечего рудника. Дождавшись, пока вся компания скроется в густом подлеске, я в два длинных рывка пересёк открытое место и пошёл следом. Идти, как оказалось, было недалеко. Знакомая уже по прошлой стоянке штабная палатка Шермана приткнулась между двух сосен, ловко укрывшись в густых зарослях кустарника. Без труда миновав, таращившегося в темноту пожилого лет пятидесятичасового и осторожно перешагнув через две растяжки, я тихо подошёл к палатке на расстояние вытянутой руки. И застал самое начало любопытного разговора. Похоже, Шерман опять что-то затеял. И это снова сулило сплошные неприятности. Как участникам затеи, так, скорее всего, и нам с артельщиками. Вертошками они такой объём грузов на авиабазу не попрут. Я видел, как подгоняют грузовики с низким бортом под боеприпасы и крытые фуры. Видимо, подстройматериалы и жратву. Работают гражданские, военных на станции мало, поезда идут транзитом. А остановился под разгрузку только этот состав. Это говорил усталым голосом кто-то из разведчиков. Но кто именно, определить было нельзя. Поскольку я знал только гундосый голос долговязого очкарика. Судя по докладу, туристы решили взять на саблю какой-то караван, идущий от железнодорожной станции на строящуюся авиабазу. Подходящая станция находилась от неё примерно в пятистах километрах. — Отлично, Володя! — вождь, казалось, был искренне рад новостям. Судя по перехвату, вертолёты колонну сопровождать не будут. Пойдут два взвода конвойной роты 56-й бригады черноногих. Это четыре джипа по три человека десанта, плюс водитель и стрелок за турелью. — А что на турелях будет? — а вот и мой знакомец очкарик. В его голосе уже не слышалось унылых нот. — говорил он почти равнодушно. — Ответил ему Володя. — Черноногие — это чисто оккупационная часть, состоит из резервистов. Оружие у них со складов длительного хранения, но не шибко современное. Связь, опять же, плохая. В каждом отделении радиист, приданный командиру. Короткой связи солдаты не имеют. Всего колонны сопровождают два мотопехотных отделения. Это 18-20 человек на четырёх джипах, соответственно. Ты куда смотрел? Они же на станцию в обед приехали. Три М2 и один Маклар. Ничего серьёзного. — Точняк, полководец. Голос очкарика звучал с лёгкой издёвкой, но ровно и тихо, без истерики. — Шапками закидаем. Там всего-то двадцать хорошо обученных вояк. Мы их в восемь стволов нагнём, да? Кто из вас, господа хорошие, не зажмурив глаз, по живому пиндосу выстрелить сможет? Ну, кроме тебя, командир. Последнюю фразу очкарик бросил с таким неприкрытым сарказмом, что даже я понял, что он по каким-то причинам Шерману откровенно не доверяет. Это не осталось без внимания вождя. Тон Шермана был резок, видимо, очкарик выступал с пораженческими репликами уже не в первый раз. — Веня, а ты всё ноешь и ноешь. Вышел бы к пиндосам, да лапки бы вверх поднял. Вот вроде воюешь-то неплохо, двоих уже завалил. — Ты гость испанский, моих покойников не считай. Голос очкарика был всё так же спокоен. — Сколько взял, те все со мной. Лучше вот объясни, почему мы каждый раз по твоей милости в жопе оказываемся и людей теряем, а? Молчишь? Отмазка насчёт того, что лес рубят, щепки летят, уже не канает. — Щенок, да я тебе! В палатке заметались бледные тени, ткань заходила пузырями, послышались приглушённые крики и возня. Через некоторое время всё успокоилось. Шерман продолжил говорить дрожащим от напряжения и едва сдерживаемой ярости голосом. — Я в командира не рвался, вы сами меня выбрали. Кто вас научил с оружием обращаться, стрелять нормально, не в белый свет, а по-взрослому? За что гнобите? За паспорт испанский? Да я уже год в России живу, больше вашего о ней знаю. С грузинами в прошлом году воевать добровольно ездил. — Так не даром же, — уточнил меланхоличный очкарик. — Ты сам хвастал, что через контору французскую вербовался. Десять тонн баксов за два месяца и получил. — Заткнись, сопля! — Шерман взял себя в руки и говорил почти спокойно. — Не дорос ещё чужие бабки считать. Настоящий воин просто так не убивает. А что я на той войнушке заработал, так это мелочь. Со своего мебельного цеха в Андалузии я в сто раз больше имею. Обидно стало, что русских притесняют. — Да где ты там русских-то видел? Это уже встрел знаток амеровской техники Володи. Чурки между собой разбирались. У них там всегда война идёт. Кончайте базар, мужики! Я лично вымотался за эти четыре дня как собака. Жрать и спать хочу категорически. Вот пойдём караван брать, тогда и посмотрим, кто из нас больше родину любит. Вслед за этой здравой, по сути, речью последовала вялая перебранка между очкариком Веней и всё ещё что-то доказывающим с помощью часто вставляемой в речь матерщины Шерманом. Разговор позволил лучше понять сложившуюся в отряде обстановку. Да и про вождя я узнал много нового. Значит, он воевал, а я в своих предположениях о некотором милитаристическом опыте вождя краснокожих не ошибся. Походка всегда выдаст человека, который кланялся пулем. Так и Шерман этот ходил чуть сутулись. Но это не значит, что он за бухгалтерским столом в прошлой жизни сидел. Солдат, обстрелянный, горбится с тем расчётом, чтобы в любой момент на землю упасть. Оттого и сжимается чутка. Только если он в Абхазию заезжал год назад, то ни наши, ни сами Абхазы людей через импортные конторы не нанимали. Знаю об этом потому, что как раз в это время приходил ко мне сослуживец, вербанувшийся по наёмничьему контракту совершенно легально в военкомате. Война шла месяца полтора. Грузины снова полезли через ущелье и Осетию. Но теперь их ждали. Однако, отбросив противника к старой демаркационной линии, где как ни в чём не бывало стояли аккуратные домики миссии международных наблюдателей, российские войска вернулись в расположение военных баз. Осетинские ополченцы и Абхазы продолжили наступление самостоятельно. Наши поддерживали их только с воздуха. На сей раз грузинским штурмовикам и вертушкам даже не удалось занять свои эшелоны для поддержки войск. Все они так или иначе были нейтрализованы и появившимся словно бы из ниоткуда самолётами без опознавательных знаков. Лишённые связи и прикрытия с воздуха грузины сразу понесли серьёзные потери и остановились. В тот же момент с позиций на территории Абхазии и Осетии ударила ствольная артиллерия, разметавшая передовые ударные части грузин, и в прорыв немедленно ринулись мото-маневровые группы ополченцев. Когда же был разгромлен костяк новой армии вторжения, две вновь сформированные мото-механизированные бригады и остальные грузинские части, не выдержав прямого боестолкновения, дрогнули и побежали. Не помогла советническая и техническая помощь американских и немецких советников, которые чуть ли не с сентября 2008-го стали прибывать в Грузию под видом военных наблюдателей. Хоть сколько-нибудь организованным отступления не получилось, хотя, исполняя директиву своего главнокомандующего, сформированные перед вторжением сводные полицейские части стреляли по своим. Часть заставит солдат остановиться. Бросая технику и оружие, срывая знаки различий, они бежали, рассеиваясь по селам. Тбилиси взяли совместным штурмом Абхаза и Осетины из сил самообороны, которым почти негласно помогали наши вояки. Приятель говорил, что наши заматывали эмблемы на рукавах, но позывные не шифровали. Как всегда, новые таблицы запоздали и вступили в действие, когда уже все закончилось. Грузины сдали свою столицу почти без боя. Согласованного сопротивления никто не оказывал. Примечательно, что Абхазов и Осетин было человек 100-150. Остальные как раз-таки набранные со всей России вольные стрелки. Надевая полевую форму с нашивками сил самообороны, добровольцы получали обычное, знакомое еще со службы в армии, российское оружие. Командовали ими неприметного вида люди, которых без особого труда можно было узнать российских спецов из военной разведки. Состав был пестрый, брали всех, кто подходил под нехитрые требования. Служба в армии и возраст до 45 лет. Одними из первых, почуяв кровь и наживу, подтянулись чеченские духи. Но, как и в восьмом году, воевали они сами по себе. Без стычек с остальными добровольцами не обходилось. Когда по старой привычке чехи взялись мародерствовать в селах и городках, никто этого терпеть не стал. Приятель рассказывал, что даже до стрельбы доходило. Абхазы уж на что злые на грузин по жизни, так и те, вступались за местных сельчан, не давали духам развернуться. Сценарий прошлой войны полностью не повторился. Амеры дали несколько ракетных залпов со своих кораблей по наступающим колоннам Абхазов, но не задели порядки регулярных российских войск. Два американских фрегата и французский эсминец давно крутились в Патийском порту, потом вышли в море и курсировали вдоль берега, поставляя грузинам разведданные. На фрегатах были установлены новые системы залпового огня. Били они очень точно. Накрыло два пехотных отделения, прикрывавшие их взвод танков. Две машины загорелись после прямых попаданий. Третья встала, получив какие-то повреждения двигателя. Но экипаж спасся. Пехота полегла до последнего человека. Приятель рассказывал, что даже пепла не собрать. Там выжгло все и разметало. Отступавшие грузинские мотострелки сумели уйти, побросав для облегчения бега даже личное оружие. И почему-то оставив вполне исправные бронемашины. Потом вступились наши, пригнали какой-то крейсер, пуганули иностранцев. Американцы и француз попятились, поспешив уйти в сторону турецкой границы. Поскольку формально наши кадровые части не понесли потерь в ходе инцидента, тогда разошлись миром, хотя вой поднялся пуще прежнего. Грузинское правительство бежало в Штаты, но после того, как мы снова откатились в Абхазию, само собой поспешило вернуться. И опять никто из хозяев России не прислушался к робким голосам, призывавшим на зло штатам оккупировать этот несчастный клочок земли, чтобы больше не повторять этих ёрзаний туда-сюда. Снова московские правители сочли более правильным пролить ещё чутка туземной и русской крови, чем окончательно рассориться с Западом. Приятель показывал амеровский короткий автомат, взятый им на складе снабжения во время штурма какого-то городка. Мы выезжали пару раз за город опробовать импортное диво, но как-то на душу не легло. Помимо собственных впечатлений рассказал приятели про украинских и чёрт его знает каких наёмников, воевавших на стороне грузин. Те действительно пребывали в зону конфликта через Киев и Азербайджан, а некоторые как раз таки имели визы Евросоюза, в частности испанские и французские. На душе снова стало неспокойно. Ситуация принимала скверный оборот. Шерман действительно мог воевать в Грузии. Только вот в разговорах с подчинёнными он забыл упомянуть, на чьей стороне. А среди этих доморощенных вояк откуда взяться людям, знающим, как вербуют наёмников? Любители обрежаться в камуфляж знали схему в общих чертах по книжкам. Оттого никто из них не обратил внимания на этот нюанс с французской конторой. Ведь именно в этой европейской державе нашли себе приют вербовочные пункты подавляющего большинства контор, промышляющих наймом романтиков с большой дороги. Европа — это большая коммуналка, где всё рядом. Сел в тачку в родной испанской Андалузии, и через пару часов ты уже в каком-нибудь Марселе во Франции. Мысленно я представил себе, кто это такой. Иммигрант, обретший счастье где-то за бугром, любящий пощекотать нервы на человечьем сафари. И вот, ностальгируя по прошлому, он прилетает на оставленную когда-то родину. Зачем? Хотя это как раз понятно. Ну кто он там в своей занюханной Испании? Обычный мелкий коммерс, каких пруд-пруди. Никому он не интересен, никто его особо не знает, а за шалости с наёмничеством вполне могут и посадить. Я слышал, что испанское законодательство очень не любит тех, кто балуется с оружием и взрывчаткой. Таких в открытую называют террористами. Особенно если это бывший иностранец из тех, что всегда под подозрением уже по одному факту своего происхождения. А ведь ехал-то совершенно за другим. Достаток и комфорт таким людям быстро надоедает. Едва им становится ясно, что этого добра полно у большинства окружающих. Да и соседи с деловыми партнёрами всё ещё смотрят косо. Для них он пришлый, забравший, если и не сладкий кусок, с их собственной тарелки. То уж наверняка маисовую лепёшку их детей и внуков. Вот и лезут такие доны Педра обратно в презираемую ими всей душой Рашу, где их никто не осудит. И даже напротив, позавидует почти всегда совершенно искренне. Но Шерман не рассчитывал, что попадёт на настоящую войну. Одно дело мелкие пострелушки в буферном государстве, из которого совершенно свободно можно выбраться, размахивая иностранной паспортиной. И совершенно иной расклад, когда тебя даже слушать никто не станет, и сразу выпишут пулю в выпуклый лобешник. Любитель повышения самооценки оказался в ловушке собственных страстишек. Причём без перспектив выбраться. Хотя тут я ошибаюсь. Обычно эти иммигранты с трудной судьбой да охотой к перемене мест — народ крайне изобретательный, когда дело касается спасения собственной шкуры и поиска глубоких омутов. Шерман что-то задумал. Иначе зачем ему подставлять столько людей, да ещё выводить их против хорошо охраняемого конвоя, обрекая, если не на поголовную гибель, то на серьёзные безвозвратные потери. Пока я раздумывал, участники военного совета ещё чуток пошумев и обсудив какие-то насущные проблемы, стали расходиться. Тут я снова пожалел, что сунулся к туристам в одиночку. Следовало подробнее осмотреть лагерь, да и вождь куда-то намылился, подхватив свои пожиткие оружия. Решив отложить визит в шахту до следующего раза, я двинулся вслед за Шерманом, который осторожно шмыгнул по тропе из лагеря. По пути удалось вскрыть ещё два секрета. Вождь, не таясь, проходил мимо постов, о чём-то начальственно расспрашивая сидевших в карауле бойцов. Миновав пресловутую наблюдательную вышку. Вождь сверился с компасом, прошёл 300 метров на восток и у поваленного ураганом дерева повернул на северо-восток к речке. Отпустив предводителя Каманчи метров на 50, но не теряя его из виду, я шёл следом и прикидывал в уме, сунется ли он на тот берег и что ему вообще тут понадобилось под вечер. Кстати, с водой туристам повезло. Небольшая речушка протекала всего в полукилометре от лагеря. Да и в самих штольнях наверняка полно подземных источников. Часть коридоров и особенно нижние уровни, вероятнее всего, затопила. Но земля тут изрыта ходами, словно кусок сыра. Поэтому с размещением в сухих отвалах проблем быть не должно. С угольными шахтами было бы труднее. Но нам, артельщикам, и такой вариант базирования не подходил. Слишком мало нас, чтобы охранять территорию. А вот более многочисленному отряду, вроде этой лиги поклонников стрейкбола, самое то. Так мы шли друг за другом почти час, пока Шерман не остановился у кучи замшелых валунов, недалеко от берега. Как я и предполагал, переправляться вождь не собирался. Однако по-прежнему непонятно было, зачем он сюда приперся. А с другой-то стороны, ну, мало ли, зачем человек решил уединиться. Проторчав столбом еще минут двадцать, я совсем уже было собирался сворачиваться и уходить к своим на базу, как в кустах справа от своей позиции приметил еще одного наблюдателя. Человек пришел раньше Шермана и сидел под сосной, в двух десятках метров от груда камней. Наблюдатель ловко маскировался в колючем кустарнике, чьи темные заросли скрывали его целиком. Мне повезло увидеть слабый блик оптики. Вождь то вскакивал с вросшего в землю камня, то снова садился, нервно теребя ремень автомата. Видно было, что он кого-то ждал, и предположительно это вполне мог быть тот, чей прицел я только что срисовал. Прошло еще минут пять, после чего Шерман снова поднялся и повернулся в сторону прииска, собираясь уходить. Лицо вождя выражало раздражение, смешанное со злобой и страхом. Глубоко посаженные серые глазки обиженные недобро посверкивали, а потом зашевелились кусты, и наблюдатель нарочито громко вышел на берег. Это был, несомненно, Амер. Военная полевая форма, бронежилет, разгрузка и раскрашенный в камуфляжный колер автомат. Голову американца прикрывала не традиционная панама, а повязанный головной платок из той же камуфляжной ткани. Вообще, Амер производил впечатление не разведчика. Более всего, он походил на обычного солдата, случайно забредшего в лес. Хотя платок да сцепленные черной изолентой магазины немного диссонировали с привычным обликом уставника. Круглое, поросшее, щетиной, все в крапинках веснушек лицу. Карие, почти черные глаза смотрели на Шермана настороженно, хотя рот кривился в дежурной улыбке. Вождь встрепенулся. Поднял быстро оружие к плечу, но, увидев приветливо машущего руками американца, тоже улыбнулся с явным облегчением и быстро пошел к долгожданному гостю навстречу. Пожав друг другу руки, вояки направились к валунам. Шерман по пути достал карту и принялся что-то втолковывать. Бесида шла на знакомом мне английском, причем оба говорили с акцентом. Видимо, Амер тоже был не совсем Амер. Судя по выговору, скорее итальянец. Шум реки иногда мешал расслышать отдельные слова, да и болтали они тихонько, но большую часть разобрать удалось. — Ник! — с нажимом перебил вождя иностранец. — Я должен был убедиться, что вы будете один. В прошлый раз все сорвалось именно из-за этого. Поймите правильно, осторожность прежде всего. — Осторожность. Мистер Матинелли, на лесопилке все пошло не совсем так, как мы договаривались. Именно из-за неосторожности. Ваши люди первыми начали стрелять еще до того, как я завел русских на мины. Ваш башенный стрелок запаниковал и вызвал артиллерию. Так дела не делаются. — Ни черта не понимаю. Получается, Шерман все это время работал в паре вот с этим итальяшкой и планировал сдать всех туристов с копом. Но что-то пошло не так. Тогда еще более непонятным выглядит план с захватом каравана. Кому это выгодно? Голоса становились громче. Шерман и Матинелли перешли на повышенные тона. — Второго такого шанса уже не представится. Новый транш повезут только к Рождеству, когда уже наладят нормальный периметр и безопасную трассу. А потом проведут коммерческую линию связи. Откроют банковский филиал. Деньги начнут обменивать и начислять только виртуально. Ник, это почти четверть миллиона евро в мелких и средних купюрах. Мой приятель Финчасти готов ждать еще неделю, не больше. А если деньги не отмыть, они станут бесполезны. Наши коллеги из Blackstone North — серьезные люди. Я не советую вам, Ник, испытывать их терпение. Вы же знаете, англичан, когда дело касается прибыли, джентльмен превращается в мафиози. Итальянец энергично затряс сложенными в лодочку ладонями волосатых рук прямо перед носом Шермана. Тот поморщился, но, сделав над собой усилие, продолжил ровным тоном. — Мистер Матинелли, Джо, все готово. Мои люди возьмут груз, как планировалось. А вы и ваши друзья из агентства просто уберете выживших. Нападение партизан и удачная операция по их уничтожению. Я укажу точное место, где это можно будет сделать без помех. Вдруг Шерман осекся, и глаза его очень опасно сверкнули. Он поправил ремень автомата. Оружие теперь небрежно болталось у него на шее. Но руки Ник держал так, что в прыжке он смог без труда срезать итальянца. — Вчера утром мой хакер взломал почтовую сеть одной из ваших частей. Записи наших разговоров лежат на одном независимом сервере. Если через неделю я не пошлю из Барселоны нужный сигнал, вас ждет электрический стул или петля. Не пытайтесь избавиться от меня. Вы же знаете, деньги меня не интересуют. Я просто хочу оказаться дома. И как можно быстрее. Матинелли, понимающий, усмехнулся, но по выражению его лица было понятно, что изначально кидок не планировался. Но вот сейчас эмигрант, сам того не желая, оказал себе медвежью услугу. Теперь итальяшка действительно думал, а нельзя ли вообще устроить так, что этот странный русский с явно поддельным испанским паспортом ляжет рядом со своими бандитами. Нет, вполне может быть, что русский не проболтается. Однако только покойник гарантированно будет помалкивать. Снова улыбнувшись как можно более искренне и дружелюбно, иностранец приложил ладони рук к груди, так что сверкнули на левом запястье неуставные, явно золотые часы с массивным браслетом. Ник, не будем оскорблять друг друга подозрениями. Мы ведь европейцы. Так давайте вести себя цивилизованно, как деловые люди. Матинелли наверняка бы удивился, если б знал, какое еще значение слова «деловой» имеется в русском языке. Но даже его партнер не уловил аллегории. Так сильно Шерман нервничал и хотел домой. Вождь туристов, или как его назвал иностранец Ник, тоже фальшиво, не более умело играя мускулами лица, улыбнулся собеседнику. «Какие вопросы, Джо? Если сработаем согласно плану, то уже через пять дней, не считая этого, каждый получит то, что хочет». В этот самый миг я, по привычке осматриваясь вокруг, уловил в пятидесяти метрах трепыхание кустов левее своей позиции. Там были густые заросли, полыни и еще чего-то яркого с золотыми головками цветов. И там сидел на корточках человек. И сейчас он поднимал оружие, чтобы выстрелить. Целью, несомненно, был Шерман или его импортный приятель. Допустить такое в мои планы не входило. Ибо сейчас, после получения такой важной информации, которую дают эти импортные жулики, у меня в общих чертах уже сложился способ проникновения на авиабазу, не являющийся форменным суицидом. Срастись все, и мы устроим пиндосам шикарную пакость. Да и повоюем еще долгое время. Но все получится только в том случае, если Шерман и его приятель выживут. Для моего плана важно, чтобы операция по отъему денег у американской казны состоялась, по крайней мере, в той ее части, где конвой, везущий новые пиндосские тугрики, попадет в засаду, устроенную ником и его ничего не подозревающими бойцами. Времени на раздумье новый игрок не оставил. Придется пожертвовать важной миссией слухача и на короткое время преобразиться в телохранителя. Наблюдатель сидел крайне неудобно. Чтобы подобраться к нему, незамеченным придется оставить теперешнюю свою позицию. На перемещение уйдет как минимум минут пять-десять. Осторожно убрав автомат за спину и закрепив оружие, чтобы не болталось, я приставным шагом двинулся к позиции стрелка так, чтобы видеть его силуэт и потенциальных покойников Шермана с деловым партнером. Оба уже успокоились. Ник вынул карту и увлеченно водил по ней пулей, выщелкнутого из магазина автомата патрона, вместо указки. Матинелли внимательно следил за петлями, которые выписывал тускло-блестящий кончик пули. Казалось, партнеры всецело сосредоточены на деталях предполагаемой акции. Проклиная неизвестного снайпера за то, что по его милости лишился возможности подслушать дальнейший разговор, я броском перебрался на другую сторону тропы и миновал почти двухметровый участок совершенно открытого пространства. Прыжок вышел удачный, но я провалился в яму. Приземляясь, я не потревожил ни единой ветки кустарника, что стоило резкой боли в раненой руке. Только легкий шорох издала палая гнилая листва, кое оказалось устло на дно места приземления. Матинелли беспокойно вскинув голову, повернувшись аккурат к тому самому месту, куда я приземлился. Присмотревшись и пожав плечами, он вновь уткнулся в карту, махнул рукой, мол, показалось пустяки. Минуты две пришлось сидеть, выравнивая дыхание. Стиснув зубы и, привалившись к стенке небольшого оврага, в которую я случайно и так не кстати угодил. Однако никаких последствий акробатический этюд более не возымел. Поэтому, выбравшись на поверхность, я продолжил подкрадываться к незнакомцу. Спустя пару долгих мгновений показался силуэт в знакомой позе. Человек уже выставил обмотанный тряпьем импортный автомат, прильнул к короткой трубке четырехкратного тактического прицела. С удивлением я опознал в стрелке давешнего очка рековеню, вроде бы направившегося отдыхать, судя по его собственным и довольно громким заявлениям. Вот такой урок на будущее. Если пацифист идет на войну, как минимум он становится параноиком. А это очень выносливые люди, когда дело доходит до их личных фобий и подозрений. Мне следовало догадаться, что вся критика политики руководства неспроста. Видимо, Веня давно что-то подозревал, вот решил по-тихому пристрелить вождя, благо его подозрения вроде бы подтвердились. Не раздумывая более над мотивами решения очкарика, я вынул пистолет и, перехватив его так, чтобы было удобнее бить рукоятью, метнулся к уже отщелкнувшему предохранитель Вениамину. Удар по неприкрытому ничем, кроме капюшона и бейсболки, надетой козырьком назад, затылку получился как надо. Без вскрика и метания Веня выпустил оружие и обмяк у меня на руках. Я присел рядом, чтобы досмотреть финал встречи Шермана и его подельника. Собственно, пока я занимался любознательным очкариком, все интересное уже закончилось. Пожав друг другу руки, компаньоны разошлись в разные стороны. Матинелли, подождав, пока его подозрительный подельник скроется вдали, поминутно озираясь, взял направление на северо-запад и тоже благополучно свалил. У речки теперь остались только я, да незадачливый мститель Вениамин. Стреножив очкарик и его же собственным поясным и ружейными ремнями, я пару раз легонько хлопнул парня по щекам. Заморгав и выгнувшись дугой, тот открыл глаза и вознамерился заорать, но я вовремя сунул в открывшийся рот свернутые в клубок перчатки. Легонько хлопнув парня по щеке еще раз, чтобы унять конвульсии, поднимаюсь и рывком ставлю пленника на ноги. Итак, толкая присмиревшего Веню впереди себя, я ухожу с места встречи Шермана с иностранцем как можно дальше. Вдруг взбредет вождю в голову вернуться. Или кто-то другой явится. В любом случае следует забраться как можно дальше в лес. Через полчаса я дернул пленника за полу куртки так, что парень невольно опустился на пятую точку, уткнувшись правым боком в ствол здоровенной сосны. Мы остановились на небольшой полянке, метрах в трехстах от речного берега. На мой взгляд, это было достаточно далеко от тропы, ведущей к броду, и не так далеко от тропинки, ведущей к соляным шахтам. Раз подвернулась такая возможность, с парнем нужно попробовать поговорить. Может быть, я неверно прокачал Веню, и на предложение о сотрудничестве тот отреагирует отрицательно. При таком раскладе придется его грохнуть, хоть делать этого совершенно не хотелось. Левой рукой, вынув изо рта парня перчатки, я приложил ствол пистолета в правой руке к своим губам, категорически намекая таким образом на соблюдение тишины. Сбитый с толку пленением и наверняка утомленный долгим маршем, Вениамин только согласно тряхнул головой, близоруко щурясь. Для наглядности я снял маску, закатав ее на лоб, и тихо начал беседу. «Здравствуй, Вениамин». Парень, все еще потрясенный резкой сменой декораций, помимо воли кивнул. «Вот и свиделись! Рад, что ты уцелел! Узнал меня?» Замотав головой, побледнев, очкарик снова попытался освободить руки, заизвивался и хлопнулся на землю, потеряв опору. Чертыхнувшись про себя и превозмогая противно-можащую боль в руке, я рывком вернул парня в вертикальное положение. «Нехорошо, Вениамин! Я вас про засаду предупредил. Кучу железа американского буквально в зубах принес». «А наш медик тебе пулю из плеча достал!» Очухавшись, Веня снова начал брюзжать. «Квитами разошлись, дядя!» «А я не спорю!» Сохраняя нейтральный доброжелательный тон, я согласился с пленником, чтобы не обострять. «Обмен равнозначный получился, но теперь вот ты снова у меня в должниках оказался!» «Вот как получилось, парень!» Страх, быстро сменившийся удивлением, а потом злостью, вот гамма чувств, за пару мгновений промелькнувших на лице очкарика Вени. Набирая в грудь воздух и попутно обдумывая мои слова, парень был похож на раздувающего старинный самовар. Щеки его то надувались, то опадали, румянец пятнами залил скулы и лоб, но ни единого звука пленник так и не произнес. Даже не слишком внятное шипение вырывалось сквозь крепко стиснутые зубы не без труда. Успокаивающий, похлопав вновь дернувшегося собеседника по плечу, я уселся напротив и, растирая правый локоть, осторожными круговыми движениями продолжил. «Шерман ваш! Не вчера родился! Сто к одному успел бы на землю кинуться, а потом и тебе бы, трындец, пришел! Двое профи против одного новичка — это весьма хреновый расклад, парень! Сам бы лег, а товарищи твои так и пошли бы на убой! Как думаешь, я все верно представил?» «Я бы не промахнулся!» Поправившись от удивления, парень вновь начал хорабриться, но снова я сбил его с толку, тихо рассмеявшись. Непонимающий, Вени уставился на меня, окончательно запутавшись. Обычно так оно и бывает. Молодые часто теряются, стоит только поколебать их правоту неожиданным поступком или фразой. Отсмеявшись и снова сделав серьезное лицо, я продолжал. «Ну, убил бы ты их обоих! Хорошо, лады! Может быть, даже иностранца полонил! Дальше что? В лагере тебя точно к стенке поставят рядом с этим пленником! Твои выкладки там никому пока в голову не пришли, а Шерман в авторитете! Ты им скажешь, что, мол, Ник — предатель! А тебя насмех и снова к стенке! Кто ты и кто для народа он? Неужели не взвесил? Так людям ничего не докажешь!» «Ага!» Голос парня окреп, появились узнаваемые скептические интонации. «А я им распечатку покажу! Я лично тот файл с переговорами на швейцарский сервер заливал. Там все переговоры, народ услышит и...» И тут же найдутся те, кто поверит, но более всего будет тех, кто скажет, что Шерман вел с пиндосами какую-то игру, а сам он чуть ли не Рихард Зорге. И ты снова у стенки, а мертвый вождь посмеивается над тобой, выглядывая из-за края чугунного адского котла. Как говорят на Востоке, кувшин моего терпения стал показывать дно. Однако удача снова оказалась на моей стороне, и этот маленький хакер имеет доступ к очень важному ресурсу. Каким-то образом ему удалось войти в сеть из нашей глуши. Поэтому спорить с Вениамином я готов был хоть до рассвета. Кадр попался ценный. Но, видимо, каким-то образом я все же достучался до дверцы в мозгу парня, за который скрывались залежи здравого смысла. Лицо его вновь стало задумчивым, и спустя пару минут гробового молчания он снова посмотрел мне в глаза. «Верно!» — сарказма в голосе парня поубавилась. «Доказать всем ничего не выйдет. Даже Лера, скорее всего, не поверит. Николай у всех в авторитете. Как же, наемник, знаток оружия, снайпер. Когда мы в лесу узнали про вторжение, он первый в одиночку пиндосовский патруль замочил. Ник на игру свой боевой револьвер привез. Сказал, что с каким-то полковником из разведки скорешился. И... Крут он, короче. Ты прав, старик-лесовик. Наши меня без разговоров бы шлепнули. А отряд, который после этого просуществует дней пять-шесть, назвали бы его именем. Кстати, как там его звали?» «Как раньше, до эмиграции, не знаю». Веня говорил равнодушно. Злость и ершистость, испарились. Похоже, он вполне созрел для нормального разговора. «Но а по паспорту он Николас Рохас. Я сам его на игру записывал». Ого! Может быть, прав в сомнениях итальяшка. Эмигрант еще и по фальшивому паспорту сюда приехал. Да кто их, ловцов птицы цвета ультрамарин, знает. Может, по приколу фамилию выбрал. Звучит претенциозно и смахивает на театральный псевдоним. Николай Красный, а может быть, не Красный, а Краснов. Мои познания в языке Сервантеса — это десяток разрозненных слов и три-четыре фразы типа «здрасти, пока». Выходит, с фамилией все ровно, и мотив у эмигранта один — свалить на новую родину любой ценой. Понтов страйкболистом он нагнал немеренно. Поэтому те действительно пойдут за ним в вагоне в воду. Веню просто так отпускать нельзя, нужно добиться, чтобы он сам предложил свою помощь. Вас как в тайгу занесло? Говорю же, игра у нас намечалась. Со всей страны народ съехался, вон соотечественники из-за бугра подтянулись. Володя, который вас в поиск к станции водил, из Израиля? А? На миг лицо Вене осветилось обычной, но чуть грустной улыбкой. Ты тоже повелся? Не, нифига. Вовка не еврей и в армии никогда не служил. Просто зависает на всяких оружейных форумах. Вот и нахватался. Сдвиг у него на пиндоской до еврейской военной терминологии. Не ты первый его в еврейские войны записал. Бывало, как пойдет терминами сыпать, тогда же те, кто там служил, за своего принимает. Он мне кодовыми фразами помогает, когда мы Амеров слушаем. А вот это была одна из тех вещей, которые меня интересовали в первую очередь. Сканер, взятый на складе наемников, ничего путного не ловил. А если туристы наловчились перехватывать переговоры врага, это в будущем очень пригодится. Давно слушаете иностранцев? Почему они переговоры не шифруют? Тут просто все. Веня пошевелил связанными руками, и я одним движением снял путы. Вовка сказал, что они частоту два раза в неделю меняют, но уходят недалеко, чтобы не париться. При этом вечно друг другу про щелчки аппаратные говорят, только успевай записывать. Потом просто отсчитываешь, сколько раз нужную клавишу настройки надавить, и все, снова поймал рабочую частоту. Но это только если с их трофейной рацией. На наших дольше возиться нужно. Мы, Шерман в первом же бою, такой передатчик взял, а через два дня и лэптопом разжились. Я институт связи заканчивал. Вот не доучился маленько. Короче, не особо хитрое дело переговоры тыловиков слушать. А всякий спецназ только на выделенных частотах висит. Их даже свои не слышат. Секретно все. Но армейцев в округе почти всех ловим. Только бестолку это. Убивать-то так и так спецов пошлют. Ты тогда нас здорово выручил. Спас практически. В течение всего нашего разговора одна мелочь не давала мне покоя. Слишком гладко все получалось. Огромную сумму везут вчерашние обыватели, в которых на колонну с важным грузом выделено всего ничего. Вертушек и нормальной брони тоже нет. Словно вдруг образовался резкий дефицит техники и людей. Это было неправильно и шло вразрез с тактикой захватчиков, наблюдавшейся до сих пор. Подвох где-то на видном месте, просто я его еще не заметил. Думай, Антон, думай. Думай крепко. Попутно я высвободил спутанные конечности очкарика, но его оружие как бы невзначай держал возле себя. Однако парень от чего-то пропускает. Это мимо внимания. Лицо Вениамина расслаблено, жесты утратили резкость, а голос звучит тихо с усталыми интонациями. Нужно закругляться. Вынимаю из кармашка куртки сложенную в четверо карту и протягиваю очкарику. — Где планируете колонну остановить? Сможешь показать? С любопытством, посмотрев на трофейную карту и непонятно зыркнув в мою сторону, Ваня заскользил грязным пальцем по забранной в целлофановый чехол бумаги. В 140 километрах к северу от станции есть небольшой трехпролетный мост через речку. Река давно обмелела, но спуск там крутой, поэтому объехать никак нельзя. Конвой состоит примерно из шести низкобортовых грузовиков. В трех — стройматериалы и сантехника, один с продовольствием, два других, скорее всего, с боеприпасами. Сопровождение — пятью машинами, одна — легкий джип инженерной разведки. Пойдет впереди, трассу щупать. — Взрывчатку, так понимаю, сами изготовили, из той, что в угольных шахтах умыкнули. Очкарик удивленно кивнул и замолк. Долгим взглядом он впился в мое ничего не выражающее лицо, но, повинуясь поощрительной улыбке и кивку, продолжил. — Точняк! Притащили три ящика Аманала, ну из тех, что еще не так опасно переносить. Остальное ветхое все, побоялись брать. Его голос стал на полтона ниже. Снова появились эти непонятные мне интонации. Все-то ты знаешь, старик-лесовик. Догадаться было нетрудно. Я бы сам взял шашки эти, коли нужда б была. Мгновенно ухватившись за оброненный кусок фразы с азартным блеском в глазах, Веня кинул встречный вопрос. — А нужды нет? Вот уж эти любознательные пацифисты-конспираторы. Везде им мерещится невидимая рука спецслужб. Теперь таинственные взгляды получили объяснение. Парень принимал меня за сотрудника какой-то нашей разведки. В другое время я бы развеселился, но сейчас это может сыграть только на пользу делу. Не меняя выражение лица, я отрицательно покачал головой. — Нет, Вениамин. Старая промышленная взрывчатка мне пока без надобности. А вот время дорого. Посему продолжай. — Но пропускаем инженеров, ждем, пока задние машины охранения въедут на мост. Они могут этого не сделать. Слишком явно подставляться никто не станет. Перейдет сначала прикрытие, потом пройдет груз, и колонна сформируется в прежнем порядке уже на том берегу. И это не говоря уже о том, что мост сначала осмотрят на предмет минирования. Пока не слишком получается, Вениамин. Победно усмехнувшись, Веня глянул на меня с оттенком легкого превосходства. Теперь уверенность в моей принадлежности к разведке у него чуть поколебалась. А мы опоры рвать не собираемся. Заряды перед съездом с моста под плиту заложим. Там стоки проржавевшие есть. Заряды как влитые войдут. Они всегда грязью забиты. Саперы тот мост регулярно проверяют. Никто в стоке под съезд не заглядывает. Ну, допустим. Спорить смысла не было. Я только поощряюще кивнул очкарику. Дальше какой расклад? Отсекаем фугасами две последние машины охранения и берем в оборот водителей задних фур. Переправа уничтожается. Передние машины остановит вторая закладка. Стараемся выбить водителей оставшихся грузовиков. Понятно. Классическая ловушка, молот и наковальня. Только наоборот. Первый удар наносит тыловая подгруппа. Смазано как-то все, сумбурно. Да и промежуток между действиями штурмовиков слишком мал. Охранение не успеет втянуться в бой и перестроиться. В этом случае второй удар придется не в тыл, а во фланг. И существенного вреда не нанесет. Однако все зависит от того, смогут ли туристы быстро нейтрализовать головные джипы прикрытия. Те, вероятнее всего, попытаются застоперить ход и организовать оборону. Вызовут вертушки. На все про все у людей Шермана будет не более 10 минут. Если только основной упор не делается на... Опа! Вот он подвох. Нужно только уточнить у Вени. Где будет сам Шерман? Хорошо придумали, Веня. Шерман с какой из атакующих групп пойдет? Он с наблюдателями будет. Долговязый связист сморщился. Руководить будет по рации. Слева от дороги есть горка небольшая. Длинная полоска леса. Она метров на 15 выше уровня переправы. Он, Гриша Комаров, наш сапер и Лера там будут. После слов горка все стало на свои места. Возвышенность, судя по карте, находится на противоположной от позиции штурмовых подгрупп стороне дороги. Все действия обороняющихся будут ориентированы именно на бестолково шумящих туристов. Засада вполне намеренно организована столь сумбурно. Пока Веня и остальные свяжут боем охрану конвоя и оттянут на себя внимание охраны и прибывающего подкрепления, Шерман ликвидирует тех, кто рядом, и будет ждать своих подельников во главе с Матинелли. Потом они неожиданно ударят с тыла по тем, кто охраняет кассу, и уйдут в суматохи. А прибывшая на зов подкрепления с авиабазы уничтожит остатки нападавших. А денег-то уже и нет. Все ринутся искать ушедших с казной туристов. А реальные похитители уже вполне легально уходят совершенно в ином направлении. Похожая эпопея Веня и его товарищей по борьбе закончится. И довольно скоро. На какой день назначена акция? Вениамин задумался на мгновение. Смысл моих вопросов до студента не доходил, и целостная картина не складывалась. То, что Шерман их подставил, и я вроде бы хочу им помочь, парень понимал. Но вот могли ли мы оба доверять друг другу, этот вопрос, словно стеклянная стена, стоял между нами. Однако по характеру ответов и их тону я понял, что, хотя полного представления о том, как я смогу перехитрить Шермана, у Вени не было, пока можно рассчитывать на некоторую откровенность с его стороны. Ковырнув носком кроссовки земли у своих ног, студент ответил. Фугасы, комар, ну, Гришка Комаров и его люди, пойдут ставить за день до начала акции. Потом Вовка проинструктирует штурмовые группы, и на позиции уйдут наблюдатели. Думаю, что колонна пойдет через трое суток на четвертые, не считая сегодняшнего дня. Идея, которую я хотел предложить студенту, была очень рискованной для нас обоих. Если провалится Веня, то и я попаду в засаду. И тогда всем планам хана. Но по-иному никак не получится прибыть к месту акции вовремя, чтобы расставить свои фигуры для этой многосторонней партии. Это как раз тот случай, когда в дело вступает случайный фактор под названием везение. Неважно, чье именно, мое или этого голенастого параноика. Главное, чтобы наша пруха перемогла отягощенную карму Шермана и его итальянского подельника. Мысленно поплевав через левое плечо, я осторожно предложил то, ради чего вообще затеял наш с Вениамином разговор. «Скажи мне вот что, студент, ты жить хочешь?» Очкарик сразу подобрался, съежившись в тугой комок. Видимо, неверно истолковал мои слова. Поэтому я медленно поднял руки с раскрытыми ладонями на уровень глаз и успокаивающе продолжил. «Да не дергайся ты! Выслушай без нервов! Если б я хотел тебя допросить, а потом грохнуть, то не разводил бы дипломатию битый час. Такого, как ты, можно за десять минут вытряхнуть. Успокойся, парень. Я сейчас о другом. Засада ваша — это прямой билет всем вам на тот свет, и ты это понимаешь. Но и не идти нельзя, поскольку никто из своих тебе не поверит. Поэтому давай поможем друг другу». Смысл моих слов, видимо, не сразу дошел до парня. Однако через пару минут после того, как я замолчал, он перестал елозить ногами. Разлепив пересохшие губы, Веня подал голос. «Это как?» «Все просто и сложно одновременно». Мысленно я перевел дух, поскольку не был уверен, что парень согласится хотя бы выслушать. «Но если выгорит, лишних смертей не будет, а Шерман получит пулю. Ну, куда это сам сможешь выбрать? Обещаю». «Что я должен делать?» Вопрос прозвучал тихо, но голос очкарика не дрожал, в нем слышалась твердая решимость. «Я узнал эту интонацию. Так говорят, когда идут на отчаянный поступок. Меня подобная мотивация вполне устраивала. Поэтому я вынул стрелянную пистолетную гильзу и протянул Вениамину. Как только саперы получат сигнал к выдвижению на минирование моста, ты возьмешь эту гильзу и вынешь пробитый капсуль. Потом дойдешь до вот этой самой сосны, у которой сидишь сейчас, и спрячешь ее вот в это маленькое дупло. Иди аккуратно, разыграй понос или что-нибудь такое. Пусть все не обращают внимания, когда будешь часто отлучаться. Обязательно проверяй, не идет ли кто следом, а то спалимся оба. Не забудь вложить бумажку с точным временем выхода наблюдателей на позиции. Поясок гильзы не забудь расплющить, чтобы, если дождь пойдет, цедулька не размокла. Воды? Я только в кино такое видел. Сказка ложда в ней намек. Если сумеешь отделить одно от другого, будешь всегда в плюсе. Спрячь подальше гильзу Вени и с Богом шурши до своих, а то хватились уже». Взяв протянутую мною гильзу от ПМ, студент подбросил ее в воздух и, ловко поймав, спрятал в карман куртки. Потом кивнул, и мы поднялись с земли, отряхнули одежду от мелкого мусора и хвои. Не следовало демонстрировать парню свое недоверие. Поэтому я не отсоединил магазин его автомата, а просто незаметно передвинул флажок предохранителя в позицию блокировки. Взяв оружие за ремень, Ваня закинул его за плечо и, взмахнув рукой на прощание, пошел в сторону копий. Размяв затекшие конечности и постояв еще минут двадцать, я сориентировался по компасу и тоже направился к своей берлоге. Контрольный срок уже почти вышел, до его окончания осталось часов десять. Если не вернусь вовремя, то рискую застать базу пустой. Артельщики получили четкий приказ. Если не вернусь, то в положенный срок они уйдут. И я не буду знать куда, что очень удобно. В случае захвата я сначала потяну время, а потом с легкой душой отдам пиндосам уже пустую базу. Серьезный допрос нельзя выдержать. Можно только сопротивляться воздействию. И весьма ограниченное время. Поэтому это всегда так важно время, за которое сведения извлекаются из документов и тем более из живых языков. Сумерки уже переросли в черную, без единого огонька, таежную ночь, когда я увидел знакомую сосну с ободранной в одном месте корой. Оголенный ствол дерева я лично притер землей так, чтобы остался небольшой, более светлый участок желтого цвета. Такой ориентир хорошо виден в темноте, если идти в нужную сторону. Он покажет верное направление. Немного расслабившись и переведя дух, я осторожно переступил на пять шагов вправо от ориентира и на ощупь отыскал старую корягу, под которой были упрятаны сигнальные веревки. Дернув за один шнур два, а за другой четыре раза, я пошел к берлоге, которая теперь совершенно точно была в каких-то двадцати метрах по прямой. Приятно оказаться дома, как ни странно это прозвучало в данных обстоятельствах, но теперь это и есть мой настоящий дом. Россия, 21 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 200 километров на юго-восток от предместий города Кимерова. Точка постоянного базирования партизанского отряда. 6.02 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Стратегический замысел и боевое планирование. В берлоге, которую нам любезно уступил косолапый хозяин тайги, меня ждал горячий чай и скудный ручеек новостей. Михась рассказал о том, что я и так уже выяснил про первый лагерь туристов. Варенуха пожаловался на подходящие к концу припасы. Соль, сахар и крупы даже при урезанном рационе закончатся через месяц. Соль удалось вопрос решить. В шахтах, где мы с Михасим побывали в разное время, сохранились лежавшиеся в комке довольно приличные валуны каменной соли. С другими припасами выходило сложнее, поскольку из всех заготовок нам удалось только завялить килограммов пятьдесят оленины, пуда-два леща и сороги. Да, разложить по пакетам высушенное коренье и травы. Все это было разделено на четыре части и приготовлено к закладке в тайники как неприкосновенный запас. Я лично вызвался отнести последний, самый тяжелый куль Сен-Зе, поскольку нужно было на месте определить, как примерно будет развиваться бой у моста. Сам план Шермана не вызывал более вопросов. Гораздо сложнее выходило то, как нам помешать уничтожению туристов и нейтрализовать Шермана. Пока Варенуха собирал мешок, придирчиво осматривая бурые полоски сушеного мяса и перекладывая их сушеной травой, мы с Михасим сели за карту. Попутно на клочке, непонятно как оказавшейся среди трофеев старой газеты на немецком языке, я делал карандашный набросок. В школе какое-то время я неплохо рисовал, но потом забросил, увлекшись боксом и самбо. Потом дурачился, рисовал карикатуры на друзей, в армии оформлял дембельский альбом, но особых талантов за собой никогда не подозревал. Однако сейчас необходимо было сделать узнаваемый портрет Шерманова подельника, чтобы Мишка его ненароком не пристрелил. Этот тип нужен непременно живым, поскольку именно он может явиться тем ключиком, с помощью которого можно будет пробраться на базу. Виденные там бомберы ни на миг не оставляли моего воображения. Их смертоносный полет должен прерваться. Я решил, что сделаю для этого все. Обсуждение шло трудно, время жестких приказов еще не пришло. Оба моих товарища, по сути штатские люди, находились под еще большим гнетом обстоятельств, нежели я сам. Война для Варенухи и Михаила стала тем прессом, который в тонкий блин раскатал всю их жизнь и мироощущения. От нервного срыва обоих удерживает только повседневное простейшее действие — поесть да поспать. Сколько времени потребуется на то, чтобы окончательно превратить обычных, немолодых уже мужиков в умелых солдат, я даже приблизительно не могу сказать. Пролитая кровь своя и чужая не сделает из водилы или обычного охранника умелых вояк. Все происходит с точностью да наоборот. Рано или поздно они ударятся в меланхолию, а потом дело вполне может дойти и до суицида. Поэтому важно сейчас не требовать и гнуть обоих под себя, а действовать исключительно убеждением. Нужно показывать своим личным примером, что наше дальнейшее существование именно в качестве партизан — это единственно возможный образ действий в сложившейся ситуации. Знаю, со стороны может показаться, что это слишком долго и неэффективно — убеждать доверившихся тебе людей в том, что необходимо действовать и рисковать своей жизнью ради совершенно призрачной, на их взгляд, цели. В самом деле гораздо проще было уйти на восток и, забившись в какую-нибудь глубокую пещеру в горах, промышляя охотой, коротать там год за годом и ждать, как все повернется. Жить тихо, коптить небо и спокойно ждать, что либо наши действительно победят, и тогда можно будет выползти наружу. Либо тихо прожить, если получится, до старости. Выход вполне себе безопасный. Знай, делай короткие вылазки за припасами, да посмеивайся над дураками, непонятно за кого льющими свою кровь. Сражающимися с заведомо более сильным и многочисленным врагом. Но что, если все подумают точно так же и расползутся по щелям, словно паразиты? Значит, нет тогда у нас права называться отдельной нацией. И чем бы то ни было кичиться. Люди, которые не готовы отстаивать честь и свободу, защищать свои дома и тех, кто слабее и сам постоять за себя не может, несомненно заслуживают участи, уготовленные им любыми агрессорами или даже обычными бандитами из соседней темной подворотни. Сейчас Михасий Семенович — это вся моя армия. Все солдаты, которые должны перестать убегать и начать давать врагу сдачи. Но чтобы любой новый бой не выглядел как акт отчаяния и бессмысленное самоубийство, им нужно дать почувствовать, что мы воюем по плану, продуманному на отдаленную перспективу. И в какой-то момент я почувствовал, что этот перелом в сознании партизан наступает. Теперь важно не спугнуть его, дать уйти отчаянию. Пусть на его место придут уверенность и боевой азарт. Только так можно будет побороть то чувство безысходности, которое нет-нет, да и проглядывает во взглядах и речах обоих. Поэтому, стиснув зубы и закаменяв лицом еще больше, я принялся объяснять. Дело шло туго, сомнения у артельщиков были, и не скажу, что это были пустые страхи. Задача, стоявшая перед нами, воистину была грандиозной. Приятелю не нравилось то, что я предлагал. Он горячился и постоянно вскакивал, выходил курить в отдельную коморку, которую мы открыли специально для поклонников зелья. Пахучий дым по прокопанной дыре, выложенный берестой, уходил от берлоги метров на сорок и стелился по дну небольшого сырого овражка, смешиваясь с гнилостным смрадом палые листвы и осклизлого бурелома. Даже в сухую погоду на дне оврага всегда стояла глубокая лужа, метр три длиной. Вода в ней покрыта маслянистой пленкой, выделяемой гниющей древесиной и листьями. А дня четыре назад туда попала ворона со сломанным крылом. Наверняка забралась в заросли, выискивая ягоды или еще какую снеть, но просчиталась. Птица не смогла выбраться на поверхность, запутавшись в ветках топляка, уже подгнивших, похожих на ловчую сеть, и сейчас ее труп примерзко благоухал. Поэтому я не опасался, что нас выдаст запах. А запасы курева были хоть и велики, но все-таки не безграничны. И курильщики нас особо не демаскировали. Зато исчез повод для стресса. И вот сейчас, покурив, приятель вернулся уже почти спокойным. Хлопнув пачкой кишиневские катанки с гордой латинской надписью «Кент» о поверхности оружейного ящика, заменившего нам стол, Мишка снова уселся напротив и продолжил спорить. «Нафига нам влезать в разборку этого ловкача, не пойму. Мы серьезно подставляемся. Даже дураку понятно, что Амеры отобьются, и нам точно не уйти. Сам рассуди. Колонна встанет, сопроводил его, организует оборону и вызовет помощь. От Кимеровской авиабазы подойдет группа. Со станции тоже кто-то подтянется на огонек. Это ж к гадалке не ходи!» «Верно все. Да я особо и не спорю, Миша. Так оно и будет. Тут ты совершенно прав. Но задача у нас другая, нежели у Шермана, и тем более у пионеров этих с трофейными пушками. Если все получится, как я задумал, то и мы уйдем, да и ребятишек сможем увезти». «Это как?» Мишка снова начал горячиться и принялся тыкать за скорузлым пальцем в карту, царапая ламинат. «Плащом невидимкой их укроем, что ли? Сам смотри. После моста идет прямой километровый участок грунтовки, который Амеры укрепили стальной сеткой и чуть ли не заасфальтировали. По обеим сторонам дороги подлесок вырублен. На 10 метров туда и сюда даже травы нет. Дальше идет поворот, но не крутой. Можно проскочить на скорости. Фуры у пиндосов мощные, с броней на кабине, двигатель тоже от пуль прикрыт, водилы опытные. Это значит, скорость они будут держать под тридцатку, может чуть меньше. Даже если рвануть фугасы, пулеметы никто не отменял. И по наступающим они точно не промажут. В вырубке тоже толком не укрыться. Любой окоп причешут из гранатометов на турелях и похоронят тех, кто там укроется. Их пушки мощнее наших АГСов. 40 миллиметров против 30. Это не баран чихнул. Да мало ли чего они еще с собой тащат. Разведка у салаг фиговая. Они запросто могли все не углядеть. Мы их только рассмешим, но не остановим надолго. Прячу улыбку, я немного выждал, чтобы приятель остыл и выговорился. Но Михайс, видимо, сказал все, что хотел, и теперь, победно глядя на меня, с изрядной долей превосходства, молча мял в пальцах очередную сигарету. Все им сказанное, несомненно, имело место. Однако Мишка не знал, что в свое время мне пришлось озаботиться проблемой организации засад в современных условиях. Повезло мне в том плане, что имея кое-какой личный опыт в непростом деле охраны и охоты на транспортные колонны, я успел завести нужные связи. Нет, в Штаты и всякие там Англии ездить не доводилось, но вот уехавших на Запад друзей, нашедших счастье только на военной службе в тех краях, было предостаточно. Друзья эти приезжали в гости, мы вели оживленную переписку, и мне удалось получить довольно полные сведения о том, как принято охранять и нападать на конвой в странах вероятного противника. Многое удалось узнать и об амеровской практике провода колонн. Нужно сказать, что изменилось очень многое, но все же слабых мест хватало и у штатовцев. Придвинув к себе карту и отхлебывая чай с чудом выжившей походной эмалированной кружки, я начал излагать суть зародившегося уже давно плана. «Уж когда ты прав, тогда прав. Но раз нам не дали спланировать все самим, то давай попробуем определить нашу конкретную задачу и ее решение. Прежде всего, уничтожить конвой хочет шерманса-товарищи. Это их задумка — огрести бабло и подставить туристов. Согласен, наскакивать на большой конвой в опасной близости от двух крупных скоплений войск противника — это глупо, но мы и не будем никого уничтожать полностью. Этот бой просто нужно прервать вовремя и отойти. Полная победа в подобной заварухе — это покуда непозволительная роскошь. «Мы трое ничего толком предпринять не сможем». Мишка снова беспокойно завертел сигарету в пальцах и подался вперед. «Подставимся и все. Прихлопнут парой выстрелов из гранатомета. Если действовать с умом, то есть отличный шанс стопорнуть подкрепление, заткнуть на какое-то время конвойных бурлаков и быстро уйти. Будем рассчитывать, что туристов причешут не сильно. И тяжелых раненых, которых подтащим, будет не слишком много. Меньше всего хочется добивать своих. Смотри сам. Вертушки стрелять по нападавшим не станут ни с чего крупнее пулемета. Ракетами работать им не с руки. Конвой тащит боеприпасы, а дистанция боя предвидится пистолетная — это примерно 20-50 метров. Само собой, пулемет — это тоже плохо, но шанс уцелеть будет, если вовремя скомандовать отход. И это одна из наших первостепенных задач. Местность нам в помощь. Если посмотришь внимательней, то укрыться отступающим есть где. Справа густой лес, а по левую сторону дороги — цепь плоских лесистых холмов. Все, что нам придется сделать, это по возможности свалить или хотя бы отпугнуть одну вертушку, заткнуть танковое оружие конвойной группы да отсечь минной закладкой мангруппу, которая пойдет только от авиабазы. А поскольку мост будет считаться небезопасным, с той стороны подмогу пускать не рискнут. Одного фугаса мало! С удовлетворением я отметил, что тон приятеля изменился. Суть задумки становится ему ясна. Даже если по обочинам мин накидаем, саперы закладку могут вскрыть. А мы не будем шиковать! Я повернулся к закончившему трамбовать мясовой ренухе, который тоже присел к столу. — Семеныч, у нас бензин, что ты с машины сливал, еще остался? За прошедшие недели бывший водила похудел. Его фигура стала поджарой. Щеки ввалились, глаза смотрелись недобрым прищуром, отчего безлобный раньше хитрован дальнобойщик стал похож на заправского вояку. Но стоило ему заговорить с кем-нибудь из нас, как голос снова становился мягким, а морщинки у глаз разглаживались. Сейчас варенуха с готовностью кивнул, указав на один из наших схронов на карте. — Вот туточки четыре десятилитровых канистры спрятал. Закатив к потолку глаза, водила нехотя добавил. — Там еще масло машинное было в кабине. Я тоже припрятал, мало ли что. Где-то на заднем плане мысли, что водила ободрал брошенный грузовик как липку, все время маячила. Поэтому я одобрительно кивнул, привстал и достал из дальнего угла комнаты небольшой кусок алюминиевого лома. Алюминий — ценный металл, когда дело касается взрывчатки. С детства на его основе смастерил не одну самодельную бомбу. И когда мы бросали грузовик, я открутил несколько алюминиевых деталей, благо в машине такого добра навалом. А рюкзак они особо не утяжелили. Затем, порывшись в вещах, извлек на свет два куска хозяйственного мыла и напильник. — Будем варить напалм, товарищи! — артельщики непонимающе уставились на выложенные перед ними предметы. Михась взял в руки кусок мыла и зачем-то понюхал. Потом, поморщившись, отложил его в сторону и снова вопросительно уставился на меня. Удивил водила. Семёныч молча взял кусок старой, непонятно как попавшей в берлогу газеты, алюминиевую запчасть и напильник. Через мгновение он уже размеренно крошил белые, тускло поблёскивающие опилки на бумагу. — Миша! — я подвинул к приятелю куски мыла. — Бери ножик и начинай распускать мыло на мелкую стружку. Смотри, кусков не оставляй. Делаем для хороших людей. Нарекания в случае чего нам свинцом выпишут. А я пока расскажу, что делать будем. Передвинув карту в центр стола, я начал чертить схему, попутно поясняя для артельщиков их задачи. Работа предстояла титаническая. Всего в три персоны нам нужно остановить подкрепление, помочь туристам с охраной колонны и, самое главное, нейтрализовать предателя, которому отчаявшиеся люди безоговорочно доверяли. Медленно, тщательно проговаривая слова, я заговорил снова. — Виталий Семёныч, ты у нас будешь в засаде сидеть. Как бы кругом ни стреляли, не высовывайся. Себя не обнаруживай. Твоя задача будет остановить подмогу, которая к каравану пойдёт. — Эээ, а я сумею. Их ведь шибко много придёт. Ну, положим, даже и с пушкой своей буду. Но они же на броневиках. — Стрельнуть, конечно, придётся, но немного. Должно хватить пары коротких очередей, патронов на пять. Я, скрывая улыбку, провёл две параллельные линии вдоль участка дороги, начинавшегося сразу за поворотом, после прямого участка, идущего от моста. Судя по карте, раньше с обеих сторон лес подступал к дороге почти вплотную. Но после обустройства остались только груды бурелома. Завалы мёртвой древесины и сухого кустарника выселись на выбранном мной участке метра на полтора и тянулись почти на три с половиной сотни метров. — Ты сядешь справа от дороги, метрах в трёхстах от завалов. Возьми одну из трёх плоских высоток на юго-востоке от дороги. Сесть бы тебе чуть далее, но проводов не хватит, придётся рискнуть. Хотя место там нормальное. В секторе обстрела окажется весь участок с завалами, это почти 180 градусов. Держи связь с Михаилом. У него будут запасные провода от фугаса. Радиоподрыв на случай глушения сигнала и прозвона детектором. — Исключаем. — И как тогда я с дедом свяжусь? Голос Михаси уже не был таким задористым. Ему стало реально интересно, как это всё будет работать. Заткнув одну сигарету за левое ухо, приятель подался вперёд безотчётному соля в пальцах другую. — Да никак, если придётся. Я уже не улыбался. Этот вариант был на крайний случай. — Ты должен сидеть тихо, но позицию выбирай, чтобы заметить подкрепление на подходе. — Нас всего трое, мужики. Придётся изворачиваться, по-другому никак. — Миша, твоя основная задача — караулить Шермана и итальяшку. Как только Амеры выйдут в тыл к группе прикрытия, в которой будет этот испанец, вали их наглухо. Но Шерманова знакомца ни в коем случае не трогай. Можешь его подранить, но чтобы кровью не истекал. Он нужен мне живым, это обязательно. Винтарь-то выдержать нормальную работу не подведёт? — Приятель обиженно засопел. Мои подначки, касавшиеся винтореза, Мишка очень не любил. Вот и сейчас он только махнул рукой. Мог, выдержит, не зуди. И ничего больше не сказал. Отпив из кружки добрый глоток уже остывшего чаю, я продолжил. — Ну, стало быть, так и порешим. Значит, задача такая. Выпасай наёмников. Ну и на дорогу поглядывай. Семёныч сам должен фугас подорвать. Просто страхуй его. Фугас поставим на вершине пригорка. Это пиковая точка спуска. Я загодя норку пророю, травой забью, а землю утащу подальше. Когда досматривать станут, ничего заметить не должны. Это я гарантирую. Машины у Амеров идут парами или тройками с разрывом в 30-50 метров между связками. Как увидишь, что первая тачка минует пригорок, рви. А ты, Семёныч, под звуки взрыва дай две очереди по бурелому, где я ориентиры выставлю. Старайся подгадать, чтобы звук и вспышку засечь не успели. А то чесанут из всех стволов, и полетят от тебя клочки. Пару сосенок срублю, верхушки в бурелом загодя воткну. По ним и чуть ниже бей. Для этого нам напалм и пригодится. Ветром дым будет на дорогу сносить, Амеры прорваться сквозь огонь не смогут. Пока разберутся, пока тебя выцелят, уйти и успеешь. Про места сбора позже поговорим. Сейчас о главном. — Ловко! — Варенуха, обхватив заросший щетиной подбородок красно-бурой пятерней, уставился в карту и что-то прикидывал. — Пожалуй, спекутся они. Духовку ты придумал, атаман. Напалм может в любую сторону пойти. А как тайга загорится, то в суматохе не до нас будет, это точно. — Может и загорится, а может и нет. Главное, что красного петуха получить никто из караванщиков не ожидает. Парни тут воевали в пустынях. Может, есть те, кто отметился в Косово. — А если кто в Чечне был, это ты не учел? Мишка не применил вставить свои пять гривен, но я отрицательно помотал головой. В принципе, оно, конечно, может быть и так. Однако начальник разведки туристов клятвенно заверил, что за провод каравана отвечает кадровая часть. А значит, все спецы, имеющие боевой опыт, из массовиков. То есть тех, кто в российских заварухах участия не принимал. Как максимум, это те же ветераны ближневосточных войнушек, последние из которых все еще тлеет. Иранские повстанцы после превращения двух третей собственной страны в радиоактивную пустыню до сих пор охотно гадят Амером. Но условия там радикально отличаются от наших. Большие открытые пространства, минимум растительности. Поэтому тут Амеры наверняка действуют шаблонно. И основной упор в мерах безопасности сделан на поиск мин и управляемых фугасов. Но даже тут все осложняется, поскольку искать мины и фугасы на открытой местности, да еще песчаной, это совершенно другой калинкор. По материалам, которые мне попадались в мирное время, я вычислил, что открытое пламя, неконтролируемый лесной пожар и прочие природные катаклизмы — это малоучитываемый фактор при их боевой подготовке. Современных солдат натаскивают только на ситуации чисто военного характера. Стихийный огонь их, несомненно, отвлечет и дезорганизует, пусть даже на короткое время. Если в караване нет наемников, а их там нет, то шарящих в наших реалиях Амеров из регулярных частей можно в расчет не брать. Солдаты хоть и обученные, но наших условий еще толком не знают. Тут не город, где они смогут с нами тягаться, и не пустыня, тайга кругом. В любом случае, наш план это предусматривает. Шумнем, запалим бурелом, который они еще не успели убрать, и в суматохе уйдем. Это вполне осуществимо, справимся. Кроме того, не забывайте, шермановы подельники из частной охранной конторы. Не думаю, что они рискнули бы идти против в своих коллег. Их главная забота и анонимность — риск быть опознанными. Они могут напасть только на регулярную часть, прячась за спинами туристов. Ты главного не забудь. Итальяшку насмерть не застрели. Помни об этом, Миша. Мои слова на приятеля особого впечатления не произвели. Но возразить было нечего. Он тряхнул головой и снова убежал курить в нору, забрав с собой вполне узнаваемый портрет Матинелли. Мы с Варенухой собрали мешки с припасами, один из которых нести предстояло мне, а два других — потащит он и мехась. Предстояло обновить и закладки в схронах, а также пополнить запас патронов и гранат. Печь и прочий скраб уже стояли в разобранном состоянии, их предстояло убирать, поскольку после громкой акции на трассе базу непременно придется оставить. Я уже присмотрел горный массив юго-восточнее Новосибирска, куда от нашей теперешней базы идти было недели две. Там, по моим сведениям, имеются разветвленные системы пещер, сообщающиеся между собой посредством длинных галерей и русел подземных рек. Последнее обстоятельство было особенно ценно из-за того, что численность отряда, скорее всего, сильно увеличится. Немаловажной деталью будут легко и тяжело раненые. В сложившихся обстоятельствах я не могу позволить бросить даже самых безнадежных из пострадавших. Люди, вливающиеся в отряд, будут внимательно присматриваться, и в первую голову нужно успокоить тех, кто будет ходить на боевые. От каждого я буду забирать по максимуму от их сил, включая физические и психические. Когда смерть косит народ миллионами, нельзя пренебрегать любой помощью. Поэтому все они должны будут помнить, что командир их не бросит, как бы безнадежно не было положения любого бойца. А воевать так или иначе я заставлю всех, от мала до велика. В лес выйти удалось спустя час после того, как я в мелких деталях расписал план по спасению туристов от подставы, организованной Шерманом. Теперь я направлялся на восток, к тому самому мосту, где в скором времени нам предстоял первый серьезный бой. Почти открытое столкновение с захватчиками. Нет, само собой, ничего эдакого измысливать не пришлось. Старые, проверенные способы, которые решено было применить сейчас, уже более 60 лет назад применялись нашими предками. Дед много рассказывал про такие штуки. Даже показывал кое-что. Ветеран, прошедший сначала Финскую войну, бивший японцев у Маньчжурского озера Хасан, а позже еще долгих шесть лет, сперва воевавший с немцами, а после вылавливавший их последующей в Беларуси. Он много умел. В свое время я много интересовался живой историей, жадно впитывал крупицы реального опыта, добытого ценой немалой крови. И, как выяснилось, не зря я запоминал и учился. Хотя в благополучные, такие щемящие далекие советские годы это казалось оттавизмом. Модное слово «Напалм» многие знают из газет проамериканско-вьетнамскую войну. Хотя варево это было известно задолго до тех времен. И наши военные, а особенно партизаны, использовали зажигательную смесь с первых месяцев войны. Мне предстояло прокопать две неширокие канавки вдоль неубранных линий бурелома и залить их горючей смесью. Трофейная складная лопата для таких дел не годилась. Поэтому я в сотый раз поблагодарил судьбу за подвернувшуюся на складе наемников нашу малую саперную лопатку с деревянной ручкой. Кромки ее штыка я правил при каждом удобном случае. Поэтому сам процесс рытья узких, но глубоких канав особых проблем не доставит. Смесь готовится за несколько часов. Это проделывать тоже не в новинку. Рецепт, по которому мы будем варить горючку, сработает даже в сырую погоду. Хотя, само собой, будет больше дыма. Но это тоже неплохо. Задымление нам только в плюс, если части из резерва. Дым забьет их устаревшие лазерные указатели на винтовках, исказит перспективу. Мелочь, но приятно. Миновав последнюю полосу, где стояли сигнальные нити, я накинул капюшон куртки и превратился в обросшее листьями существо, окончательно потеряв всякое сходство с человеком. Со стороны я был очень отдаленно похож на извалявшегося в листве на травяной трухе средних размеров медведя. Но и это сходство тоже весьма и весьма приблизительно. Стоит ступить под сень поросших мхом огромных лиственниц и достающих до пояса зарослей кустарников и замереть без движения, сразу превращающиеся в невидимку. Особая мась позволяла обмануть даже чутких к запаху человека зверей, вроде косули мелких грызунов. Смешанная с глиной, такая мась покрывала открытые участки тела и обувь, тоже перемотанную трепьем. Трепье скрывало рисунок протектора ботинок, плюс не отпугивало зверей незнакомым запахом. Поэтому даже опытный следопыт не сразу отыщет мой след. А не слишком опытный вообще пройдет мимо. Следы же зверей и людские отпечатки ног я читал словно открытую книгу. Стоп! В траве мелькнула блестящая узкая ленточка. Кто-то спугнул ползшего по своим делам мужа. Присев на корточке, я скрылся в густой высокой траве, словно нырнув на небольшую глубину. Это не зверь, даже с охатой не спугнет безобидную змею. Коли не мчится, сломя голову, спасаясь от пожара, а в воздухе гарью совершенно не пахнет. Значит, уж убегает от какого-то крупного хорька, но мельче медведя. А это может быть только человек. Зверье обычно ладит между собой, чует присутствие друг друга, и потенциальная добыча загодя уходит с пути охотника. Но если это человек, животное особо не осторожничает. Как мы, не опасаясь быть понятыми, свободно говорим в присутствии иностранцев на родном языке. Звери тоже большей частью полагают, что мы их не понимаем. Поэтому не слишком таятся. Присев так, что на верхушках кустов остались лишь узкие прорези маски и макушка, увитая бахромой узких лент и пучками травы, я всмотрелся в небольшой просвет между деревьями справа. До черной прогалина было метров двадцать, и, судя по всему, там проходила звериная тропа. Мысленно сверившись с картой, я прикинул, что тропинка ведет к водопою на речной отмели. Раз змея уползает оттуда, то я уже почти на месте. Звери не торят дорогу к воде, если до нее меньше полукилометра. Прикинув расстояние, я понял, что до переправы, где будем устраивать акцию, рукой подать. Но все портил этот непонятный чужак или чужаки, ошивающиеся сейчас совсем недалеко. Чуть привстав, я двинулся влево, обойдя тропу по неширокой дуге. Миновав небольшую полянку, нырнув в густую тень, отбрасываемую деревьями, и перетекая в низкой стойке от дерева к дереву, двинулся вдоль речного берега, не пытаясь выяснить, кого же испугался уж. Если наши пути не пересекутся, я найду следы чужака позже на обратном пути. Сейчас времени не так много, с учетом того, что еще следует открыть свою часть компонентов к смеси и до того, как стемнеет, принести горючее на базу. Вдалеке за спиной раздался резкий сорочий крик. Пришельцы уходили с тропы и забирали круче на запад, в район расположения авиабазы. Кто бы это ни был, выучка у них без сомнения имеется. Шумели они не как штатские, а скорее как приезжие. Иными словами, с лесом люди без сомнений знакомы, но ходили по нему без знания местных условий. Сейчас незнакомцы уже ушли на три сотни шагов, и наткнуться друг на друга нам уже не грозит. Распрямившись, я побежал легким шагом, избегая близко ставить ноги. Ширина шагов должна быть больше обычной, чтобы реже задевать стебли травы. Спустя два часа беспрерывного бега пришлось остановиться. Лес закончился, уступив место расчищенной голой полосе выжженной земли. Присев у ствола, опалённой искусственным пожаром сосны, я внимательно осмотрел открытый участок дороги. Вынул карту, прикинул расстояние до моста. Смекнул, что оказался в полукилометре от завалов, где планировалось поджечь валежник. Река была по правую руку, восточнее, значит, дорожная развилка слева, метрах в семистах отсюда. Приглядевшись к покрывавшей обычную грунтовку металлической сетки, я понял, что машины тут не проходили уже часов шесть, а может и все десять. Глянув на часы, прикинул время, которое уже потрачено, и решил пойти сначала к перекрёстку. Такое у меня непреложное правило. Если есть возможность, следует хорошо изучить место акции. Сейчас как раз такой случай. На доразведку удалось выгадать аж сорок минут. День выдался солнечный, по высокому небу, сочной синевы, ползли белые барашки облаков, солнце уже перевалило полуденный рубеж и висело прямо над головой. Перейдя на бег, я через десять минут оказался у дорожной развилки. Свалил в вырытую под корнями чахлой берёзки яму основную часть груза и с облегчением вздохнул. Карабкаться наверхотуру с заплечным мешком — это уже слишком. Немного поискав глазами подходящее дерево, выбрал высоченную ель, вымахавшую почти с пятиэтажный дом. Примерившись, я подтянулся и рывком забрался на толстый нижний сук. Спустя ещё пару минут я уже был на уровне крон остальных деревьев. И выше подниматься не стал. Такое высокое дерево — прекрасный ориентир для вражеских наблюдателей. На фоне остальных деревьев мою позицию уже нельзя обнаружить ни с воздуха, ни тем более с земли. Через трофейный прицел местность отчётливо просматривалась в глубину на 700 метров окрест. Переправа и мост, а также завалы на подъёме грунтовки теперь видны как на ладони. Завалы тянулись вдоль обочин дороги. Чуть ближе на юго-западе просматривались глубокие колеи, оставленные дорожной техникой. Пошарив прицелом по иссечённой просеками тайге, самих машин я не обнаружил. Скорее всего, всю технику бросили на строительство авиабазы и обустройство инфраструктуры железнодорожного узла. Обустройство полосы безопасности бросили на середине. Может быть, что-то не срослось по срокам. Партизан, как первоочередную угрозу, похоже, никто не рассматривал. Что радовало. Дорога оказалась наезженной только по направлению от авиабазы к станции. От вилок, ведший к кимеровскому отрезку грунтовки, был совершенно разбит гусеницами танков и уже давно заброшен. В углублениях дорожной колеи зацвела вода, глинистая почва покрылась сухой коркой, кое-где выступили соляные разводы. Похоже, что оставшееся от города пепелище никто обустраивать не собирается. Я уже принялся нащупывать ногой ветку внизу, чтобы спускаться на землю, как со стороны станции послышалось отдаленное жужжание, постепенно перерастающее в глубокий звук моторов. Замерев на месте и повернувшись корпусом вправо, я внимательно присмотрелся к участку грунтовки, откуда доносился звук. Над деревьями поднимался шлейф белесой дорожной пыли. Через пару долгих мгновений у переправы показалась первая машина, а затем еще и еще. Вытянувшись многосуставчатой металлической змеей, через мост перевалила воинская смешанная колонна. Впереди шустро скользили две однотипные трехосные машины странного вида. У первой был плоский приземистый кузов, башенка с пулеметной турелью, вместо триплексов — только небольшой приплюснутый колпак, прикрывающий блок оптоэлектронной системы над турелью, и ни единого следа бронекапсула экипажа. Ушедший следом все было точно так же, за исключением того, что вместо пулемета в передней полусфере был смонтирован прямоугольный шестиствольный пусковой ракетный контейнер. Это были боевые дроны, вроде тех, что показывали иногда по ящику. Только машины, которые сейчас перескочили через мост, были размером чуть меньше обычного «Хамви». Они несли на себе, помимо навесного вооружения, сегменты активной защиты, бугрящиеся в наиболее уязвимых точках кузова. Броня закрывала вместилище боекомплекта, двигатель и, по-видимому, узлы шасси. Низкий и короткий силуэт удачно помогал дрону прятаться в складках местности. Уничтожить такую машину с помощью мухи или обычного гранатомета будет непросто. Нужен прямой выстрел с короткой дистанции. Лучше сбоку и желательно с возвышенности. В свое время приходилось читать про тактику вскрытия засад с помощью вот таких колесных роботов. Они не выдержат атаку с воздуха, весь обвес рассчитан именно на нападение с земли. Внимательно рассмотрев оба дрона, я прикинул, что подбить их можно с сотни метров, но это критический максимум. Те, кто пойдет против роботов, фактически смертники. Их расстреляет основное охранение после первого же залпа. Однако другого способа вывести из игры новую выдумку вражеских конструкторов пока нет. В любом случае, атаковав такую танкетку, нападавшие вскроют свои позиции для основного охранения. А дрон можно позднее и починить. Пропускать их тоже нельзя, ведь дроны вступят в бой, повинуясь командам операторов, находящихся, может быть, даже в той же Америке, где-нибудь под защитой десятка метров армированного бетона. Поэтому засаду нужно будет растянуть, выведя группу истребителей дронов в отдельную, отстоящую от основных сил, боевую единицу. Сделав мысленную поправку в блокнот диверсанта, я продолжал наблюдать, но более ничего интересного не происходило. За дронами на высокой скорости проскочили два Хамви с полными экипажами и стрелками в забранных бронесчетами турелях. Те бдительно вертели головами в громоздких шлемах с микрофонами у рта. Чуть медленнее мост миновали три крытых брезентом грузовика под завязку загруженных. Следом степенно проползли два ображки. Все в листах активной защиты и задрайными люками. Танки напоминали бесхвостых броненосцев. Но все же кое-что примечательное я увидел. Камуфляж техники. То был неясный дрожащий рисунок. Неясный узор плыл и переливался, от этой чехарды заребил в глазах. Термооптический камуфляж. Так вот какой-то северный олень. Про подобное покрытие, делающее технику практически невидимой, слышать уже приходилось. Якобы нечто подобное планировали дать неким специальным подразделениям. Однако тонкая пленка, состоящая из мельчайших светоотражающих нитей, потребляла слишком много энергии. Плюс теряла свои свойства при попадании пули и осколков. Глючила от близких разрывов снарядов и гранат. Но в случае с такой махиной, как Абрамс, дополнительное электропитание, скорее всего, не проблема. Вот они и щеголяют новинкой. Следом проскочило еще два грузовика, но внутри явно были люди. Машины не проседали под тяжестью груза, да и поднятая в скатку на крышу горловина брезентового тента точняк для пехоты. Сюрприз поджидал в конце. Приседая на ухабах, за грузовиками пылил еще один Хамви, но ярко-желтого цвета, с хромированной решеткой радиатора и массивным бампером в том же исполнении. На крыше высился ряд противотуманных желтых фар, чередующийся с мощными обычными осветителями. Тонированные стекла тускло блестели в ярких лучах солнца. Джип, словно бы к горцу и на неровностях, важно съехал с моста на дорогу. Следом шли три обычных армейских машины, смотревшихся бедными родственниками, рядом с тюнингованными по неведовой мне моде желтым монстром. Караван величаво прополз мимо, а я думал лишь о том, что против нас все это время стояла не отдельная страна. Или даже две. Против России, наконец, открыто выступила вся западная цивилизация. Не хватало у иностранцев терпения обратить в свою веру молодежь, неохотно забывающую родной язык, пусть даже коверкая его порой до неузнаваемости. Поступки русских, образ их мышления, так и остались непостижимыми. И оттого сделались еще более ненавистными новым хозяевам мира. Пусть иногда одетый в пестрые тряпки и непонятно говорящий подросток казался уже переделанным своим и неопасным. Но стоило такому субъекту на минуту остановиться и задать себе пару важных для любого русского вопросов, как шелуха слетала. Такой русский инстинктивно находил верный путь и правильные ответы. Либо умирал, но прежним, туповато послушным, уже не был. Нечто глубинное, запрятанное в генной памяти, поднималось к поверхности, ломая чуждые установки, сминая воздвигнутые хитрыми дизайнерами душ преграды. Уничтожить такого человека, оставить от него горстку праха — вот единственный способ победить русского. Это поняли давно, и, как всегда, самую рациональную формулу вывел король Пруссии Фридрих Великий, сказавший, что русского нужно сначала застрелить, потом проткнуть его сердце штыком и для верности отрубить голову. Якобы король видел, как русские гренадеры с простреленной грудью, не единожды проткнутые штыками, вставали и дрались. Конечно, это преувеличение, но, судя по нашему небольшому отряду и бестолковым туристам, не совсем безосновательное. Любым телом движет дух. В данном случае нечто дремучее, словно пришедший из глубины веков мотив непонятной песни. Я часто ощущаю в себе и тех немногих уцелевших, кто прошел со мной старые, почти забытые сейчас войны, этот бередящий душу мотив. Он похож на музыку без слов. Торжественный, досовитый напев, почти неуловимый. Если пытаться осмыслить его рационально, исчезающий совершенно, но понятный, стоит только идти за мелодией, не задумываясь. Мотив звучит, как грозовые раскаты, оглушающе и величественно. Но слышишь его только ты. Он зовет, бередит душу, заставляя страх смерти на какой-то миг отступать. А после ты с презрением смотришь на любого врага, каким бы страшным и непобедимым тот не казался первоначально. Помимо отчаянной злости появляется, словно бы, невидимый щит и стойкое убеждение, что даже смерть не может быть страшнее бесчестья. И если врага невозможно победить, то, по крайней мере, можно поквитаться. Может быть, это глубинное родовое начало хотели истребить агрессоры, тратя миллиарды трупно-зеленого ковра денег с ликами благообразных господ со злыми глазами, надменно вздернутыми подбородками, в напудренных париках и старомодных костюмах. Нет, иностранцы всегда были излишне прямолинейны. Бессознательное и иррациональное в их миропонятие не укладывается. Они просто решили перезаписать целый народ. Глупая, затратная идея, способная сработать, ну, может быть, только на своих, схожих по ментальности. Однако вера в свой метод — великая штука. Сначала нас пытались заставить забыть, уничтожая саму сущность родовой памяти, извращая историю, подменяя понятия. Неправ будет тот, кто говорит, будто бы народности с древних времен перемещались, и теперь только кавказцы помнят, кто они и откуда. Есть еще нечто более тонкое, сидящее в каждом человеке глубже самого первого детского воспоминания. В моменты опасности память предков просыпается, и тогда любой осознает, кто он. Именно осознает, потому как память предков — это зов крови. Эта величина абстрактная, потому аналитики агрессоров ее никогда в расчет не принимали. И зря. Когда же выяснилось, что ничего толком не выходит, решили, что давнишний способ, предложенный прусским королем, будет намного дешевле. И случилось событие, последствия которого я сейчас наблюдаю. Можно сказать, из губернаторской ложи. Хвост колонны миновал участок дороги напротив моего дерева, и в довершение абсурдности происходящего пассажиры желтого джипа врубили динамики, вмонтированные куда-то в радиатор их машины. А лайк ту мувит мувит. Хриплый голос исполнителя, с наручным ямайским акцентом, начитывал примитивный текст под жесткий пульсирующий ритм. Словно вороний похоронный грай, каркающий речитатив эхом разносился по пустынному лесу, замирая в самой глухой чаще, превращаясь в неразборчивый хрип. Машины уже скрылись за деревьями, когда я отпустил наконец-то крепко стиснутую до этого момента ветку дерева, спрыгнул и, уняв нервную дрожь, побежал к схрону. Песня подняла в груди мутную волну с трудом сдерживаемой ярости. Лишь невероятное усилие воли удержало от того, чтобы не пальнуть из подствольника в окно пижонской машины. Сами оккупанты не вызывали такой ярости, как совершенно обычная, да еще жутко старая песенка. Просто после всех увиденных зверств мне казался диким сам факт исполнения мирной песни. А еще точнее пришло понимание того, как относятся к этой войне пришельцы. Они методично, словно уличные уборщики, вычищают мусор, попутно занимаясь своими обыденными делами. Жившие тут люди не ассоциируются у агрессоров с существами, обладающими разумом. Пропаганда не звела нас до некого подобия обрывков оберточной бумаги и пустых картонных коробок. Чудовищность происходящего была столь убийственна в своей простоте и функциональности, что я вновь захотел убить всех амеров, до кого смогу дотянуться, не выписывая больше хитрых тактических кренделей. Отчаянием. Его следует избегать любой ценой. Безрассудный шаг, который враг сам подталкивал нас совершить, и из-под валь, проводя подобную мысль в книгах, фильмах и речах непонятных бывалых с просторов интернета. Послушать их так все очень просто. Враг силен, и лучшее, что можно сделать, это броситься на единственном истребителе в бой, скомандовать остатком своего взвода рвануть в атаку на вражескую мехколонну. Или еще того чище, попытаться запустить ядерные ракеты, вверенные некому полку стратегических ракетных войск. Далее по списку. Одинокий линкор, одинокая подводная лодка, два-три танка и прочая билиберда. Подобная чушь часто выдается ее авторами за некий единственно верный во время оккупации шаг. Безусловно, это очень эффектно — броситься в последний бой и дать врагу расстрелять себя издали или потопить. В случае с ядерными ракетами шуму может вообще не произойти. Их собьют и довольно быстро. Но даже если рванет какой-нибудь город Хьюстон, штат Техас, заодно с калифорнийской Санта-Барбарой, ничего кардинально не изменится. Враг еще больше сплотится вокруг своего правительства и легко уничтожить тех, кто своими руками уничтожает свой единственный шанс на победу. Я же считаю, что если посчастливилось уцелеть самому, изберечь технику, ну поищи ты таких же везунчиков. Укройте технику и подумайте, как следует воевать. И делать это сколь угодно долго. Ведь в конечном итоге тебя пять лет учили в институте. Потом худо-бедно гоняли по полигонам. Неужели все это ради того, чтобы ты, словно загнанный, ведомый слепым инстинктом зверь, пер на флажки прямо под выстрелы охотников? Да, не спорю, это проще и эффектней. Тем более не выглядит как поступок малодушного или труса. По-гусарски угробить пару янкисов и наверняка всех тех, над кем тебя Родина поставила командиром, это сто пудов геройский поступок. А главное, все укладывается в два пути, избранных для покоренных народов хитрыми американскими мудрецами. Они из-под воль готовят нам развилку, где предполагается, что отчаявшаяся часть уцелевших боеспособных частей разбредется неорганизованной массой и будет уничтожена специально выделенными частями. Другая же, состоящая из менее боеспособных, но сугубо гражданских лиц, ударится в мародерство и попрячется по лесам и пригородам. Я с удивлением читал целые трактаты о том, как можно выжить в лесу, питаясь подножными кормами и выделывая одежду из шкур или прятаться в городских развалинах, грабя магазины и менее удачливых товарищей по несчастью. В обоих случаях ограниченное число вариантов поведения и схематичный набор действий. А главное, это закладывается в тренинг контингента оккупационных войск. Просчитываются способы уничтожения таких вот счастливчиков. Если и встречаются толковые идеи, то они хоронятся под тоннами идиотской чепухи, вроде путешествий во времена Великой Отечественной войны. Но там геройствовать легко. Враг и его действия давно известны, а тактические ошибки наших дедов обсосаны на множестве тематических форумов. Даже снято несколько разной степени паршивости фильмов. Авторы этих фантазий забывают, что и без их, порой наивных да смешного, а чаще всего откровенно глупых советов, наши предки уже победили. Как человек, плотно общавшийся с ветеранами той большой войны, я не рискнул бы там, в то лихое время, что-либо советовать и указывать, как бить врага. Они и так умели драться. Причем, как выясняется, гораздо лучше, чем почившие сейчас в остекленных воронках советчики. Их главным оружием была не только техника, а в первую очередь неколебимая вера в то, что их, правда, сильнее правды пришедших незванных агрессоров. Кто из современных теоретиков смог бы высказать ветеранам хоть половину лжи и измышлений, которыми эти все знайки пробавляются между собой. Вот так встать и глаза в глаза рассказать этим простым рабочим той войны, что они где неправильно воевали. Уверен, просто не достало бы духу. Настолько все измельчало в душах искалеченных ветрами перемен людей, стыдливо называющих свою великую страну бывшей СССР. Отдав ее просто за красивые фантики и стеклянные бусы хитрым иностранцам, они отдали вместе с гербом и знаменем свою свободу, личное достоинство. Пришедший сейчас с оружием наперевес враг уже тогда наполовину победил, отняв у людей их правду. А без правды нет победы. Никогда эта капризная дама не покоряется тем, кто не верит в то, что он прав. А мир и ловко подсунули ослепшим русским идею мародерства, потакая всему низменному, а конкретно шкурному инстинкту, старательно вытравливаемому целых семьдесят лет. Самое главное — это увести людей от того, что они реально должны делать, как вести себя. Ни один бывалый не учит своих последователей, как воевать с захватчиками. Мол, это дело безнадежное. Пусть девают те, кому не западло, а мы будем сидеть в землянках и в шеи давить, а потом выйдем и обдерем то, что оставили хищники покрупнее. Почему не глупые, вроде как взрослые мужики, отслужившие в армии и имеющие какой-никакой жизненный опыт, так легко ведутся на эти россказни? Это так и осталось для меня загадкой. Хотя вот он, выход. Думай головой, откажись умирать и тупо ныкаться по щелям. Взять в руки оружие, дать залетевшему в твой дом вору жесткий отлуп, защитить тех, кто сам это сделать не может. Но только с умом. Пусть на обдумывание и планирование уйдет время. Однако так можно бить врага долго и в конечном итоге сквитаться, а может быть даже и выгнать его с родной земли. Как бы избито и пафосно это ни звучало. Перед моим мысленным взором стал старый военный плакат, где молодая женщина прижимает к себе ребенка лет двух, заслоняя его от примкнувшего к немецкой винтовке острого штык-ножа, направленного на нее. В ее глазах застыл ужас, боль и страх, но художнику удалось показать, что боится она не за себя. Большими буквами внизу было написано «Воин Красной Армии спаси». Нет больше Красной Армии, но солдаты остались. Как наверняка есть еще и подобно этой женщине люди. Это врагу предстоит твердо усвоить. Тряхнув головой, прогоняя не к месту нахлынувшую философичность, я откопал мешок с мясом и, пристроив его на хребет, ускорив шаг, двинулся дальше. Пройдя шесть с половиной километров на юго-восток от дороги и потом заложив небольшую петлю, я вышел в район, находящийся как бы в вершине правильного треугольника между двумя приметными ориентирами — авиабазой и железнодорожной станцией. Тут, на сухой, поросшей кустарником балки, мы с Варенухой устроили один из схронов. Но шестое чувство, в условиях лесной жизни обострившееся невероятно, удержало от очередного шага. Присев в траве на колено и вскинув автомат, я осмотрелся, примечая потревожившее подсознание несоответствия. На первый взгляд все как обычно, но в общей картине было нечто неправильное. Поводя стволом из стороны в сторону, я на мгновение задержал взгляд на раскидистых листьях лопуха и нижних ветках деревьев. С кустов и веток были сбиты пыль и остатки росы. Хоть время уже давно перевалило за полдень, чаще влага держится на траве и листьях очень долго. В лучах солнца, почти не заглядывавшего сюда, заслоняемого кронами старых лиственниц, росяные капли блестят особенно ярко. Но вот был один участок, ведущий прямиком к нашему тайнику, который словно кто-то вытер сухой тряпкой. Пыль, вопреки всеобщему заблуждению городских жителей, водится везде. Лес в этом плане не исключение, и мельчайшая пыль — это главный индикатор при поиске чужого следа. Осторожно поднявшись, чуть сутулившись и время от времени осматриваясь вокруг, я двинулся к подозрительному месту. Потом, снова присев, раздвинул стебли папоротника. Причувствие оказалось верным. Тут часа два назад прошел человек. Армейские ботинки, весом под сотню кило, ростом примерно с меня. Крепкий мужик. Обойдя направление движения незнакомца с правой стороны, я пошел по четкому следу к схрону, опасаясь самого худшего. Этот тайник никто, кроме меня, не должен был навещать. Варенуха с приятелем шли к укрытиям на северо-юго-западе. Поэтому кто бы ни был этот чужак, это не партизан. Туристы резвятся. Вполне возможно, однако среди них так аккуратно вроде бы никто ходить не умеет. Тем более, что этот пассажир тут пока бродит в полном одиночестве. Дно балки очень узкое, склоны отвесные, и цепью тут не пройти. След, который я обнаружил, одиночный. Человек шел аккуратно, но быстро и не останавливался. Будь он с приятелями, след бы гулял в колее. Так прошло еще минут сорок, пока я не увидел потревоженную землю в том месте, где мы оборудовали тайник. Нет, на первый взгляд все выглядело нормально. Дерн на крышке люка не потревожен, ловушки незнакомец частью снял, частью обошел, а обезвреженное вернул на прежние места. Пройдя десять шагов вверх по склону и оказавшись над крышкой люка, я внимательно все осмотрел и покачал головой. Пришелец ничего не взял, но поставил хитрый электронный девайс. Стоит мне открыть люк, как начнет работать радиомаяк. И даст знать хозяину, что пожаловали гости. Значит, туристов можно полностью исключить. Такие приколы по карману лишь в пиндостанской спецуре. Ничего не трогая, я поднялся вверх по склону и припустил к другому тайнику, на пару километров южнее, возле небольшого заболоченного озерца, где уже должен был побывать мехась. В голову почему-то лез старый афоризм. Сначала мы жили бедно, а потом нас ограбили. Происшествие уменьшало наши запасы ровно на четверть. И жесткий график подготовки акций летел ко всем чертям. Заняться преследованием хитрого амеровского следопыта хорошей идеи не показалось. Один на один мы будем кружить по лесу бесконечно долго, а времени на этот аттракцион совершенно не остается. Вернувшись немного назад, отойдя от раскрытого тайника на пару километров южнее, я пошел к схрону, устроенному возле небольшого заболоченного озерца. Это отняло еще шесть часов драгоценного времени, но так или иначе, другого варианта уже не придумать. Всю дорогу я как мог путал следы на случай, если любопытный амер засек меня. Но признаков чужого присутствия больше не наблюдалось. Кем бы ни был этот спец, но после обнаружения нашей захоронки он исчез. В другое время я даже бы обрадовался возможности помериться силами с умелым и знающим противником. Но сейчас его существование только раздражало. Добравшись к вечеру того же дня до небольшого островка, где под корягой был устроен схрон, с облегчением отметил, что тут побывал только мехась. След его ботинка я углядел на берегу и, осмотрев все еще раз, уничтожил его и два попавшихся ранее. Очень тщательно. Сгрузив мясо и сушеные грибы, запаянное в полиэтилен, я вынул две десятилитровые жестяные канистры с бензином. Емкости глухобрякнули. Водила наполнил их под пробку. Прицепив обе на крепкую палку, я отправился в бункер. С повешенным поперек груди автоматом, палкой коромысла на плечах, я, наверное, стал похож на медведя из сюрреалистичного сна милитариста. В бункере уже вовсю шел процесс приготовления ингредиентов для горючей смеси. Две солидные кучки алюминиевых опилок и тонкой мыльной стружки уже выселись на двух кусках брезента. В новом ведре, приватизированном варенухой и половинке автомобильного бензобака, мы соорудили нечто вроде водяной бани. И работа закипела. Печь пришлось собирать заново, но это сейчас уже было не страшно. Походная буржуйка монтируется и запускается в течение получаса. Михась открыл все заглушки в бункере, так что испарения внутри берлоги, не задерживаясь, выходили подгоняемые естественной тягой. Помешивая получившийся бурый кисель толстой сучковатой палкой, я поделился с артельщиками, постигшим нас горем. Вопреки ожиданиям, особого беспокойства известия не вызвало. Когда схроны закладывались, я сразу объяснял, что так или иначе тайники могут обнаружить. Не один, так другой схрон вполне можно отыскать. Причем вполне вероятно, что это произойдет совершенно случайно. Михась не замкнулся в себе. Движение реч приятеля потеряли былые неуверенность и нервозность. Оставался лишь мандраж перед боем, но это вполне обычное явление. Избавиться от него невозможно, каков бы ни был багаж боевого опыта за плечами. Неожиданный интерес проявил только Варенуха. Бывшего дальнобойщика интересовало, кто это такой ушлый добрался до припасов, миновав все ловушки. «Антоша, ты уж не серчай на старика». Когда ему было что-то нужно, водила прикидывался старым и больным пенсионерам. «Как же этот гад кувышку-то нашу распечатал?» Вопрос этот не то, чтобы особо меня мучил, лишая сна и покоя, но и извленное профессиональное самолюбие нет-нет да и вызывало легкие приступы досады. Помешивая палкой Варева, я начал рассуждать вслух. «Видишь ли, Виталий Семенович, тут трудно пальцем показать, мол, вот ворюга и злодей. Что один спрятал, другой завсегда может отыскать, особенно если он сам прятать мастер. А наш тайник именно мастер нашел». «Может, это кто-то из русских?» Варенуха запнулся, его загорелая лысина покрылась легкой испаренной от усиленной работы мысли. «Ну, наемник какой-нибудь, который наши места знает». Такая мысль приходила мне в голову, но пришлось ее отложить на дальнюю полку. Будь это кто-то из эмигрантов или бывших советских военспецов, подавшихся в наймиты к оккупантам, то железяку он бы на крышку люка не воткнул. Будь это природный таежник, да даже спец из бывших армейцев или ментов, то так метку оставлять они не обучены. Этот вполне мог оставить ветку, стебель травы, пучок хвойных иголок, любую природную метку, чтобы хозяин схрона сто раз подумал, прежде чем определить проникновение. Наш спец оставил бы одному ему заметную контрольку и время от времени наведывался бы к тайнику, а поняв, что схроном пользуется, организовал бы возле него засаду. Нет, тут был некто, обученный на западе, только там слепо доверяют электроники, даже в таком тонком деле, как ловля диверсантов. Сделав еще два круга палкой в дошедшей до нужной кондиции смеси, я отрицательно покачал головой. Нет, это Янкис. Может быть немец, либо англичанин. Опытный, битый, без вариантов. Но не наш, могу что хочешь нас пропоставить. Импортные вояки, они очень технические примочки уважают, во всем на них полагаются. Вот и этот мистер не исключение. Грамотно закладку обнаружил, почти ювелирно подошел, даже осторожевики наши все снял красиво. А потом все испортил и жучка поставил. Не уважает нас враг, совсем не уважает. Варенуха, подставив мне канистру, только крякнул. Горючка тягучей струей плелась через воронку в емкость. Потом он, плотно завинтив крышку, пошел за следующее и снова спросил. «Почему не уважает? Ты же сказал, все хитро сделано. И ловушки снял, и следы запутал. А что до электроники, то, может, наука военная теперь этого требует. Наука допускает вариации». Я снова наполнил ведро бензином и начал сыпать мыльную стружку и алюминиевые опилки. Тут строгих правил нет. Главное — это победить, оказаться хитрее противника. А этот Янкис поленился, не захотел ноги топтать и оставил маяк для летунов или артухи. Дернем мы за веревочку. Хитрая машина, кому надо, просигнализирует. И квадрат накроет почти сразу же. Схрон в зоне базирования крупной армейской группы. Наверняка за сектором закреплена минометная батарея или типа того. Леним засаду выставлять. Не воспринимают пиндоса нас как силу. А вот кто это был, пока не след выяснять. Будет время, и эту загадку распутаем. Пар от водяной бани вытягивало довольно шустро. Через два часа смесь была расфасована по канистрам. Варенуха убежал наружу, прихватив с собой пару вонючей примы. А мы с Мишкой быстро разобрали печь, укладывая части в небольшие вязанки. Михася неосмотрительно схватился за еще горячий котел и, зашипев, сунул обожженный палец в рот. То ли от долгого воздержания от споров, то ли повинуясь вечному своему чувству противоречия, он глухо проворчал. «Время, время! А ты немного ли обещаешь, напарник? Нас всего трое. И может так получиться, что в последний бой идем. Ты можешь поручиться, что у нас будет это самое потом, а?» Страх, неуверенность в себе, как опасную инфекцию, лучше задавить в самом начале. Иначе своими гнилостными испарениями они отравят разум, заставить совершать ошибки. Нужно заставить человека посмотреть на предмет их вызывающий как бы со стороны, найти способ победить противника прежде всего мысленно. Все, что так или иначе выводит нас из равновесия, прежде прокручивается в воображении. И в зависимости от того, насколько живо можно себе представить что-то, появляется установка на победу или на поражение. Чаще всего люди думают о поражении, тем более, если извне прет сплошной негатив. В армии, чтобы голова не думала лишнего, тело обеспечивают работой. У нас же такой подход себя не оправдал, поскольку нет никакой отдушины, кроме как изредка покурить или выспаться. Внимательно всмотревшись в лицо приятеля, я утвердительно кивнул. Время и обстоятельства взрослый человек может создать сам. У нас есть оружие, есть знания, подходящие случаю опыт. У меня чуть больше, у вас с Семеновичем может быть чутка пожиже. Сами под наши пули амеры не подставятся. Мы имеем дело с профессионалами, которые зря денег не получают. Но слабости есть у всех. Они думают, что уже победили, посему расслабились, и это нам в помощь. И долго нам будет вести? Ну, раз подловим, может быть, дважды обдурим. Но как долго? Мехась стукнул стиснутыми кулаками себя по коленям и со смесью отчаяния и надежды, вскинул на меня блестящие от слез глаза. Притворившись, что ничего не замечаю, я продолжил. Если будем сидеть, как нашкодившие пацаны, и ждать у моря погоды, то, само собой, недолго. Но ведь мы же не такие, верно, Миш? Враг будет думать, а мы будем думать вместе с ним. Это как в покере. Блеф или хороший прикуп — еще не гарантия выигрыша. Все зависит от нас. — Можешь помолиться, если веришь во что-то. Помочь не поможет, но уж точно не навредит. Коля не вслух и не на посту. Не скули больше. Надоело. — Как ты это выдерживаешь только? Приятель поднялся с пола и снова начал вязать остывшую же железную часть от печи. Я, поднявшись, пошел в дальнюю нору, где было нечто вроде оружейной комнаты. Для амеров я подготовил несколько сюрпризов, которые неплохо зарекомендовали себя еще на той войне. На пороге оглянувшись на притихшего приятеля, я сказал то, что в принципе не должен был, но достало его нытье. У меня тоже была семья Миша. Сестра, мама. И как и ты, я не знаю, живы ли они и что с ними случилось. Однако я твердо уверен в двух вещах. От моей бестолковой гибели им лучше не станет. И второе. Чем больше я буду бить врага, тем больше у них шансов остаться в живых. По крайней мере, я в это очень сильно верю. И знаешь, что еще, приятель? Неплохо бы и тебе во что-то начинать верить, кроме как в близкую неминучую смерть. Накликаешь, а рядом еще и те, кто хочет нормально жить. Приятель вскинул на меня просохшие, снова заблестевшие живым огоньком глаза и не применул подковырнуть. — Это у нас-то нормальная жизнь. В норе живем, от всех хоронимся. — Мы на войне, Миша. Скоро у тебя будет с чем сравнивать. Я повернулся было, чтобы уйти, но добавил через плечо. — И заметь, теперь уже и ты заговорил так, что начинаешь строить планы на потом. Поздравляю, брат. Похоже, ты адаптировался. Ничего больше не слушая, я отправился в оружейку. Предстояло еще крепко поработать над гостинцами для караванщиков. Миша больше не гремел запчастями, и скоро послышались характерные щелчки и негромкое лязганье. Приятель чистил оружие. Прячу улыбку, я достал из ящика гранатомет и щелкнул подсветкой прицела, проверяя питание. Я снова победил, и, наверное, победа над страхами доверившихся тебе людей — это гораздо важнее, чем победа в реальной заварушке. Батарейки сюда идут стандартные, посему я лично заменил их на только что заряженные аккумуляторы. Теперь оружие можно использовать, подсветка работает исправно. Присев на ящик, разложив перед собой моток скотча, три выстрела к РПГ-7 и с особой осторожностью вытянутые из маленького ящика бруски пластита, я принялся за работу. Россия, 24 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 273 километра севернее предместий города Кемерово. Район речной переправы между железнодорожным узлом Постниково и авиабазой Нью-Нордвуд. 3.35 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Засада и согласованное отступление. Место, которое я выбрал для Лёшки, оказалось не слишком удобным в плане маскировки. Поскольку план предусматривал как непременное условие хороший обзор, то более всего подошла плоская горка у самого берега реки, лишенная всякой растительности. Кроме нескольких пучков уже желтеющей травы, тут ничего не росло. Поэтому пришлось прокопать несколько неглубоких канав в дополнение к тем канавам, что часа полтора назад мы, смехасим, рыли у завалов, километре отсюда. Сумка с выстрелами к гранатомёту и сама эта громоздкая труба теперь лежали рядом, ожидая своего часа. Перед выходом я ещё раз проверил обмотанное брикетами пластита три выстрела. Им предстояло сыграть роль тяжёлой артиллерии. Знаю, на взгляд мало знакомого с подобными трюками человека выглядит это дело весьма опасно. Граната начинает рыскать в полёте, теряет в дальности, но, чёрт возьми, как она эффективна. Подобные штуки я научился делать давно, переняв опыт у чеченцев, рушивших целое здание, запулив в окна только пару таких гостинцев. Плюс наш пластит в обращении гораздо дружелюбнее, нежели чешский Сантекс или пресловутый С-4. Снарядить дополнительным зарядом удалось только три из шести гранат, поэтому целиться придётся очень тщательно. Снова рот наполнился горечью, вспомнился разорённый схрон, где было порядка тридцати мин и десяток брусков пластида. Вновь стало допекать желание встретить этого импортного лесовика. Ощутимым усилием воли, отогнав воспоминания о недавней неудаче, я сконцентрировался на своём секторе дороги. Время уже подходило к четырём часам утра, но в конце августа до рассвета ещё ой как далеко. Кругом царит чернильная ночная синева. Дорога видна благодаря участкам сухой до белизны песчанно-глинистой почвы, неясными пятнами, проглядывающими даже в темноте. Трофейный прицел для наблюдения тут не годился, но сейчас не было необходимости в подобном осмотре местности. Как рассказал мне при встрече очкарик Вене, колонна пойдёт по мосту не раньше десяти утра, а их отряд подтянется к переправе часам к шести. Поэтому у нас с артельщиками было достаточно времени для подготовки. Мы с Мишкой прорыли две канавы и залили их напалом. А Семёныч, следуя моим указаниям, заложил фугас, сделанный из 155-мм снаряда и небольшого количества пластида. Как это у него вышло, по большому счёту не имело значения. Колонну стопорнуть раньше, чем бурлаки дойдут до завалов и смогут принюхаться. Что касается подкрепления, то тамошние бойцы вообще полетят сломя голову спасать своих и интересоваться станут в первую очередь нападавшими. Вообще, я ожидаю, что командование Амеров к такому повороту событий совершенно не готово. Прежде всего, морально. Нет, само собой, у них были учения, может быть, кто-то воевал на Востоке и попытается дать отпор. Однако не думаю, что им удастся расшифровать засаду полностью. Тем более, что в оценках угрозы они станут опираться на доклады охраны конвоя, а те сообщат только о туристах. Посмотрев свой арсенал, я проверил, всё ли под рукой и набрал на клавиатуре рации цифры, сообщённые мне очкариком. На рабочей чистоте поклонников стрейкбола пока царила тишина. Должно быть, они ещё в дороге. По моим расчётам, туристы подтянутся в течение часа-полутора. Переключившись на нашу волну, я дал короткий тоновый сигнал. В ответ, чуть погодя, откликнулись двумя короткими щелчками Михаси-Варенуха. Оба уже на месте. Пока всё штатно. Надвинув капюшон на глаза, я ещё раз проверил разложенное под руками оружие. Если есть возможность, автомат лучше положить рядом с собой так, чтобы в любой миг можно было открыть огонь не в белый свет, а точно по противнику. Поскольку работать предстояло, так сказать, соло, я оборудовал две ячейки с секторами стрельбы. Правый, более узкий, градусов 30 для стрельбы из РПГ. Как только машина с инкассаторами съедет с моста и будет атакована туристами, я угощу Амеров моей фирменной гранаткой. Бронирование им не поможет. Усиленный пластитом выстрел рассеет иностранный денежный автомобиль на атомы. Деньги непременно нужно будет уничтожить до того, как подтянется группа охотников за сокровищами во главе с Матинелли. Иностранцы начнут выяснять отношения с Шерманом, и Михась сможет нормально работать. А я помогу Вене и его незадачливым друзьям, чем получится. Для последней задачи была отрыта вторая ячейка, где лежало мое верное весло и 12 снаряженных магазинов к нему, плюс 10 гранат к подствольнику и еще 4 рога в подсумке на поясе, которые я приготовил для отхода. На случай, если первую нору засекут и накроют огнем раньше, чем я отстреляю все выстрелы, к РПГ, вторую ячейку я соорудил ближе к склону холма. Теперь, если сдетонируют оставшиеся гостинцы, меня надежно укроют от взрыва кубометров 40 землицы. Будучи реалистом, я не исключил, что выстрелить удастся только пару раз, а может и единожды. Но других компромиссных позиций вокруг не нашлось, хотя на поиски я потратил три дня. Обе позиции были удачными только в отношении секторов обстрела. Отсюда я смогу бить во фланг идущей колонне, доставая огнем открытый 100-метровый участок перед мостом на левом берегу реки и более чем 300-метровый участок дороги по ту сторону переправы. Ценой была открытость местности, и в случае согласованного перекрестного огня всего двух пулеметов меня попросту прижмут к земле. Надежда только на то, что конвойщики будут всецело заняты атаками туристов. Еще раз огляделся по секторам. Но тщетно. Темень чернильно-синим покрывалом окутала лес и дорогу. Даже если кто-то и пойдет, увидеть его будет невозможно. Ориентироваться в такой ситуации лучше всего на слух. А пока никаких посторонних шумов, кроме отдаленной канонады, не слышно. Интересно, кто бы это мог быть? Но раз шумят, значит, кто-то еще кроме нас не сдался. Устроившись на остывшей за ночь в земле как можно удобней, я мысленно вернулся к недавнему разговору с Вениамином, которого про себя продолжал называть очкариком. К заветной сосне я подошел вчерашним утром, которое выдалось холодным уже по-осеннему стылым. Густой молочный туман пал на землю, скрывая все на расстоянии вытянутой руки. Идти пришлось почти на ощупь, аккуратно ставя ноги, проверяя, нет ли впереди корни или ямы. Вперед и по сторонам в такой ситуации лучше особо не смотреть. Если нужно осмотреться, приходится останавливаться. Это существенно снижает скорость передвижения, и без того невеликую. Поэтому, отключив зрение, я шел, полагаясь только на слух, обоняние и осязание, как это делает медведь. Этот массивный зверь, единственный в лесу, по габаритам схож с человеком. Его манеру передвигаться я перенял уже давно, и ни разу об этом не пожалел. Сейчас скорость была лишь ненамного ниже обычной. Не шуметь удавалось реже, но сейчас в тумане звуки гасятся, и источник по звуку вычислить гораздо сложнее. Было уже 6.15, когда я добрался до места, но еще на подходе понял, что кто-то сидит в кустах, метрах в десяти от сосны, где я приказал Вене оставить гильзу. Человек, притаившийся в кустах колючего боярышника, все сделал верно. Но от него ощутимо разило кофе и еще какой-то пахучей гадостью медицинского происхождения. После жизни вдали от цивилизации нюх мой обострился, да и закрытые глаза помогли сосредоточиться только на доступных чувствах. Это помогало верно определить источник запаха, а потом и услышать сдавленное дыхание курильщика. Человек подготовился и куревом не баловался, по крайней мере часа четыре, но хрепловатое, с легким присвистом дыхание обычно чуть громче, даже если он и не запыхался и дышит ровно. Осторожно вынув из кармана разгрузки удавку и намотав ее на кулаки, я стал подбираться к затаившемуся сзади, без труда определив место, где тот спрятался. Легкое колебание сырого воздуха исправно несло волны живого, чуждого лесу запаха. Я почти видел скорчившуюся на земле фигуру. Вот я уже на расстоянии десяти, потом пяти метров. Руки привычно прижаты локтями к корпусу и расставлены на уровне груди. Шнур чуть провисает, готовый вытянуться в струну только на последней стадии броска. Вот цель уже в двух шагах. Человек в Амеровском лесном камуфляже, с повернутой козырьком назад неуставной темно-серой бейсболке. Короткий ствол импортного автомата замотан тряпочными ленточками. В последний момент мне удалось удержаться от броска. Человек слегка сместился влево, и из кармашка его куртки выглянула душка очков. Сложив вместе особенности поведения и характерный обрез фигуры незнакомца, я узнал Вениамина. Спрятав удавку и успокоив чуть сбившееся от прилива адреналина дыхание, я крепко перехватил левой рукой кадык парня, право удерживая его палец от непроизвольного нажатия на спусковой крючок. — Тихо, Веня, свои, не дергайся. Сейчас я тебя отпущу, и мы спокойно поговорим, лады? Парень пару раз дернулся, пока до него доходил смысл сказанного. Потом обмякнув, он согласно мотнул головой, издав нечто вроде хриплого «пусти». Резко ослабив хватку, мягко оттолкнул парня вперед и влево от себя, тоже сместившись относительно очкарика, чтобы тот не сразу увидел, где я. Треща кустами, Вениамин приземлился на руки, перекатился на спину и, лапнув на грудный карман, торопливо нацепил очки. Присев напротив суетящегося туриста, я подождал, пока тот прекратит возиться. Непонятно, зачем он прятался в кустах. Может, решил подловить странного лесовика, проверку устроил, а может быть, стерек своих? Это тоже сбрасывать со счетов не следует. — Извини, что сам пришел. Очкарик поправил снаряжение и тоже устроился напротив, поджав ноги по-турецки. — Но гильзу твою я потерял. Решил дождаться и рассказать все лично. — Чудак-человек. Такого я от пунктуального парнишки не ожидал, но голосом этого не дал понять. — Ты никак целый день решил меня караулить? А коли не дождался бы, как тогда? — Я типа в поиске. — Последнее слово парень произнес весьма значительно. Видимо, употребление жорганизмов у них приветствуется. — Сейчас вокруг лагеря и вдоль трассы 12 скаутов ходят. Я сам вызвался. Поэтому подозревать никто не станет. — Шерман вам такое задание дал? — Да, это его идея. Слушали эфир, потом Шерман сказал, что за сутки до операции нужно прощупать местность. А что не так? Покачав головой, я шевельнул пальцами правой руки в воздухе, изобразив схлопывающийся веер. Этот, в общем-то, неприличный жест всегда означал для меня семиэтажный мат, когда выругаться от души не позволяют либо приличия, либо обстоятельства. Перед глазами встала толпа этих неумех, торящих дороги для групп прочесывания и дающих явный намек на свое присутствие охране конвоя. Краснов отлично подстраховался. Теперь незадачливых мстителей будет очень просто обнаружить. Сейчас натопщут, пройдут будто стадо баранов вдоль трассы, так что и слепой поймет, что кто-то интересуется дорогой. Учитывая, что у амеров есть первоклассные лесовики, то после акции туристам отходить будет некуда. Взглянув на удивленного непонятным жестом Веню, я ровным тоном продолжил. «Да, все так, Вениамин, все так. Скажи, сколько у вас раненых, ну или тех, кто останется в лагере?» «Сейчас семеро неходячих, еще четверо могут идти, но если недалеко...» Его взгляд затуманился. Очкарик загибал пальцы. «Кроме того, там будет Лера. Ну, ты помнишь ее, руку тебе бинтовала. Еще шестеро в охране, на постах». «Отлично». Я вынул аккуратно сложенный в четверо обрывок газеты и протянул очкарику. Тут я нарисовал, как пройти к месту, где после поднявшегося шухера их не будут искать. Тяни до последнего так, чтобы она не смогла переговорить с Шерманом. Потом любым способом передай ей этот листок с маршрутом. И скажи, что через час после того, как все уйдут, она и все, кто остается, должны собраться и уходить по указанному маршруту. Старайся говорить убедительно. Радиосвязь у нее с Шерманом есть?» «Нету. Аккумуляторы почти у всех сели. Приказано беречь для разведвыходов и для операции». «Это хорошо. Она непременно должна тебя послушаться. Саври, что сам Шерман приказал уходить. Но это на крайний случай. Лучше Шермана не упоминать. Сделаешь?» Вениамин какое-то время изучал газету, водя пальцем вдоль линий, едва видных в тусклом свете утреннего солнца. Потом решительно кивнул и спрятал листок в боковой карман куртки. «Попробую. Она в наших военных делах тоже неплохо разбирается. С Шерманом они сначала спорили, потом Лера на раненых переключилась. Не ладят они короче, но только наедине разбираются, чтобы в отряде не слышали. План толково нарисован. Она тоже предлагала уходить после боя, но Шерман увильнул. Мол, держитесь нас, потом все вместе и уйдем. А что это за место такое?» О том, куда лучше уходить после большого шума у дороги, да с преследователями на хвосте, я размышлял давно. При даче у нас будет обоз с тяжело ранеными и около двух десятков нетренированных городских вояк. Спрятать такую уйму людей даже в тайге дело непростое. К счастью, мне в свое время повезло свести дружбу с парнем, подвязавшимся на ниве обслуживания телевышек и всяких верхолазных работ, требующих серьезной горной подготовки. Его звали Дядя Федор. Жилистый невысокий парень с короткостриженными соломенного цвета волосами. Даже в лютый холод он ходил в легкой ветровке и застиранной футболке, сверкая особым высотным загаром, какой в солярии не получишь, и удивительно веселыми серыми глазами на круглом, довольном всегда и всем лице. Дядя Федор попал к нам в охрану случайно, перебиваясь до очередной поездки в горы с такими же, как он сам, маньяками-скалолазами. Горы — это было все, о чем Дядя Федор мог говорить часами, показывая многочисленные фотографии, забитые в память дорогого, но уже обшарпанного смартфона. Он с друзьями излазил все восточные саяны, отрыл какие-то наскальные рисунки, даже отправил их снимки вместе с координатами в Академию наук, но там заявили, что это удачный фотомонтаж. Дядя Федор виду не подал, но чувствовал, что затаил на официальную науку обиду, потому что с особой мстительной радостью рассказывал мне и половине дежурной смены про свою очередную находку. Оказалось, что они с приятелем совершенно случайно наткнулись на стоянку древних людей. Один из альпинистов провалился в узкую расселину, откуда попал в систему пещер, одна из которых вела на берег подземной реки. Злорадно ухмыляясь, дядя Федор сказал, что пещера у новосибирских буквоедов под самым носом. Всего каких-то четыре сотни километров на юго-восток от города? Тогда мне помогла особенность характера. Я человек чрезвычайно жадный до всяких казусов, особенно исторических. Дядя Федор в приватной беседе охотно рассказал и показал на встроенной в его хитрый телефон карте, где он и его товарищи наткнулись на вход в пещеры. Впоследствии я сбросил маршруты фотографии, сделанные альпинистами внутри комплекса пещер, на свой старенький домашний компьютер. Кроме того, маршрут намертво отпечатался в тренированной многочисленными промысловыми вылазками памяти. Путь от дороги либо стоянки туристов до пещер был неблизкий. Чтобы добраться туда с учетом всех оговоренных факторов, нам предстоит идти дней десять, а потом еще подниматься на шестисотметровую высоту. Однако в случае успеха у нас будет горячая вода и надежное укрытие с несколькими выходами на поверхность. Про горячую воду я обмолвился не просто так. Дядя Федор рассказал, что в одной из пещер бьет горячий ключ. Вода, по словам экстремала, просто чистый кипяток. Это был спорный момент. Я знал, что источник окажется скорее всего с какими-то минеральными примесями. Черт его знает, можно ли такую воду пить, не опасаясь последствий. Но для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, прежде всего нужно будет туда добраться. Некоторое время в тайге еще можно будет скрываться, однако скоро ударят ночные заморозки. А это обморожение и всякая пневмония. В случае с лежачими ранеными сие есть неизбежная данность. Голода я не опасался. Прокормить в лесу можно любое количество народа. Навык охоты у меня есть, еды хватит на всех. Однако все это пока только лишь план. Сколько людей мне удастся вывести из расставленной предателем и его сообщниками ловушки, неизвестно. Вениамину пока об этом знать не обязательно. Маршрут, который я ему передал, содержал лишь короткий 60-километровый отрезок пути, который приведет обоз с ранеными в Шишковическое урочище. Там, в практически непроходимой и не просматривающейся с воздуха чаще, люди окажутся в безопасности на некоторое время. Вполне достаточно для того, чтобы мы с остатками отряда нагнали. Попади карты в чужие руки, Амерам и их следопытам это нихрена не даст. Большими силами они в Шишковиче не пройдут, а малые группы ничего обнаружить не смогут, поскольку в таком случае нас опять окажется в лучшем случае только двое. Это Шишковическое урочище. Там можно безопасно пересидеть время, необходимое для отхода отряда, с места боя. Шерман нарочно отправил вас бродить по округе. Это гарантированно приведет преследователей к соляной шахте. Если они там найдут кого-то, кроме белок, ну, включи воображение. Веня вскочил, но не удержавшись на затекших ногах, плюхнулся на пятую точку. В глазах очкарика отразилось мгновенное понимание коварного и исключительно тонко придуманного плана его нынешнего командира. Он снова попробовал вскочить, дернувшись всем телом вверх. Привстав и ухватив парня за поясной ремень, я с усилием принудил того сесть. — Тихо, паря! Всех сорок в округе поднимешь. Нам это не нужно. Остынь и слушай, когда тебе умные вещи толкуют. Пойми главное. Чего бы ваш вождь... — Он не мой! Никогда этой сволочи не верил, даже на игре! — Ну ладно, договорились. Я с легкой досадой поморщился. Надоело всех успокаивать да убалтывать. — Чужой вождь. Пусть будет вождь краснокожих, если так тебе нравится. Ты суть улови, инженер. Все, что Шерман планирует, это пшик, поскольку в его выкладках есть один неучтенный фактор — это ты, я и мои товарищи. — А сколько вас? — Мало, Вениамин. Но все, что характерно, вооружены и неплохо обучены. В нынешней операции количество компенсируется обстоятельствами и маневром. Сколько нас конкретно, тебя пусть пока не волнует. На всех хватит, будь спокоен. Мы попрощались. И Веня протянул мне бумажку, хороший такой листок из блокнота. Я даже позавидовал, потому что у нас чистой бумаги с самого начала партизанского движения не было. Даже Вене я отдал план, нарисованный на газетном листе. Взяв бумажку, я развернул ее. Там убористым ровным почерком шли два столбца цифр и слова. Дрозд, Док, Кэрри и Сапун. — Это что такое, Вениамин? Немного замявшись, очкарик кинул на бумажку и, сдавленным от волнения голосом, произнес. — Это позывные штурмовых групп. Дрозд — это сам Шерман. Док — это Володя. Ну, помнишь его? Я кивнул. — Позывные и рабочая чистота — это в нашем случае очень ценно. Так я могу лучше ориентироваться в обстановке. — Кэрри — это наш шутник Андрей Пахомов, ты его знаешь. Нормальный пацан вроде. — Поживем — увидим. А Кэрри — это значит, как комик из ящика, верно я понял? — Точно. Веня помимо воли усмехнулся, но тут же прогнал улыбку с лица. — А Сапун — это я. Ну, прозвище было еще со школы. Я прямо на уроке заснул и сопел минут пять. Я уже догадался. Спасибо, Вениамин, за доверие. Это ценная информация, очень пригодится. Ну, прощивай, покуда. Еще увидимся, я надеюсь. Пусть нам обоим завтра немного повезет, Веня. Бывай. Пожав друг другу руки, еще раз мы разошлись. Никаких чувств, кроме слабого сожаления по поводу того, что наши с Веней пути пересеклись, я не испытывал. Обычный домашний парень, не наигравшийся в войну, вдруг с товарищами попадает на реальную бойню. Воистину, у богов есть чувство юмора, пусть и весьма своеобразное. Дождавшись, пока нарочно-осторожно отступающий Веня Сапун скроется за деревьями, я тоже задерживаться не стал. Из оцепенения вывел треск статики в наушники. На волне туристов возникло сначала неразборчивое бормотание, а потом вполне отчетливые голоса. «Дрозд, всем выдвигайтесь на рубеж, как поняли, прием!» Его подчиненные отрапортовали незамедлительно. Рации у туристов были почти наполовину разряжены, поэтому голоса звучали тихо и глуховато. «В канале док, понял, иду! В канале Кэрри на позиции! Дрозд, копи-аут!» На какое-то время переговоры стихли. Я переключился на частоту артели и тоном дал сигнал, что появились первые игроки. Михайс и Семенович ответили также тоновыми щелчками, что у них пока без изменений. Подняв голову, я всматривался в серое пространство вдоль дороги. И впереди и слева по эту сторону моста заметил какое-то движение. Так, группа Кэрри, похоже, заняла позицию по эту сторону. Она должна будет остановить головную машину и отсечь замыкающих караванщиков. Некто док сейчас, видимо, переправляется выше по течению, чтобы занять свое место в тылу колонны и напасть первым. По крайней мере, переговоры можно расшифровать так. Спустя пять минут на той стороне реки, в каких-то четырех сотнях метров от моей второй ячейки, зашевелились кусты на опушке. Там дорога круто поворачивала к мосту, так что невысокий обрыв с густорастущим березняком был удобным местом для стрелков. А сам поворот как нельзя лучше подходил для фугасной закладки. Это было очень тревожно. Если я просчитал место возможной засады, то и для пиндосских бурлаков это труда не составит. На их месте я бы обнюхал березняк и поворот максимально тщательно, как только можно. Шанс на обнаружение подскочил до 65% по моей параноидальной шкале. В этот момент на связь вышел Михась. Двойка единицы, красный в секторе, плюс три. Нужно постоянно менять позывные, почерк выполнения заданий, иначе слушающий эфир противник очень быстро вычислит группу и локализует район базирования. Поэтому перед выходом я сменил рабочую частоту и рабочие позывные на более общие, безликие. Как нетрудно догадаться, поскольку у нас всего проще. Приоритетные цели мы обозвали красный и синий. Соответственно, Шерман и Матинелли. Михась сидел там, где, по словам Очкарика, должен был оборудовать свой командный пункт их вождь. Сейчас вождь каким-то образом обнаружил себя, и Михась его засек. Первые фрагменты мозаики моего плана встали на места с негромким щелчком. Пока известные мне игроки все делают, как задумано. Рабочие частоты не изменились, диспозиции штурмовых групп и звена управления тоже. Будь у Шермана хоть малейшее подозрение по поводу Вениамина, рисунок бы несколько изменился. Нет, своих подчиненных он бы для достоверности оставил на прежних местах. На людей ему плевать. А вот сам бы точно позицию сменил. Но раз все по-прежнему, остается только ждать появления именинников в лице американцев и охотников за сокровищами во главе с сеньором Маттинелли. Отжав тангенту, несколько раз я дал сигнал, что все понял. В эфире вновь стихло. Солнечный свет медленно впитывал в себя остатки сырости и предрассветных стылых сумерек. Судя по заманчиво голубеющей синеве, день будет ясный, что для нашей затеи не слишком хорошо. Видимость отличная, погода ледная. Если быть откровенным, солнышко и голубое небо — это не самые мои любимые погодные условия. Во время Первой войны я попал под осветительную гранату. С тех самых пор яркий свет не переношу. Это скорее психологическая проблема. В госпитале сказали, что зрение восстановилось почти полностью. Но с тех пор нет для меня погоды невыносимей, чем солнечный погожий денек. В таких ситуациях, когда приходится просто ждать, при этом не ослабевая внимание, оглядываться и примечать любые изменения обстановки, лучше всего не напрягаться. Если дергаешься на каждый шорох, рано или поздно тебя обнаружат. Поэтому самое лучшее занятие — это контроль дыхания. Счет вообще отвлекает и успокаивает. А вкупе с созерцанием помогает концентрация. Ты как бы растворяешься в окружающей тебя среде. Неважно, что это — квартира, офис или холодная сырая канава на лысом холме, как в моем случае. На 853-м выдохе я услышал далекое жужжание. А переведя взгляд влево, за переправу заметил легкое облачко над невысокими деревьями вдали. Сосредоточившись и приложив к левому глазу трофейный прицел, я успел сделать еще несколько дыхательных упражнений. Кто бы там ни ехал, машин больше двух и меньше пятнадцати. Скорее всего, это наши гости. Отжав тангенту рации, я дал своим сигнал приготовиться. Порадовало, что артельщики откликнулись сразу, без задержек. Значит, правильно ждать я их все-таки немного научил. Это обнадеживало. Наши соседи пока еще не подавали голоса. По неведомой мне причине наблюдатели второй штурмовой группы проигнорировали ясно-видимый пыльный след на горизонте. «Док в канале!» Статика помех почти до неузнаваемости исказила голос командира левобережной штурмовой группы. «Движуха справа пятьдесят! Похоже, дождались! Ау!» Веня был прав. А я слишком жестко судил туристов за невнимательность. Наблюдателей они выставили, только пользовались обычной эстафетой. Отсюда задержка в докладе. Шерман ответил, что, мол, ждите. На этом снова все улеглось. Я проверил еще раз, насколько удобно лежат выстрелы и труба гранатомета, чтобы просто разогнать кровь по жилам. Минут через десять с левого берега послышался отчетливый гул моторов. Началось. На довольно приличной скорости из леса появилась окрашенная в темно-серый цвет БМП. Это был первый неприятный сюрприз, поскольку даже одна такая танкетка способна передавить словно кур всех сидящих в засаде. Я же не собирался тратить усиленные выстрелы на эту коробку. Не был уверен, что смогу качественно поджечь ее имеющимися у меня гранатами. Тем временем, следом за танкеткой из-за поворота вышло два Хамви. Во второй машине я, по приметам, признал инкассаторскую. Видимо, колонну усилили в самый последний момент, о чем ни Шерман, ни его подельники не могли знать заранее. Отменять акцию Шерман не станет. Решив встряхнуть с себя обузу в виде идеалистично настроенных граждан, он скорее смоется в суматохе, чем отыграет назад. Осложнялось только наше положение, но я тоже не намерен был уходить. Однако по совершенно противоположным причинам. Почти всегда рисунок реального боя меняется непредсказуемым образом. Ломая спланированную операцию, и приходится импровизировать. Об этом знаешь, это учитываешь при разработке операции. До занудства часто говоришь об относительности всего планирования подчиненным. Однако всякий раз, когда что-то идет в разнос, тебя посещает неистребимое чувство досады на собственную непредусмотрительность. И в голове крутится один и тот же глупый вопрос. Ну почему? Почему опять косяк? Да, в тоном рации сигнал артельщикам, подтверждая боевую готовность, я снова при них к земле, наблюдая за движением каравана. Тем временем на чистоте туристов царила тихая паника. Командиры групп запрашивали инструкций, а вождь их успокаивал, открыто матерясь в эфире. Док в канале, у них коробочки, повторяю, у них броня. Дрозд, каков будет приказ, нам отходить? Здесь Дрозд, без паники, работаем по плану. Ждем ленточку, повторяю, ждем ленту, аут. Док в канале, копи-аут. Кэрри в канале, продолжаем или как? Дрозд, задрали уже оба. Всем сидеть на своих позициях, мы сюда пришли воевать. Значит, вашу мать еб, будем воевать, копи-аут. Кэрри, копи-аут. Тем временем танкетка перевалила через мост. Оба джипа замерли и на мост пока не въезжали. Стрелки на крышах машин медленно, без нервов осматривались по секторам. Башенки шарили вдоль дороги стволами АГСов. Но никакого напряжения я не заметил. Похоже, усиление не было плановым, и нападения Амера не ждали. БМП, урча мотором, отъехало от моста метров на сто и встало. Задняя аппарель откинулась, и оттуда выбежало шестеро солдат с полуразмерными автоматами легко узнаваемой конструкции. Похоже, это тоже были резервисты, поскольку вооружены устаревшими автоматами, по-моему, М16А3. Остальное обмундирование выглядело новым и не обмявшимся по фигуре, угловато-топорщись кое-где. Осторожно приложив глазам трофейный прицел, я увидел на рукавах шевроны с изображением стилизованной взрывающейся бомбы. Это были обычные саперы, плюс к тому, никаких дронов или вертолетной группы сопровождения. В колонне не придали авиации, видимо, посчитав, что легкой бронетехники будет вполне достаточно. Саперы добросовестно шарили по дороге миноискателями. Один шел со служебной собакой, обычным спаниелем. Пес грамотно нюхал землю, вертел башкой, но не лаял. Собака чуяла людей, однако тренировали ее на другое, иначе веселье бы уже началось. Средних габаритов чернокожий кинолог в паре с еще одним упитанным светловолосым солдатом, вздвинутый на затылок каски, обследовали визуально опоры моста. Заглянули в забитый листьями и мусором дренаж на правобережном съезде, где туристы прикопали фугас. Я приготовился стрелять, даже потянулся к трубе гранатомета, поскольку собачка вполне могла спалить закладку. Пес нюхал бетонные плиты, местами раскрошившиеся по краям от времени и сырости, потом покопался перед ними лапами около отверстия дренажной трубы. Видно было, что запахи возбуждают собаку. Короткий обрубок хвоста беспокойно мотался из стороны в сторону, морда поддергивалась. Потом спаниель громко гавкнул и начал остервенело рыть землю, перебежав на правую обочину дороги. Моя правая рука сомкнулась на холодной трубе гранатомета. Показалось, что собака вот-вот выкопает провода закладки и придется начинать воевать. Не отрываясь, я следил за собакой, подбежавшим к ней встревоженным хозяином. Негр закинул автомат за спину, освобождая руки, и склонился над разрытой его лохматым помощником ямкой. Пес вел себя странно. Обычно собака, обнаружив фугас или мину, просто сидит рядом. А эта псина рылась в яме и не пускала хозяина к находке. С трудом отогнав собаку, сапер вскинул руку, жестом приказывая остальным отойти. Я защелкнул фиксатор гранаты и уже готов был поджарить БМП, выстрелив в десантный отсек танкетки. Это вполне могло получиться. По прямой до бронемашины было около двухсот метров. Граната разнесет незачищенная нутро танкетки, и та развалится, как картонная коробка. Неожиданно послышался дружный солдатский ржач. Отложив гранатомет, я пригляделся к гогочущим саперам сквозь прицел и помимо воли улыбнулся. Посеревший от напряжения ярости негр брезгливо держал за остатки хвоста окоченявший труп какого-то грызуна. Спаниель прежде всего охотничья собака. С инстинктом не поспоришь. Скорее всего, труп белки прикопал кто-то из минеров, предвидя появление кинолога. Я мысленно пожелал, чтобы этот человек уцелел. Грамотный минер в дальнейшем будет очень кстати. Посмеявшись еще немного, солдаты запрыгнули в БМП, и та отъехала еще на 200 метров. Там процедура повторилась. Вскоре ожили и машины, замерзшие за мостом. Взревела многоголосица моторов, и первая пара хамви перевалила через мост. Следом, урча словно голодные динозавры, подтягивались четыре тяжелые фуры с низкими бортами. Из-за поворота на том берегу выехала вторая пара бронированных джипов и остановилась как раз напротив того самого березняка, где расположилась группа дока. Тяжело груженные фуры медленно перевалили через мост, с опоры покрытия которого в воду осыпались мелкие осколки бетона. Впереди что-то застоприлось, и грузовики встали так, чтобы между ними оставался недопустимо маленький зазор, всего каких-нибудь полметра. Замыкающая пара замерла при въезде на мост, но потом водила заднего хамви сдал назад, и машины выстроились таким образом, что вся правая сторона дороги, в том числе и мой лысый холм, оказались у них в секторе обстрела. Значит, если док не скомандует своим атаковать, как планировалось, мне не дадут даже поднять головы, и группа кэри окажется один на один с бронемашиной, двумя джипами и солдатами в кабинах грузовиков. Черт, это же почти верная смерть. Однако и у амеров диспозиция получилась не самая удачная. БМП и оба хамви теперь заперты застопорившимися фурами и лишены возможности маневрам и огнем поддержать тыловое охранение. Через десять минут, показавшиеся мне целой вечностью, саперы забрались в БМП, и колонна, конвульсивно дергаясь, двинулась буквально на пару метров вперед. Потом замедлившееся было событие, словно отпущенная тугая пружина, понеслись с бешеной скоростью. Бах! Крайняя слева фура дернулась сверх и вперед, медленно заваливаясь на левый бок. Тугая волна сжатого воздуха прокатилась через меня, заложила уши. Что из силы я вжался в землю, ожидая детонации того, что амеры так щедро накидали в кузов подорванной шаланды. Сквозь ватную тишину слышны были крики команд и беспорядочная стрельба. Пара пуль клюкнула землю в шести метрах справа. Сделав пару глотательных движений, снова протянул правую руку за гранатометом. И не нащупал его. Сразу оглянулся назад. Труба и подсумок сместились таким образом, что мне пришлось отползать назад на полметра. Видимо, боги войны взяли надо мной шефство. Как только я сдвинулся с лёжки и прополз, перебирая ногами и локтями к откатившемуся гранатомёту, в холм угодили сразу две гранаты, прилетевшие с того берега. Гостинцы ахнули одновременно, обдав веером осколков канаву, оставленную мной несколько секунд назад. Видимо, тыловое охранение обрабатывало высоту для профилактики. Вряд ли они меня так быстро обнаружили. Я уже подумывал о том, чтобы сместиться на десяток метров вправо, дабы успеть выстрелить хотя бы пару раз, как ожила рация. «Второй первому!» Поскольку нужда в контроле за туристами уже отпала, я снова перешёл на нашу волну. «Слева пятьдесят! Шорох!» Михась предупреждал, что некто обходит позицию Шермана по правому флангу. Но кто именно, он определить пока не может. Замерев на секунду, я отжал тангенту три раза, что означало всем работать по собственному усмотрению. В завертевшейся карусели я просто не успею отдать верный приказ. Именно для этого и нужен тщательный предварительный инструктаж. Оба моих бойца знали свой манёвр, свои приоритетные второстепенные цели, а также место сбора. Поэтому сейчас предстояло выяснить, насколько с пользой я тратил на них время, объясняя, так сказать, тонкости ремесла. Стрельба стала плотнее, и очаги по интенсивности сместились метров на вперёд и вправо, где штурмовикам Кэрри удалось остановить головное отделение охраны конвоя. Непонятно было молчание БМП. Однако об этом я пока не задумывался. Приоритетной целью было сейчас нейтрализовать тыловой заслон. Два ГСА существенно сковали мне возможность маневрирования. Это нужно исправлять. Но пока ничего с ними поделать не получится. Стоит только поднять голову, как меня тут же срисуют стрелки. Подхватив подсумок с гранатами, я перекатился на пару метров ниже вершины холма, чтобы нормально прицелиться по бабловозу. Там творилось малопонятное. БМП замерла в первой четверти левого разворота, метрах в трёхстах впереди, перекрыв остальным машинам колонны путь. Башня на 45 градусов тоже была развернута влево, но орудие молчало, а задняя парель была откинута. На первый взгляд броня оказалась неповреждённой, но что конкретно произошло, я сходу определить не смог. Сапёры отстреливались грамотно и без суеты, укрывшись за корпусом БМП. Оба хамви головной группы стояли с распахнутыми левыми дверцами, а их экипажи палили по укрывшимся в лесу партизанам, разбившись на две группы, давя плотным огнём любую попытку бойцов кэрри обойти их с флангов. Положив снаряжённую трубу, я прикинул расстояние до броневиков, оглядывая позиции охранников в трофейный прицел. Выбить врага оттуда будет непросто, только если кинуть гранату или пальнуть из подствольника. Однако туристы, видимо, не имели ни того ни другого, и перестрелка принимала затяжной характер. «Двойка единицы, контакт здесь, синий плюс четыре». Ну, наконец-то, Матинелли с дружками уже на подходе. Однако раз Михась не дал условного сигнала, значит Шерман его ещё не видит. Скорее всего, наёмники притаились и ждут удобного момента, чтобы присоединиться к веселью. Отложив прицел и отжав тангенту рации, я негромко даю отмашку. «Единица! Всем номерам факел! Факел!» Дождавшись двухтоновых сигналов подтверждения приёма, я наконец-то выдохнул. «Вот сейчас я пополню свой личный счёт». Подтянув заряженное РПГ к плечу, я прикинул расстояние и, быстро вскочив, прильнул к прицелу. В сетке возник и заплясал серый бок головного Хамви и прижавшийся к нему спиной Амер без шлема, но со сброей головной радиогарнитуры. Человек воздел ствол короткого автомата вверх и что-то орал в микрофон. Рот его перекосился, в прищуренных глазах плескалось напряжение, но ни капли паники. Сделав вдох и стабилизировав гранатомёт, я на выдохе плавно жму на спуск и падаю как раз в тот момент, когда реактивная граната со злобным шипением уходит к цели. Мгновения до взрыва растянулись, словно в замедленной съёмке. Сразу рой мыслей пронёсся в голове буквально за пару долей одного-единственного мгновения. Что, если граната уйдёт в сторону? Что, если боевая часть не сработает и всё обернётся простым пшиком, а меня уже засекли? Бум! Взрыв получился такой силы, что от сотрясения почвы меня слегка подкинуло вверх. Предусмотрительно открытый рот забило землёй. Ударной волной в мою сторону швырнуло целый ураган из камней, веток и прочего мусора. Не теряя времени, я почти вслепую нашарил следующую гранату и снова зарядил гранатомёт. Боковым перекатом ушёл ещё ниже по склону холма, поднялся на колено, чтобы определить следующую цель. Первый мой гостиниц произвёл тотальное опустошение в рядах конвойщиков. Граната угодила в раму задней двери бабловоза. Сила взрыва оказалась такой, что кузов Хамви разорвало пополам. Часть капота и передний мост, скрученная взрывом в невообразимый клубок, швырнула вперёд, так что они вылетели на обочину и сейчас дымили, нелепо вращая неотлетевшим правым колесом с вяло горящей покрышкой. Оторванный бампер висел на ветвях придорожной сосны, где-то метрах в трёх над землёй. Задняя часть въехала скошенным багажником точно в лобовое стекло другого бронеавтомобиля, в свою очередь протаранившего головную шаланду. Остатки людей разбросало вдоль дороги. Уцелели только трое сапёров, укрывшихся за скосом лобовой брони БМП. Видимо, в момент взрыва они пытались перегруппироваться. Это спасло им жизнь, пусть и на короткое время. Однако имела место серьёзная контузия, поскольку, бросив оружие, выжившие ползали в дорожной пыли и беззвучно раззевали рты. Бой продолжался. Семеро солдат засели в дорожной канаве справа и постепенно отползали в сторону моста. Думаю, это были водители грузовиков и те, кто оказался в качестве сопровождающих груз. В организованности им не откажешь. Под плотным обстрелом они сумели сосредоточиться на вполне удобной позиции и не давали туристам взять себя в кольцо или подойти на бросок гранаты. Не обращая на них внимания, снова вскинув РПГ на плечо и мысленно сосчитав до одного, выстрелил в борт фуры, стоявшей в середине колонны. Следующий взрыв получился чуть тише предыдущего, распавшись на серию одиночных и парных разрывов. Видимо, с детонировали мощные боеприпасы, и уцелевшие до этого машины по эту сторону моста раскидало так, что перевёрнутая задняя фура въехала задом на мост, покрытие которого не выдержало и осыпалось в воду градом крупных кусков бетона. Часть ящиков вывалилась наружу, некоторые лопнули, и в их содержимом легко удалось опознать миномётные мины. Танковое охранение, скованное боем с группой ДОКа, ничем не могло помочь товарищам. Туристы прижали экипажи броневиков, заставив тех укрыться за машинами. Турели были бесполезны, стволы АГСов нельзя было задрать на такую высоту, так что Березняк и Холм оказались в мёртвой зоне. Среди бойцов ДОКа, по крайней мере, один неплохой снайпер. Сквозь оптику я заметил, что оба стрелка за турелями были убиты выстрелами в лицо. Всего за машинами пряталось человек шесть. Ещё двое ничком лежали перед капотом головной машины. Шансов отойти у Амеров не осталось. Лишившись двух своих основных преимуществ в виде бронемашины и станкачей, солдаты стали лёгкой добычей для стрелков ДОКа. Отложив гранатомёт, я взобрался во вторую ячейку и, осмотрев спрятанное оружие, с облегчением убедился, что всё цело. Осколками повредило только один магазин к Калашу. Однако ничего более серьёзного не произошло. Выщелкнув в боковой карман светочью уцелевшие патроны, я забросил пропоротый осколками рог в речку. И не успел сделать пары шагов по направлению к мосту, как ожила рация. «Тройка первому!» Я чуть поморщился. Семёныч иногда косячил с запоминанием позывных. «У меня четыре коробочки и два пенала карандашей. Двойка всем, контакт, минус четыре!» Доклады пошли один за другим. Не успел приятель отключиться, как со стороны дороги, где планировалось остановить подкрепление, грохнул взрыв, а следом запылали завалы. Мне немного полегчало. Хоть что-то уложилось в схему и пошло более-менее предсказуемо. Напалм, судя по ровному рыжему пламени и клубам чёрного дыма, удался на славу. Полукилометра от места боя за пригорком росла и ширилась сплошная стена огня. Раз август выдался таким засушливым, скоро огонь пойдёт следом за набирающим силу ветерком на юго-восток, в сторону бывшего города. Жаль, что при планировании я не учёл возможность пожара как средство уничтожения авиабазы. Осмотрев весло и отряхнув автомат от песка и грязи, я опустил флажок переводчика огня и, передёрнув затвор, посмотрел сквозь прорезь прицела в направлении левобережья. Один из джипов дымился. Амеров осталось всего двое. Оба, судя по всему, серьёзно ранены. Оставив разборки с ними туристом, я повесил гранатомёт за спину и под прикрытием берега стал осторожно спускаться к мосту. Фуры горели чадным пламенем, воняло сжёной резиной и вытекшим маслом. Вскарабкавшись по осыпающейся кромке обрыва и высунув голову, я осмотрелся. Обзор перекрывал кузов опрокинутого грузовика. Слева громоздились вывалившиеся ящики. Мельком глянув на маркировку, я опознал крупнокалиберные снаряды для авиапушек. В длинных кофрах лежали ракеты воздух-воздух. Мгновенный импульс ненависти буквально затопил сознание. Всё вокруг стало словно на старом негативе, окрасившись всеми оттенками чёрно-белого. Я нашарил гранатомётный выстрел в подсумки и, отложив автомат в сторону, сполз по откосу и, скинув трубу РПГ с плеча, снова снарядил гранатомёт. Быстрым в два прыжка броском, преодолев расстояние до лесополосы, я нашёл пологий откос, спускавшись к берегу реки в сотни метров от моста, и, прицелившись, выпустил гранату в сторону опрокинувшегося грузовика. Взрыв получился в два такта. Сначала рванула граната, затем один за другим в небо и в стороны брызнули три шлейфа пламени. Ракеты с трескучим визгом рванули, рассыпая вокруг снопы искр и осколков. Я сообразил вдруг, что даже не пригнулся. Такова была жгучая ненависть к этим ракетам, которые предназначались для того, чтобы сбивать наших лётчиков и охранять неповоротливые туши бомберов, несущих смерть, может быть, жителям моего родного города. Ни один осколок или капля расплавленного металла не коснулась меня. Заставив тело двигаться, я услышал настойчивый далёкий голос в наушнике. «Единица! Я Сапун!» От непрекращающихся разрывов у меня заложило уши. Да и стресс навалился такой, что большинство звуков и запахов просто были вытеснены, исключены из восприятия. Повесив гранатомёт на плечо, я нажал на тангенту. «Здесь единица, говори, Сапун!» «Слышу тебя, единица!» Несмотря на глухоту, я уловил радость в голосе Вениамина. «Контакт по трём направлениям! Остался один!» Обстановка всё сильнее выходила из-под контроля. Похоже, что наёмников оказалось не два-три человека, а за деньгами пришло несколько отделений. А это бойцов десять-пятнадцать. Я вызвал Мишку, может быть, он прояснит картину происходящего. «Единица, двойки! Как обстановка?» Ответом было только шипение статических помех. Приятель не отзывался. «Мишка по плану должен был находиться южнее моей нынешней позиции, прямо за холмом и пасти наёмников». Судя по последнему докладу, четверых он положил. А потом всё завертелось, и даже если он и вызывал, то вполне могло случиться, что я не слышал. С этим разберёмся позже. Нужно выручать Веню. Мне нужен был его голос в эфире. «Шермана так и так будут гасить, но бойцов Дока и Кэрри кто-то должен будет отозвать и направить в нужную мне сторону, на соединение с врачом Лерой. Никто, кроме студента, этого сделать не сможет. По той простой причине, что более никому в стане туристов я не доверял». Оглядевшись и сверившись наизусть выученные карты местности, снова вызываю очкарика. «Единица, Сапуну, успокойся, обозначь себя ракетой или дымом. Как принял?» «Нету ничего, нету, патроны кончаются!» Хотелось плюнуть с досады, но в горле уже давно перешило от клубов проглоченной копоти. Язык присох к небу, и говорить удавалось с большим трудом. Забытое за годы мирной жизни ощущение постоянной глухоты снова вернулось, как и большинство навыков, почти мгновенно. Нащупав на поясе флягу, я сделал глоток отвратительно тёплой подсолёной воды, одновременно ощупывая себя на предмет ранений. Поднеся левую руку к глазам, крови не заметил. Дрожь из пальцев уже ушла. Всё снова стало, как и много лет назад. В бою я совершенно успокаиваюсь, как это ни странно звучит. Все нервяки остались в мирной жизни. Тут же всё привычно и знакомо. Снова стиснув тангенту, я уже нормальным голосом чётко сказал «Держись, седу! И прекрати истерику в эфире! Отбой связи!» Бежать в сторону разноголосицы, вспыхнувшего в лесу боя, оказалось непросто. Стресс выпил все силы. Снаряга и оружие давили на плечи немилосердно. В лесу было не так жарко, как на открытом солнцу холме. Однако со стороны дороги тянулся шлейф удушливой гари от сожжённой техники. А порывами ветра уже несло искры, плотный сизый дымок от пылающих завалов за пригорком. Пожар перекинулся на эту сторону дороги, но по-серьёзному займётся ещё минут через сорок. Так или иначе, к этому времени бой окончится. Мельком взглянув на часы, я отметил время. Девять сорок два утра. Бой идёт каких-то двадцать минут. Что-то произошло с Мишкой. По замыслу он должен был прикрыть очкарика. Но, судя по всему, безупречный план опять дал трещину. Ориентируясь на звук очередей, я довольно быстро оказался в ложбине между двумя плоскими холмами в двухстах метрах от места боя. Именно тут Шерман оборудовал пункт управления. И сюда же должны по уговору подтянуться иностранцы. Вынув лопатку из чехла на левом боку, я быстро вырезал небольшую яму в корнях приметной сосны и сложил туда РПГ и две оставшиеся гранаты к нему. С отсоединённым прицелом и вынутыми элементами питания, да ещё закутанный в плотный слой паэлитилена, дней десять гранатомёт пролежит без особого вреда. Для любознательных любителей трофеев я положил в подсумок, закрытый непосредственно под трубой РПГ, гранату с вынутым кольцом и размоченным в керосине запалом. Взрыв произойдёт в тот самый миг, когда кладоискатель попробует вынуть тубус из ямы, а следом сдетонирует и выстрелы. Пару гранат с вымоченным запалом лучше всегда носить с собой. Если не желаешь, чтобы твои вещи трогали безнаказанно, их следует держать под замком. Конечно, если такой замок есть, всегда отыщется ключ от него, но опять же, отсюда не следует, что дверь без замка. Это лучший вариант. Когда последний кусок дёрна был уложен, я перебрал оставшиеся магазины и проверил, не потерялось ли чего в суматохе. На грани слышимости появился смутно знакомый звук. Не тратя больше времени, я побежал вверх по ложбине, приметив еле заметную в зарослях кустарника тропинку. Мгновением позже я вспомнил, что это за звук. Со стороны авиабазы приближались вертушки. Пусть сюрпризом их появление назвать нельзя, однако даже предсказанное появление такого грозного противника сулит одни неприятности. Снова ожила рация. «Тройка первому, две картонные коробки идут к тебе!» Густой подлесок закрывал обзор. Но я понял, что сквозь завалы и непроходимую тайгу, скорее всего, прорывались тяжёлые танки. Забитая дорога отчасти сковывала манёвр, и через лес ни джипом, ни БМП не пройти. Только Абраша сумеет преодолеть баррикаду, полученную в результате подрыва фугаса. Вряд ли идёт что-то менее существенное. Видимо, на то, чтобы столкнуть на обочину повреждённую технику, ушла уйма времени. Танки и вертолёты, что может быть хуже? Если через 10-15 минут мы не начнём отходить, остатки отряда раскатают в тонкий блин. Завал свою задачу выполнил, иначе конвой, практически не понеся потерь, ушёл бы к базе. Я вызвал Вареноху. Сейчас бывший водила мог пособить только одним способом. Перед выходом обоим артельщикам был выдан план местоположения пещер. Тот, кто уцелеет, должен отвезти туда людей. А сейчас это именно Семёныч, что в конечном итоге я и предполагал с самого начала. «Единица тройки! Отличная работа! Исполняй вариант тропа! Как принял!» «Я тройка принял! Вариант тропа! Я всё понял! Есть!» До первого очага перестрелки оставалось метров 150. Две группы заняли позиции на склоне плоского холма, на вершине которого и находился командный пункт Шермана. Судя по количеству стволов, в первой группе было двое, а на них с трёх сторон наседало шестеро стрелков. Оборонялись те, кто был выше по склону, поскольку вспышки огня перемещались в пределах пяти-шести метров. Позиция для обороны была удачная. Стрелки засели в искусственно расширенной промоине, грамотно обложившись управляемыми минными полями по флангам. Это помогло им сдержать первый натиск нападавших. Я заметил пять или шесть трупов между деревьями. Некто подпускал нападавших поближе, а потом подрывал противопехотные мины. В такой ситуации даже от импортных клейморов будет не спастись, что, собственно, и произошло, по крайней мере, уже дважды. Мин, судя по всему, оказалось не так много. Допускаю, что штуки по четыре-пять, может быть, чуть меньше. Нападавшие стали осторожней. У засевших в промоине кончались патроны. Злые длинные очереди перемежались хлопками одиночных выстрелов оборонявшихся. И наверняка скоро дело дойдёт до гранат. Я снова вызвал очкарика, присев за стволом старой берёзы так, чтобы наступавшие не обнаружили раньше времени сюрприз у себя в тылу. — Сапун, ответь единицей, обозначь себя как-нибудь. — Единица! — голос очкарика дрожал и почти не был слышен на фоне статики и звуков боя. — Есть фальшвеер! Зажгу и брошу перед собой забруствер! — Слышу тебя, Сапун, давай, свети! Больше всего мне не хотелось сейчас ошибиться. Если веня на вершине холма, то туда я доберусь минут через двадцать, когда над холмами уже будут баражировать вертолёты, а дорогу перережут танки. Но наперекор моим мрачным мыслям слева взвился в воздух и упал сноб красного огня, хорошо видимый даже при свете дня. — Отлично! Вижу тебя, Сапун! Кто ещё с тобой? — Никого! — голос Вени дрожал от напряжения. — Меняю позиции, остальные мертвы, никто не шевелится! — Понял тебя, Сапун! Сядь ровно, не отсвечивай больше, отбой! Оттерев слегка забившийся грязью прицел автомата, я снова осмотрелся в поисках противников. Увидев фальшвейер, они, видимо, струхнули, но, поняв, что вот уже три минуты ничего не происходит, зашевелились. Слева звонко ударили две короткие пулемётные очереди. Фонтанчики земли вскинулись вдоль бруствера окопа, в котором укрылся Веня. Одной пулей зацепила прогоревшую световую шашку, и она отлетела в сторону. Следуя моему совету, очкарик на огонь не ответил. Спустя минуту зашевелились кусты справа и слева, на расстоянии двадцати метров от того места, где я сидел. Потом показались три сгорбленные фигуры, быстро перемещавшиеся во фланг позиции очкарика. Прикинув расстояние и подняв весло, и прицелившись в спину замыкающего тройки, плавно надавил на спуск. Расстояние мизерное для автомата, поэтому все три пули легли ровно в середину спины бойца. Без единого вскрика тот рухнул лицом вперед. Не мешкая, я перенес огонь на его коллег, поскольку оба, как в замедленной съемке, уже начали падать и уходить из-под огня в перекат. Обоих мои пули настигли тоже в движении, но последний противник, скорее всего, получил пулю в ногу, потому что с проклятиями на непонятном языке он, отстреливаясь из короткого автомата с одной руки, отполз за ствол толстой сосны и залег там. Я метнулся влево, чтобы обойти раненого Амера и избежать ответного огня вражеского пулеметчика. Враг не заставил себя упрашивать, и длинная очередь прошила кустарник в паре метров справа от того места, где я только что был. Затем, словно очнувшись, с той же позиции заговорили еще два ствола, одним из которых, к моему удивлению, был автоматический дробовик. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, я откинул прицел подствольника и навесом послал в ту сторону две осколочные гранаты. Потом перекатился еще на десяток метров левее, так что залегший за деревом Амер подранок оказался на открытом месте. Не раздумывая долго, я с колена навскидку дал по распластавшемуся на земле, словно лягушка иностранцу, короткую очередь в четыре патрона. Две пули попали иностранца в спину, одна, пробив шлем, застряла в затылке, последняя ушла рикошетом от толстого прута кустарника и засела в стволе дерево, за которым Амер пытался спрятаться. Снова ругнув про себя нелюбимое оружие, сменив магазин, я крикнул. — Веня, Сапун, отзовись, но не высовывайся! — Я тут! Вроде цел! — Молодец, хорошо! Я смотрел в том направлении, куда ушли воги, и вслушивался в отдаленные прерывистые звуки перестрелки слева за холмом. Нужно заканчивать, нужно быстрее на холм, но Амеров могло гранатами и не убить, и за спиной их лучше не оставлять. — Иду к тебе в гости! Не пальни случайно! — Хорошо! — Пригнувшись, я быстро перебежал пространство, отделяющее меня от окопа, и скатился на дно, ногами уткнувшись во что-то мягкое. На дне окопа лежал труп туриста. Лица у него не было. Сквозь темное месиво отчетливо желтели ошметки мозга и кусочки костей. Видимо, постарался гражданин с дробовиком. Веня лежал, прислонившись к боковой стенке окопа, зажав в руках американский короткий автомат, ствол которого смотрел вертикально вверх. Глаза парня за линзами очков тускло блестели. Он все еще не верил, что бой для него закончился. Подойдя к парню вплотную, я взял его автомат за ствол и, крепко ухватившись за него, тряхнул. Очкарик вздрогнул и дернулся, но боек только сухо щелкнул. Патроны в автомате закончились немного раньше, чем думал его владелец. — Спокойно, солдат! — мягко разжав грязные пальцы очкарика, я отнял у него оружие и прислонил его к краю окопа. — Пока война закончилась, покури, коли балуешься зельем. Но сначала вызови своих! — Не могу! — Веня покачал головой, на глазах его навернулись слезы. — Аккумулятору писец пришел! Не вызвать никого! — Это поправимо! Сняв свою гарнитуру и вынув собственную радиостанцию из чехла разгрузки, я протянул их Вениамину. — Вызывай их обоих! Командуй отход к Шишковичам! Вертушки уже на подлете! Танки прорвались через... Короче, кисло сейчас будет! Зови их, скажи, что Шерман убит, и последние его слова были о них! — А он правда? — Веня вскинул на меня удивленный и чуть растерянный взгляд. — Он что, реально? — Если не конкретно в данный момент, то в ближайшие десять минут точно похолодеет. — Разве ты не видел, кто на вас напал? — Нет. Лицо парня окаменело, он селился вспомнить, как все началось. Растяжки рванули, потом Сеня увидел чужих. Ну, без повязок. И подорвал мины, потом... Ну, случилось и случилось. Я снова прислушался, время уходило. Это наемники, они подумали, что вождь их подставил. Вот они и разозлились. Время дорого, Веня. Зови своих, быстрее! Не ошибись в ориентирах. Держи микрофон подальше от арта, чтобы слишком громко не звучало, а то не поверят. Кивнув, очкарик поколдовал с настройками рации и забубнил что-то на своей страйкбольной тарабарщине в микрофон. Лицо его разгладилось, но пустота из взгляда не ушла, притаившись где-то в глубине глаз. Потом он выключил рацию и вернул мне. Идут. Осталось шестнадцать человек, трое тяжело раненых. Зацепило каждого, никто не уберегся. Кэрри серьезно ранен. Похоже, легкая прострелена. Его замок мне ответил. Семен Скрипников. Погони не его позывной. Док чуть припоздает из-за разрушенного моста. Им вновь придется переправляться вброд. Сам он вроде цел. Шерман с ним на связь не выходил. Они легко поверили, что убили его. Мне верят в отряде. Отлично. Ты пока тут сиди. На, вот, пожуй. Из неприкосновенного запаса я достал Сникерс. Коробку коих реквизировал еще месяц назад, во время зачистки аутпоста. Откуда? Веня с изумлением принял батончик из моих рук. Не отрывая изумленного взгляда от меня, рванул обертку зубами и впился в шоколад. Дед Мороз подарил. Это вместо медали тебе будет. Ну все, ешь и сиди тихо. Я скоро. Оставив парня в недоумении, я перекатился через брустверокопа и двинул туда, где среди кустов виднелся небольшой просвет, пробитый разрывами моих гранат. Присмотревшись, я увидел, что гранаты взорвались в метре друг от друга, и мысленно поздравил себя с удачным выстрелом. Прошло уже много времени с тех пор, как мне приходилось пользоваться подствольником в последний раз. Видно, правду говорят. Умеешь однажды, никогда не разучишься. Первый труп я обнаружил сразу, как только подобрался к небольшой проплешине в кустах. Противника накрыло прямым попаданием, оторвало кисть правой руки, осколками порезало шею, было очень много крови. Второй стрелок с массивным ружьем, имевшим барабанный магазин, лежал, опрокинувшись навзничь. Но никаких видимых повреждений на его теле видно не было. Только цвет лица был баклажанным. Вынув пистолет, я выстрелил синюшному Амеру в голову. Тот даже не дернулся. Похоже, что от близкого взрыва у него просто остановилось сердце. Такое тоже бывает. Причем довольно часто. Осмотревшись в поисках третьего, я увидел неширокую борозду примятой травы и кровавый прерывистый след, уходящий вправо от прогалины. Пойдя следом, держась чуть левее, вскоре наткнулся и на третий труп. Осколками наемнику перебило ноги. Не спасли даже крутые с виду наколенники. Пытаясь ползти, человек истек кровью. Выстрелив ему в голову для проверки, я подобрал его автомат, вставил в развилку кривой березы и согнул ствол. Однако подсумки с запасными магазинами к его автомату срезал и захватил с собой. Потом вернулся туда, где лежали двое других иностранцев и как мог испортил их оружие. Пришедший в себя Веня бродил из стороны в сторону, не находя себе места. Я бросил ему трофей. «Заряди свою железку!» Неловко поймав подсумки, Веня нырнул в окоп, и оттуда раздалось знакомое клацанье затвора. «В следующий раз бросишь оружие и будешь шататься без дела, назначу чистить картошку всю войну. Разглядяем, оружие ни к чему. Бежать сможешь?» Очкарик молча кивнул, на ходу рассовывая магазины по подсумкам собственной разгрузки. Влезает в такой кармашек на груди по два магазина. Плюс, как я заметил, уносимые в Вене и модели, они были подпружинены, и вынимать магазины было вполне удобно. Однако стоит размочалить клипсу закрывающего клапана, как удобство превращается в геморрой. Бежал парень, громко топая, но в нарастающем шуме боя это было уже неважно. Обогнув холм у подножия таким образом, чтобы зайти врагу во фланг, мы оказались на месте через двадцать долгих минут, когда звуки, перестрелки и глухие хлопки разрывов гранат сместились к поросшей невысокими соснами и колючим кустарником в плоской вершине холма. Притянув Веню к земле, заставив парня присесть в высокую траву, я вскинул трофейный прицел к глазам и осмотрелся. Картина боя была немного неясна. Помимо тех, кого я удачно приложил внизу, холм штурмовало по меньшей мере еще шестеро наемников, среди которых долговязой фигуры Матинелли я не заметил. Оборонявшихся было изначально, как и докладывал Мишка, человек пять. Их не застали врасплох. Об этом свидетельствовали три трупа, лежавших так, что по их позам было видно. Изначально наемники предприняли попытку открытого лобового штурма, но были отброшены. Однако в команде охотников за сокровищами был ощутимый огневой перевес. Я слышал два ручника, а это против редких очередей, отвечавших наемников трех автоматов, было очень серьезно. Оборонявшиеся не отходили, поскольку с севера-запада распространившийся пожар закрывал им возможность отступления. Кроме того, доносился оттуда и характерный стрекот десантных вертушек. Амеры тоже локализовали район перестрелки. Может быть, связались с наемниками, поэтому не слышно артиллерии. Но пути к отступлению, скорее всего, перекрыты почти все. — Времени для отхода не осталось. Даже если мы сейчас переломим ситуацию, американская десантура будет здесь уже совсем скоро. А мне еще надо найти Мишку. Без приятеля я не уйду. Тихо передернув затвор весла, я махнул очкарику. — Держись справа от меня. Дистанция — десять метров. Вали всех, кого увидишь. Но если заметишь человека с винторезом, не убивай его. Это свой. Все понял. Веня кивнул и умело перехватил короткий импортный автомат. Без лишних слов мы двинулись к вершине холма. Первым в прицел мне попалась сгорбленная спина пулеметчика. До цели оставалось метров семьдесят, когда меня заметил обернувшийся зачем-то к пулеметчику его товарищ, менявший магазин в автомате. Остановившись и взяв небольшую поправку, я дал две короткие очереди, почти слившиеся в одну. И оба наемника покатились в траву. Еще раз проконтролировав место падения короткой очередью, я двинулся дальше, не обращая на веню внимания. Сейчас не было времени вытирать парню сопли. Да и, откровенно говоря, мне подумалось, что он справится. Тем временем иностранцы заметили меня, и в немалой степени этому способствовал голос моего калаша. Он диссонировал с созвучиями импортных стволов, бывших у обеих сторон. Под ногами взметнулись фонтанчики земли. Пришлось тут же упасть и перекатом уходить вправо. Хлопнули два одиночных выстрела, и пулемет, поливавший пространство в том месте, где я только что был, замолчал на полусловие. Поднявшись, мне вовремя удалось поймать в прицел перебегающую в опасной близости передо мной темную фигуру в вислой Панаме с израильским автоматом наперевес. Теперь сомнений не осталось. Оружие у нападавших совершенно точно неуставное. Значит, стравить подельников мне все же удалось. Прежде чем я успел выстрелить, наемник уже упал, его цепанул кто-то справа от меня. Наверное, это Веня постарался. Короткими перебежками, огрызаясь скупыми очередями в сторону оставшихся нападавших, мне удалось продвинуться вперед метров на сто. Отсюда уже был виден передовой край окопов, а точнее индивидуально открытых ячеек, откуда изредка постреливали туристы. По вспышкам и появляющимся время от времени фигурам оказалось, что высоту обороняют два-три человека. Сам вождь сидел в крайнем правом окопчике. Его характерно крупную фигуру я заметил одной из первых. Шерман умело садил одиночными в сторону последнего оставшегося пулеметчика. Однако пару раз стрельнул и в мою сторону. Справа Веня что-то проорал своим, и ему ответили. Ну и хорошо. Туристы перестали палить в нашу сторону, несмотря на злобные выкрики Шермана. Тот продолжал изредка стрелять по нам с очкариком, перемежая приказы чуть ли не семиэтажным матом. Однако по непонятным мне причинам его же бойцы не подчинились, сосредоточив огонь на наемникам. Пара пуль вождя прошла в опасной близости от моей головы, и пришлось снова залечь. Гул винтов амеровских вертушек становился все ближе. Время уходило с поразительной скоростью. Счет уже шел на секунды. Снарядив подствольник, я выстрелил в ту же сторону, откуда послушался стрек от пулемета, и снова откатился влево. Хлопок гранаты заткнул пулемет. Донесся громкий, тоскливый вой. Так иногда воет человек, если ему отрывает конечность, и он видит, что с ним случилось. Потом послышалась непонятная возня. Приподнявшись на локтях, я увидел, как двое туристов подскочили к окопчику Шермана и пытаются разоружить вождя. Однако у них ничего не выходило. Краснов еще в первую нашу встречу показался мне хоть и упитанным, но довольно здоровым мужиком. А сейчас он демонстрировал подчиненным приему какого-то единоборства, мутузе двух ослабевших и явно раненых людей, словно полудохлых котят. Виня бросился было в свалку, но прямым встречным ударом, под дых, Шермана прокинул на землю и его. Пока вождь оглядывался в поисках оружия, я успел подойти к нему метров на десять. Заметив, как я держу весло, Шерман перестал суетиться, и, выпрямившись, обратился ко мне с легким акцентом, как говорят только эмигранты. — А, это ты, Урка, подстава с грузом твоя затея. Побитые туристы отползали в стороны, а Виня вновь схватил выбитый из рук автомат и направил оружие на своего бывшего командира. Во взгляде за пыльными стеклами очков читалась решимость выстрелить, но не уверен, что парень сможет убить человека, глядя тому в глаза. Это несравненно сложнее, чем если стреляешь метров со ста. Не выпуская красного из поля зрения, я обратился к Винне. — Если хочешь что-то сделать, то торопись. Амира уже поди на холм, карабкаются. Заканчивайте со своим Иудой и пошли отсюда, граждане. А то все тут останемся. — Сволочь! — очкарик смотрел на Шермана, но оружие ходило в его руках от переизбытка адреналина. — Я слышал тебя и того пиндоса. Ты все время нас подставлял, хотел за бугор смыться в Барселону свою сраную. Ты всех нас продал. — Да, очень хотел. На лице Краснова читалась напряженная работа мысли. Глаза шарили вокруг, даже сейчас он пытался выкрутиться. — Всегда хотел свалить. Сначала из совка, потом из раши. А в Грузии? Да там в десять раз культурнее. Совки вы, серое стадо, быдло немытое. Как вы легко всему верите, как же легко вас обманывать. Продал, говоришь? Так и купил недорого. Слушали меня, разинув рот, как бараны шли на убой. Ненавижу, презираю всех вас. Дальнейшие события произошли очень быстро, мгновенно следуя друг за другом. Вот Шерман пинком поднимает в нашу сторону облако пыли, уходя влево из подвененного ствола, пытаясь в прыжке дотянуться до валяющегося в паре метров от него автомата. Почти в тот же миг очкарик жмет на спуск, но, промахиваясь, привстает, поддавшись вслед движению вождя. Быстрее всех оказывается лежащий на земле, ничком, один из уцелевших туристов, среднего роста мужик с круглым лицом и комплекцией располневшего, но ходящего в спортзал менеджера средней руки. Выпростав из-под себя руку с экзотическим по нынешним временам немецким пистолетом Р-38, он четыре раза стреляет в распластавшегося в прыжке Шермана. Грузное тело Краснова, затянутое в модную снарягу, уже замертво валится на землю. Руки в последнем конвульсивном движении впиваются в сухую землю. Для верности я добавляю контрольную очередь, но тело, прошитое еще и моими четырьмя пулями, даже не вздрагивает. — Ну, теперь пошли отсюда! — я помогаю менеджеру подняться. — Я Антон Варламов, будем знакомы. — Миронов, Сергей. Голосы мужика глубокие и хорошо поставлены. — Радиоведущий, бывший, правда. — Так это вы помогли нашему дороге и тогда, ну, в лесу. — Мы, но разговоры потом. Веня отведет вас с товарищами к остальным из отряда. Мой боец проводит всех в безопасное место. Там будет время для разговоров. Сейчас нужно уходить. Еще раз знакомству, Сергей. Хорошо стреляете, кстати. Мы еще раз пожали друг другу руки, и я подозвал к себе Вениамина. Того еще потряхивало от переизбытка адреналина. Оно и понятно. Бой, угроза неминуемой смерти и глаза того, кто хоть и казался врагом, но все же был живым человеком, а не просто силуэтом в прицеле. По себе знаю, что смерть, вынужденно причиняемая под давлением обстоятельств, имеет множество обличий. Некоторые смерти даются легко. Враг безлик, у него нет имени. А часто ты даже не можешь различить его лицо. А иногда приходится смотреть в лицо, видеть, как жизнь по капле уходит из них, и ты точно уверен, что эту жизнь забрал именно ты. И на это совсем непросто решиться. Особенно в самый первый раз. Да и потом не так легко, как об этом пишут или говорят бывалые. Неважно, чем и как убьешь. Ударив ли ножом, выстрелив ли из огнестрельного оружия. Однако часто смерть вот так же смотрит и в твои глаза. От этого взгляда выстужает душу, сердце черствеет, и приходит понимание, что есть только две возможности. Либо позволить убить себя, либо самому отнять чужую жизнь. Этот порядок вещей в своей чудовищности настолько обыденный, что многие не выдерживают. Ломаются. Для себя я давно отождествляю войну с жарой. Какое-то время ее можно переносить. Есть силы приспособиться и жить в этом климате долгое время. Однако нет ни минуты, чтобы не приходило понимание, что есть предел любому терпению и выносливости. Хотя в данной ситуации я понимал и то, что, фигурально выражаясь, попал на экватор. И вроде как застрял тут на совершенно неопределенный срок. Нужно терпеть. И теперь следовало привить это терпение окружающим. Научить их жить и терпеть эту жару и все такое, что идет к ней в придачу. Хлопнув парня по плечу, я махнул в сторону пологого северного склона, где сгущался нагоняемый из дороги белесый дым пожарище. «Вениамин, отведи своих товарищей в Шишковическое урочище. Если получится, ждите меня там три дня, минус те две недели, которые вам понадобятся, чтобы добраться туда. Может быть, я нагоню вас по дороге, может быть, не приду вообще. Вы с Лерой теперь единственная надежда для отряда. Мой боец будет вам помогать, чем сможет. Иди! Время поджимает!» Жестом остановив, хотевшего возразить очкарика, я попрощался с остальными туристами и стал спускаться с холма в ту сторону, откуда раздавался шум вертолетных винтов. Там была позиция, выбранная мишкой для стрельбы. Там, может быть, лежит подстреленный ножевой Матинелли. Единственное, о чем я думал в тот момент, — это серое тело бомберов, похожее на разжиревших летучих мышей-мутантов. Бегом спускаясь с холма, я поудобнее перехватил автомат и нырнул в заросли лопухов. Голоса нетаящихся амеров слышались впереди и справа. Нужно было спешить. Россия. 24 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 273 километра севернее предместий города Кемерово. Район речной переправы между железнодорожным узлом Постникова и авиабазой Нью-Нордвуд. 10.54 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Вербовочная беседа и отрыв. Если кто-нибудь вам скажет, что может сохранять ровное дыхание после выматывающего шестичасового ожидания в стылой земле и короткой, но интенсивной огневой сшибки с превосходящим по численности противником, он либо врун, либо киборг из будущего. Когда дыхание может выдать, лучше сделать его ровным и неслышимым, иначе ты труп. А как его выровнять на бегу? Однако сейчас важнее всего именно скорость. Мне в помощь было то обстоятельство, что я двигался под горку, а не вновь карабкался на нее. Все мысли занимало непонятное Мишкино молчание и отсутствие среди трупов на высотке необходимого мне человека — итальяшки Матинелли. Американцы сработали оперативно и выбросили 4-5 поисковых групп десантников, которые шустро заблокировали все известные им подходы к высоте и отрезку трассы, где произошло нападение на конвой. Но мне это не помешает. Лешка Михаси была восточнее очага событий, оттуда же, согласно докладу приятеля, пришли и наемники. Сложность сейчас была только в том, удастся ли преодолеть открытое пространство от подножья холма к лесу, не будучи обнаруженным с воздуха или десантниками из группы прочесывания. Хоть и бежал я уже почти налегке, усталость и ноющая боль в едва зажившей руке не помогали грациозным прыжкам с почти 20-килограммовой полезной нагрузкой. На первый взгляд разумно было затаиться и пропустить противника через себя. Однако в данном случае речь не идет о спасении собственной жизни. Мне необходимо первым отыскать Мишку, и если он жив, узнать, что стало с итальянцем. Поэтому, пригнувшись, но не сбавляя скорости, я почти по прямолинейной траектории бежал в сторону леса, аж ветер посвистывал в ушах. Справа в опасной близости раздавались команды, кто-то постреливал, но, думаю, это был просто беспокоящий огонь. Амеры после тотальной расслабухи теперь, так сказать, дули на воду и полили, завидев любой подозрительный пень или услышав непривычный звук. На мое счастье, рассыпавшиеся цепью десантники шли чуть правее. Нас разделяло около 50 метров, а густая растительность ограничивала видимость местами до расстояния вытянутой руки. Взятой в начале темп становилось выдерживать все труднее. По мере того, как почва под ногами делалась менее пологой. Трава, вымахавшая почти по пояс, сковывала движение. А главное, я теперь довольно сильно шумел. Мысленно надеясь достичь спасительной темноты леса, маячившего совсем рядом, кажется, уже рукой дотянуться можно, я удвоил скорость, но оступился и угодил ступнюю в небольшую ямку. От громкогласного отрезка сучьев и возможного перелома лодыжки спасло умение падать. Сгруппировавшись, удалось выйти в кувырок через правое плечо. Но тут везение кончилось. Я вломился прямиком в заросли шиповника. Не будь на мне маски и перчаток, вполне велика была вероятность остаться без глаза и солидных лоскутов кожи. Однако теперь ушла еще пара драгоценных минут на то, чтобы снять цветок клочки, ранее нашитых на костюм ленточек, что в конечном итоге привело к встрече с двумя амерами, сначала услышавшими треск кустов, а потом заметившими барахтавшуюся там бесформенную фигуру. Видимо, приняв меня за медведя, американцы сразу стрелять не стали. Один из них даже залихватски свистнул, надеясь вспугнуть незадачливого зверя. Решение было принято мной мгновенно. Однако же целый ряд вариантов еще быстрее промелькнул в мыслях, обгоняя конечное действие на немыслимо короткий отрезок мгновения. Амеров двое, но мой самопальный камуфляж сбил их с толку, подарил редкую возможность еще больше их запутать. Зарычав, словно настоящий топтыгин и пряча автомат, висящий на шее, ринулся влево от застывших в изумлении солдат, треща кустами еще сильнее, чем при падении. Придержав автомат правой рукой, левой я выхватил пистолет из набедренной кобуры. Десантники были на предельной для пистолета дистанции, нас разделяло около 15-20 метров. Однако иные варианты могли не сработать. Сериями по два выстрела я выпустил по приближавшимся фигурам все девять патронов и, отщелкнув мгновенно застрявший в траве пустой магазин, снова зарядил ПБ, пошел вперед и влево, обходя так и не выстреливших ни разу американцев по дуге. Еще на службе, когда приходилось использовать этот специально переделанный подглушитель Макаров, я знал, что особой кучности на таком расстоянии, да еще и в движении не добьешься. Этот пистоль бил наверняка только с 10 метров. Дальше случались всякие чудеса. Но инструктор показал, что коли придется вести огонь именно из макарки, главное — это скорость, с которой ты сможешь опустошить магазин в направлении цели. Так случилось и сейчас. Американец, бывший чуть левее и ближе, получил две пули в бронежилет и одну в подбородок. Пройдя по инерции еще три шага, он выпустил автомат из рук и, схватившись за лицо, осел в траву. Его напарник, поняв, что происходит, и опознав по характерному силуэту человека с оружием, уже поднимал свой короткий автомат, но получил одну пулю в предплечье, попавшую между стяжкой плечевой кевларовой накладки прямо в мягкие ткани. Это замедлило его движение. А еще одна пуля скользнула по левой скуле, сняв приличный кусок кожи и мяса. Шок и ранение на долю мгновения затормозили действия американцев, дав мне возможность приблизиться еще на пять метров и, сменив магазин, довершить начатое. Не доверяя возможностям макарки пробивать современные броники, я старался бить по открытым участкам тела. Выстрелил пару раз в лицо замершему от болевого шока первому десантнику и, опустошая магазин до конца, выпустил оставшиеся шесть пуль по силуэту, уже вытащившего свой пистолет здоровой рукой второго десантника. Еще две вещи произошли одновременно. Второй амер с треском упал навзничь в кусты, а затворная рама моего пистоля тихо лязгнула, встав в заднее положение. Вернув рамку на место, я спрятал пистолет в кобуру и вынул нож, и с удвоенной прытью ринулся к упавшему. Приходилось слышать, что им перед боем колют какие-то стимуляторы, поэтому сейчас любой из амеров может встать и хотя бы подать сигнал своим, выстрелив в воздух. В прыжке, достигнув тела первого врага, я слева-направо рубанул по закрытому зеленым накомарникам горлу. Ткань, скрученная в жгут, словно бы нехотя расползлась, брызнула черная кровь, и где-то в глубине разреза показалась розово-белая кость позвоночника. Не останавливаясь, я подбежал к перекатившемуся на левый бок второму амеру, рывком схватил того, за переднюю кромку обтянутого камуфляжным чехлом шлема, и, оттянув его голову назад, так же слева-направо махнул ножом, но, не рассчитав сил, почти оттяпал ему голову. Разжал и выпустил нечаянный трофей. Свисающая на лоскуте кожи голова упала рядом с телом, помедлила и скатилась трупу к коленям. Получилось так, словно амер, замерзший в позе эмбриона, баюкает собственную голову. Замерев над трупами и прислушавшись, я понял, что цепь пошла вперед и вправо, видимо, пока не хватившись этих двоих. Настолько быстрой вышла наша сшибка. Отерев лезвие об одежду покойного иностранца и успокаивая серьезно сбившееся дыхание, я быстро обыскал обоих, забрав лишь оружие. А потом уложил обоих ничком в паре метров друг от друга, сунув каждому за поясной ремень по наступательной гранате из их же подсумков. Может, повезет, их товарищи не проверят трупы на предмет подлянки, и на свой счет можно будет записать еще пару-тройку супостатов. Оглядевшись и сверившись с ориентирами, я прислушался. ПБ — это не совсем бесшумное оружие, а если стрелять без перерыва, то звук получается довольно громким. Само собой, с автоматной трескотнёй не сравнить, но... Ну, в мою сторону никто не спешил. Звуки погони, отрывистые и частые хлопки импортного оружия слышались все дальше позади и слева. Амеры уже должны быть на вершине холма. Прибавив шагу, я свернул на северо-восток, к приметной старой березе, откуда недалеко было до выбранной меха семлёжки. Там и следовало начинать поиски приятеля, выяснить, что же с ним произошло. Сухая трава неприятно шуршала под ногами. После грохота перестрелки у моста слух постепенно возвращался. Однако неприятный писк всё ещё стоял в ушах, мешая слушать лес. Зложив две крутые петли и промучившись зарослями обобранного медведем малинника, спустя полчаса я вышел к засохшему дереву. Всматриваясь в окружающие плотной стеной небольшую полянку деревья и прикинув место, откуда удобнее всего было бы пасти подходы к наблюдательному пункту покойного ныне Шермана, я нашёл группу деревьев, вполне подходящих для этого. Ближе всего росла средняя высота сосёнка, крона которой отлично могла скрыть стрелка от посторонних взглядов. Однако тщательный осмотр следов Мишкиного присутствия не выявил. Взяв левее к востоку, в замшелой старой пихте, я нашёл то, что искал. Два десятка стрелянных гильз от винтореза — из десяток чётких отпечатков следов моего приятеля. Говнодавы приятеля оставили вполне подходящий автограф на земле и настволять дерево, содрав мох и оставив комья грязи. Прикинув направление стрельбы по отброшенным гильзам, я направился на север, отмерив 200 метров, куда нелюбимое мной оружие приятеля могло дострелить без напряга. Пройдя положенное расстояние, увидел результат работы Михаси. Четыре трупа лежали в разных позах. Врагов подстрелили сзади. Никто не пытался укрыться и вряд ли понял, что вообще происходит. Но пройдя ещё десяток метров, я понял, что везение снайпера на этом закончилось. В команде наёмников нашлось два Мишкиных конкурента. Один с М-25, другой с полноразмерной СР-25 с глушителем. Обе снайперки круто превосходили винторез под точности и дальности прямого выстрела. Однако местность была на стороне отечественного военпрома. В условиях ограниченной видимости, когда лучше иметь под рукой автомат с тихарём, Мишке удалось выиграть дуэль у своих иностранных визави. Хотя неприятности они ему доставили. Но короткий ствол винтореза, мощный патрон и главное отсутствие засветки и звука от выстрела стали той совокупностью мелочей, которая помогла одиночке полупрофи победить крепко сыгранный коллектив. Однако всё имеет свою цену, и, судя по всему, Мишка расплатился сполна. Чуть раньше, среди прочих следов на стволе дерева, я заметил бурые пятна крови. Хотя количество их не было большим, однако без ранения нашего погонения на этот раз не отпустили. Но оба остались лежать тут же. Снайперов разделяло небольшое расстояние. Один мешковатый грудой валялся у корней старой сосны, откуда приятель свалил его выстрелом точно в лоб. Второй, видимо, менял позицию и ничком зарылся с головой в кучу палых листьев, скрывавших сухой овражек. Ему досталось три пули — в висок, плечо и шею. Первое попадание было смертельным, но выброс адреналина не дал наёмнику умереть мгновенно. Отсюда и две следующие дырки. Пока снайперы мерились длиной инструментов ремесла и степенью выучки, основная группа наёмников, прикрываемая огнём своих стрелков, отходила к холму. Их следы я заметил, пройдя ещё десятка три метров на северо-восток. Оружие ломать было грех. Я прихватил обе винтовки с собой, обобрав трупы наёмников и сняв с них всё, что умелый стрелок берёт с собой на охоту. Тащить всё это я решил недалеко, поэтому взял всё, что пришло на ум. Тут были походные наборы для чистки, два дальномера и десятка четыре патронов разной номенклатуры россыпью. Плюс по шесть обычных магазинов в подсумках приличных разгрузочных жилеток. Оружие и боеприпасы — это то, что в скором времени нам очень пригодится. Тем более такое ухоженное и дорогое, как вполне приличные снайперские ружья. К счастью, через сотню метров мне попался огромный муравейник. И отмерив от него десять шагов, я вырыл неглубокий схрон, куда и сложил добычу. Разбирать винтовки я не умею, но опыт общения с одним уехавшим в Канаду другом, часто наезжавшим в Иркутск по делам, позволил мне довольно точно выполнить неполную разборку обоих стволов. Глянув на часы, я сплюнул с досады. Однако продолжил работу. Разложил части оружия на полиэтиленовой плёнке и применил старый фокус, помогающий от барсуков, лис и особенно собак. Подойдя к муравейнику и, сняв перчатки, я похлопал пятернёй по горячей от солнца куче, в которой сновали муравьишки. Естественно, лесные трудяги кинулись на защиту своего дома, и спустя пару мгновений обе мои ладони были покрыты кусачими красными мурашами-солдатами. Укусы их, довольно болезненные, наогрубевшие отрытья копов ладони почти не оказывали того эффекта, как в детстве. Растерев муравьёв по рукам, я пошёл к оружию и стал натирать железки, получившиеся пахучей сочной шелухой. Так, мысленно прося у трудолюбивых муравьёв прощения, пришлось несколько раз внести опустошение в их популяцию. Война, пусть и опосредованно, коснулась и существ, не имевших к людской суете отношения. Подавив прилив, снова начавший подниматься в душе волны отчаяния, я тщательно упаковал оружие и боеприпасы и уложил дёрн над ямой схрона. Теперь найти его можно будет только с помощью миноискателя. Собаки почуют только муравьиный резкий дух, отлично перебивающий большинство других запахов. А наличие рядом отличного ориентира в виде муравейника снимет вопросы у большинства следопытов. Лишь бы среди них не оказалось того ушлого Амера, так неудачно подломившего мою захоронку. Остальным же моя хитрость будет не по уму. Вернувшись обратно к дереву, где сидел мехась, я пошёл по его следам. Чутьё не подвело, и скоро удалось обнаружить его след. Приятель шёл по следам наёмников, среди которых, вероятно, было Матинелли. Но присев на корточки, чтобы точнее определить направление погони, я вдруг почувствовал резкую кинжальной остроты боль в левой стороне груди. Левая рука онемела от плеча до самого локтя, дыхание перехватило, и пришлось сесть, прислонившись к тонкому стволу молодой осины. Сейчас некоторое время лучше не двигаться. Дорога во двор дома, где я последние пару лет снимал квартиру, только одна. Подарку в девятиэтажном доме. Но сначала нужно преодолеть две лужи, вечно скапливающиеся даже в сильной жару грязной воды. Непонятно, откуда эта бурая, пахнущая тухлятиной жидкость вечно просачивается. Но она всегда на своем месте. Ровно посередке растрескавшегося тротуара. Два антрацитово-блестящих озерца, затаившись в сумраке арки, ждут очередную невнимательную жертву. Обычно опытные жильцы избавляют ход перед арочным проемом, и по стеночке пробираются на другой конец арки, в тысячный раз проклиная коммунальщиков и страну в целом. Но тут же забывают про неудобства, стоит им только выбраться под скудный, желтоватый свет дворовых фонарей. Проблем, кроме удачно форсированного препятствия, по жизни и так хватает. Так случилось, что мне в тот вечер было совершенно наплевать на лужу, поскольку я был обут в равнодушные к любой грязи разношенные, чрезвычайно удобные кирзовые сапоги, с обрезанными на треть голенищами. Да и вообще вся одежда выдавала во мне скорее слесаря-работягу, припозднившегося после трудного рабочего дня и идущего по своим делам удивительно ровной для представителя данной профессии походкой. Нащупав привычным жестом в кармане штормовки пакетик с сухариками, я забросил пару крепко подсоленных кубиков на язык и блаженно вдохнул сырой вечерний воздух. Все тело приятно гудело от хорошей рабочей усталости. Даже залеченная три года назад рана болела не сильно. Боевая отметина тихо ныла, как бы по-приятельски напоминая, что я поступаю с ней нехорошо. На грудном кармане грел душу аванс, полученный от хозяйки продуктовой палатки, Анны Семеновны, женщины приятной и молодящейся. Так, пребывая в полном ладу с собой и миром вообще, я миновал шведскую стенку, отполированную сотнями рук и ног местной детворы. Впереди показался торец пятиэтажного панельного дома, где я, собственно, и проживал. Осень — самое любимое мною время года. Уже сорваны с деревьев последние листья, и в шорохе голых веток яблони тополей слышался сонный шепот. Деревья уже погружались в спячку, от них веяло небывалым покоем. «Портфель давай, сука!» Идиллию осенней сказки разрушил уверенный молодой голос, с которому вторили еще два менее разборчивых, но полностью согласных с требованиями первого. Нехотя, выныривая из внутреннего комфорта и не ускоряя шага, я всматриваюсь в желтоватые сумерки перед первым подъездом пятиэтажки. Картина привычная, уже практически обыденная в своей неприглядности. На спине скамейки перед подъездом сидит фигура в мешковатой одежде, а из-за высокой стойки, черной кожанки, выглядывает коротко стриженная шишковатая макушка. Еще два персонажа перегораживают подступы к железной подъездной двери, испещренной пятнами оборванных объявлений. Оба словно близнецы, похожи на своего выседавшего на спинке скамьи выжака, с одной только разницей. У того, что справа от входа вместо куртки был надет короткий красный пуховик, а грязные засаленные волосы короткими стрелами торчали во все стороны. Третий пассажир, как две капли воды, похож на главаря маленькой стаи, только ростом чуть пониже и куртка пошита из дермантинового заменителя. В общем, для всех троих были вихляющая походка и угрюмо глумливое выражение обветренных лиц. Однако они не особо пьяны. Кайфовые развенченности в них тоже незаметны. Скорее всего, сейчас они разводят мужика на бабки с целью добыть средств на приятное проведение вечера. Парней я узнал, поскольку часто, проходя мимо первого подъезда, видел всю троицу, оккупировавшую многострадальную лавку. Один раз тот, что сейчас требовал портфель, попросил закурить, но, услышав мой короткий отказ, больше не приставал. Мы словно стали незаметными друг для друга, выпав из сферы общих интересов. Жертвой троицы оказался худощавый мужчина, за спиной которого прятался мальчик лет шести, прижимающий к груди большой пластмассовый самосвал ярко-оранжевого цвета. Мельком, глянув на часы и поймав циферблатом свет фонаря, я смекнул, что мужик забирал ребенка из детского сада. Решив повременить смешательством, я замер в тени стены дома и стал наблюдать. Мужик в сером дорогом пальто, хороших туфлях и с дорогим портфелем для бумаг выглядел благополучным служащим средней руки. Одежда ребенка тоже выглядела недешевой. Обычные люди, в меру ухоженные и даже при достатке. Явно местные, только вот сталкиваться с ними не приходилось. Вообще вмешиваться в данном случае было чревато. Вдруг один из хулиганов окажется сынком этого самого дяденьки, и я же окажусь крайним, если заступлюсь. Поэтому я тихо подошел как можно ближе, не обнаруживая себя, да и вряд ли кто-то меня заметил бы, подойди я даже открыто. Все трое были заняты новым развлечением, травлей беззащитного. Сидящий на лавке вожак, не меняя тона, продолжил. — Раз заяву забирать не хочешь, будешь отвечать за каждый день. Для начала метнешься, сейчас до хаты. Сорок штук мне принесешь, пока пацан твой тут с нами посидит. Ментам не звони, ты же видел, нас отпустили, даже извинились. — Неси деньги за ущерб, а лучше съезжай из нашего дома, профессор. Не серди меня, мужик. Хуже будет. На лице мужчины с портфелем отразилась целая гамма чувств. Видно было, что боится он только за ребенка, и даже хочет вступить с хулиганами в спор на их языке. Однако округлившиеся глаза мальчика не оставили ему выбора. Кивнув, он успокаивающе похлопал сына по плечу и пошел к двери. — Аркаша, ничего не бойся, я сейчас вернусь. Когда я понял, что шпана мужику не родственники, и я стал свидетелем обычного разбоя, на душе стало немного легче. Окна квартир всего первого этажа, забранные решетками, были темны. Неясный свет лился на площадку перед домом только с третьего этажа. Люди попрятались, никто не хотел вмешиваться. Государство отучило делать добрые дела. Помочь или нет, вопросом не было. Как стало ясно из разговора, конфликт имел затяжной характер. Дальнейшая судьба отца с сыном выглядела незавидной. Забрав деньги, они мужика могут серьезно покалечить, даже забить насмерть. Случаи были. Дождавшись, когда мужчина скроется в подъезде, я шагнул за спину сидящему на спинке скамьи вожаку и без замаха коротко пробил правый в затылок. Без единого вскрика, как и положено, вожак сполз на широкое сидение скамейки. Двое других замерли. Со стороны выглядело, что вожак вдруг просто потерял сознание. Очнувшись, оба кинулись к нему, но тут я вышел из тени слева, обойдя скамейку, но все еще оставаясь невидимым для встревожившихся хулиганов. Тот, что в красном пуховике, оттолкнул прочь мальчика с такой силой, что ребенок кубарем покатился в грязь, выпустив игрушку из рук. Оранжевая машинка неловко кувыркнулась, уткнулась в первую ступеньку крыльца и завалилась на бок. Снова, как и в первом случае, действовать пришлось быстро. Я угостил стоящего ко мне ближе к гопника ребром ладони по кадыку. Тот сипя осел на асфальт, обмякший, бесформенной грудой, и отключился. Третий хулиган, отбросивший мальчика, был слишком далеко для удара рукой, поэтому для начала получил носком сапога под колено. А когда от боли он подался вперед, я ударом кулака в основание черепа уложил на землю и его. Не теряя времени, снова оказался рядом с уже приходящим в себя главарем и, обыскав его карманы, нашел солидный арсенал, перестволенный под боевой патрон газовый пистолет и аккуратный финский нож в ножнах за поясом брюк. Ребята оказались не совсем простые. Мне повезло застать их врасплох, иначе я вполне мог получить еще одну лишнюю дыру в шкуре. Забрав пистолет и выщелкнув магазин, я насчитал в нем пять патронов. Однако круто для начала. Вернув магазин обратно и сунув ствол в карман штормовки, на какой-то момент я задумался о дальнейших действиях. Благо, все хулиганье лежало смирно. Выход виделся только один. Добавив шевельнувшемуся главарю еще немного сна, пережав хватом руки сонную артерию, я подошел к сидящему на ступеньках мальчику. Тот снова прижимал игрушечный самосвал к груди, невидящим взглядом уставился на меня. Присев перед ним на корточке краем глаза, следя за поверженной троицей, четко, но негромко спрашивая. «Аркаша, ты меня слышишь?» Мальчик рассеянно кивнул, в больших карих глазах застыли страх и удивление. Он не понимал, откуда взялся плотный, невысокого роста, короткостриженный, седой парень. С недельной щетиной на обветренном круглом лице и совершенно черными неподвижными глазами он мало чем отличался от лежащих на асфальте злых людей, угрожавших его отцу. Осторожно подняв пацана на ноги и сделав два шага вверх по крыльцу, я открыл дверь подъезда и подтолкнул мальчишку в неожиданно ярко освещенной лампой дневного света «Иди домой! Скажи своему папе, что парни передумали, им больше ничего от вас не нужно. Ты меня понял?» Мальчик заторможенно кивнул и припустил по лестнице. Тихо закрыв дверь на стальной пружине, чтобы не грохотало, я вернулся к скамейке и вынул трофейный пистолет из кармана. Я не народный мститель, но эта ситуация так не уйдет. Отморозки очнутся и, не найдя меня, снова переключаться на этого незнакомого мне профессора. Встав рядом с тихо лежавшим на лавке главарем, я ждал. Наконец, дермантины красная куртка очнулись. Шатаясь, поднялись на ноги и с недоумением уставились на меня. Пистолеты они пока не заметили. Молча кинулись на новую жертву без всяких вопросов. Каждому досталось по две девятимиллиметровые пули в грудь. Парни словно наткнулись на невидимую преграду и осели на асфальт в паре шагов от своего прошлого аэродрома. Стрелял я наверняка. Оба гопника умерли мгновенно. В магазине газовика оставался один патрон. Поэтому я прикинул, какая рука вожака рабочая. Хват ножа и расположение на плечной кобуры подсказывали, что сюрпризов нет. Парень правша. Взяв его рабочую руку так, чтобы он крепко ухватил вложенное ему в ладонь оружие, я, встав у бесчувственного гопника за спиной, я прицелился его рукой в окно точно за спинами трупов и выстрелил, а потом мгновенно отшагнул в темноту. Звон стекла, сонные голоса разбуженных жильцов — всё это я слышал уже издали, отбежав от дома на приличное расстояние и укрывшись подаркой. Начавший приходить в себя главарь недоуменно глядел на свой пистолет, зажатый в руке, и трупы приятелей. Окна всего первого этажа осветились. Минут через десять вдалеке завыла милицейская сирена, а очнувшийся главарь, бросив оружие, припустил в мою сторону. Ничего не оставалось, как поставить пролетавшему мимо бандиту подножку, и тот рухнул в самую середину лужи. Не ожидая приезда ментов, я снова отшагнул назад, оказавшись там, откуда начал свой путь всего полчаса тому назад. Быстро миновав по темным буеракам расстояние до своего подъезда, я открыл металлическую дверь, и тут меня скрутил приступ острой боли. Сердце жгло, как огнем, левая рука, словно чужая, повисла плетью вдоль туловища. Наш первый этаж был темен. Лампочку там постоянно воровали либо били. Поэтому местные обитатели все поголовно ходили с ручными фонариками. Превозмогая резкие приступы, мутящие сознание боли, я кое-как преодолел три этажа, держась за стены и почти валился в квартиру с огромным трудом, различив затуманенным болью взглядом замочную скважину и судорожно справившись с замками. Потерять сознание мешало только упрямство, но боль оказалась сильней, поэтому последнее, что осталось в памяти, это уходящая вверх стена тесного пространства прихожей. Тогда это был первый серьезный привет от пережитого на войне. Доктора говорили, что стресс, нагрузки и все дела. В принципе, ничего особенного не случилось. Курить я бросил за два года до этого, а нервы... Ну, с этим придется жить. Фокус в том, что было подозрение на инфаркт, но я сбежал из больнички, не дожидаясь, пока доктора возьмутся за меня всерьез. Потом приятель привез из Китая настойку то ли женьшеня то ли тигровых костей. Я попил ее год, и до настоящего времени приступов даже после серьезных нагрузок не было. История же, после которой проявилась новая болячка, продолжения не имела. Через неделю профессор, оказавшийся довольно успешным банковским служащим средней руки, съехал из нашего дома. Гопник больше не появлялся во дворе, ни один, ни с компанией, все успокоилось. Это и был самый лучший для меня выход. Парнишка ничего лишнего, отцу и ментам не сболтнул. Поднявшись на ноги и приведя дыхание в порядок, я снова побежал по следу, мысленно надеясь, что хоть со стороны собственного организма предательства больше не будет. След Михаси обрывался у невысокой горки, поднявшись на которую, я обнаружил с десяток стрелянных гильз от его винтовки и следы борьбы. Глянув вниз, где открывался участок тропы, ведущий к вершине холма, я заметил четыре лежащих рядком неподвижные фигуры. Судя по неестественным позам, все они были мертвы. Скорее всего, один из наемников отстал от своих, проверяя тыл, а Михась в это время уложил еще четверых его приятелей. Уже не знаю чем, но Мишка себя выдал, и они с Амером схватились в рукопашную. Неясно пока, насколько крут был враг, но однозначно, что шансов против Мишки в рукопашной схватке у него было немного. Михась, сколько его помню, не вылезал с тренировок и спаррингов, а как-то раз при мне вырубил почти одномоментно сразу троих опытных самбистов. Спустившись с холма и миновав широкий пролом, оставленный в зарослях шиповника, я вышел на небольшую полянку, где и обнаружил приятеля и связанного наемника, брыкающегося изо всех сил. Иностранца Мишка спеленал грамотно, развязаться самостоятельно у того бы не получилось. А рот наемника стягивала обычная в таких случаях уздечка. Такая вот вставленная между зубов палка не даст человеку кричать, но и не позволит задохнуться. Приятель сделал все, чтобы пленник не остался калекой. Однако сам он не подавал признаков жизни. Бледное лицо, изрезанные руки и зажимаемая ножевая рана в левом боку такова была цена, заплаченная мехасем зауткнувшегося в корне старой сосны пленника. Разрезав куртку вместе пореза и ощупав рану, я понял, что смертельный удар противника Мишка отвел. Но, скользнув по ребрам, нож глубоко ушел в мягкие ткани. Стреножив противника, приятель быстро потерял силы, потом отключился. Вынув флягу с водой, я побрызгал Мишке в лицо, веки его затрепетали, глаза открылись и, сфокусировав на моем лице взгляд, он попытался что-то сказать, но я не дал. Молчи! Крови ты много потерял, но сейчас уже все нормально. Тихо полежи, напарник, скоро домой пойдем. Походя, пнув дергавшегося иностранца в грудину, я срезал два молодых деревца и смастерил нечто вроде волокуши. Устроил на ней раненого и занялся пленным. Это был Матинелли, собственной персоной, только подрастерявший былой шик и сильно помятый во время драки с Михасимом. Показав ему нож и приложив лезвие к его губам, я дал понять, что любой звук будет наказуем. Пленный кивнул в знак понимания и даже слегка успокоился. Во время драки он уже понял, что убивать его не собирается и, видимо, был настроен поторговаться. Вынув уздечку, я указал на волокушу. После того, как ты порезал моего друга, цена твоей жизни сильно упала, итальянец. Кивни, если понял. Говорил я на вполне сносном английском, поэтому слегка опешивший Матинелли только согласно затряс головой. Перспектива быть зарезанным в отместку за смерть непонятного русского его явно впечатлила. Он поверил, что я не шучу. Убедившись, что эффект достигнут, я продолжил. Сейчас ты работаешь лошадью. Нам нужно уйти подальше отсюда, а потом поговорим о твоей жизни. Запомни, я про тебя знаю больше, чем ты про меня. Молись тому, в кого веришь, иначе сам попросишь, чтобы тебя пристрелили. Расклад такой. Тащи носилки, не пытайся бежать, и, может быть, наша встреча даже послужит к обоюдной выгоде. Согласен? Косив взгляд в сторону бледного Михасия и, облизнув потрескавшиеся в кровавой корости «Гарантии, если твой друг умрет!» Я не сильно без замаха ударил пленного по щеке тыльной стороной ладони. Времени на игры уже не было. Михасия нужно вытаскивать. Сделка была о другом. А если ты будешь и дальше юлить, сдерусь тебя кожу заживо. Даю слово. Снова побледнев, Матинелли ослабил напор, поняв, что иметь дело не с новичком и потянуть время не получится. С другой стороны, он смекнул, что есть реальный шанс сохранить себе жизнь. Поэтому согласно наклонил голову, попытался даже раздвинуть губы в улыбке и коряво сказал по-русски «Хороше! Я сделать по-твоему!» «Ну тогда пошли!» Указав пленному нужное направление и развязав ему ноги, я повесил верхний конец волокуши ему на шею, предварительно обмотав ее оторванной полой его же куртки. Получилось нечто вроде позволив итальянцу чуть размять ноги и спустя минуту хлопнув его по плечу дал таким способом сигнал трогаться. Мне тоже пришлось обзавестись дополнительным багажом. Я тащил на себе Мишкин винторез и его же пояс с подсумками. Своё весло перевесил на шею, чтобы в случае чего сразу занять боевое положение. Амера хоть и шныряли уже далеко, однако в воздухе я слышал стрекотание беспилотников. Вертушки утюжили небо севернее, ближе к дороге и месту засады. Увидят нас, без обязательных в таком случае маячков свой-чужой на одежде, сразу опознают в наёмнике пленного и соориентируют поисковиков на перехват. Не знаю, есть ли такие приборчики у Матинелли с приятелями. Однако сейчас нас могло спасти только быстрое, насколько это возможно, движение вперёд к тропе, ведущей сделал большой крюк в обратную сторону. И сейчас мы находились в каких-то трёхстах метрах восточной горы, где уже почти наверняка сомкнулось кольцо оцепления. Узкая, почти незаметная в траве звериная тропка вела нас на северо-восток, прочь от дороги. Однако враг имел преимущество. Назойливый и зудящий шум низколетящего беспилотника был отчётливо различим. Хитрая пташка пока висела над верхушками деревьев в сотни метров позади нас. Но передислоцироваться ближе ей ничто не мешает. Итальянец шустро семенил впереди и правее, опустив голову и ничего вокруг не замечая. Я довольно усмехнулся. Не находя вариантов немедленного спасения, он выжидал, надеясь на удобный случай. Так бы поступил я сам, оказавшись в плену. Иногда сразу спастись не получается, но если противник дал тебе время и не убил сразу после первого допроса, то подарил шанс на свободу. Под дерево быстро сядь и замри! С востока на нас заходил боевой вертолет. Днем Амера использует обычную оптику. Вертушка шла слишком высоко над деревьями, но быстро приближалась. Матинелли прошипел что-то на своем цветастом, как и русский язык итальянском, и увеличив ширину шага, рывком метнулся под раскидистую ель. Я тоже затаился под деревом в пяти метрах от пленника его груза. Замер, прижавшись к терпко пахнущему смолой пылью стволу такой же елки. Хищное узкое тело вертолета пронеслось над нами в следующее мгновение, и я разглядел только пилоны с подвесным вооружением и отблеск стекла пилотской кабины. На несколько долгих мгновений заложило уши. Потом шум стал стихать, но не ушел насовсем. Вертолет по спирали нарезал небо над тем местом, где мы были еще полчаса назад. Зависнув там, на какое-то время он улетел в сторону дороги, изящно развернувшись с дифферентом на нос. Матинелли оказался не так прост. Каким-то образом итальянец пометил место, где лежал связанный. И сейчас на наш след выйдут поисковики. Восточнее начинается зона ответственности охранных частей авиабазы. Местность тамошние солдаты знают неплохо. Им не составит труда отсечь нас от дороги, ведущей к спасению. Стиснув зубы, я поднялся и, как будто ничего не поняв, подтолкнул итальянца. Мол, давай, двигай вперед. Однако, прикинув расстояние, свернул чуть севернее. Туда направились Веня и его товарищи. Если получится, мы их догоним даже с нашим грузом. И тогда я смогу закончить с Нелли до того, как нас возьмут в кольцо. Потом одному мне, скорее всего, удастся выйти из окружения. Одного не так легко найти. Иностранец ничего не заметил, думая, что я всего лишь петляю или к его вязчей радости сбился с дороги. Лес стал напоминать сплошную коричнево-зеленую массу. Перед глазами время от времени всплывали цветные круги, но я продолжал бежать, подгоняя и пленного. Деревья подступали совсем близко, местами и без того узкая тропка становилась совершенно невидимой. Даже свежий, с нерастраченными силами лесовик и то сбился бы с дороги. Однако какая-то непонятная сила не давала мне потерять ту интуитивную путеводную нить, что вот уже пару часов к ряду ведет нас в верном направлении. Постепенно дневной свет померк, сосны с густыми кронами и молодые тоненькие елочки росли все теснее. Каждый шаг в ногах и в более-менее вменяемом состоянии, пожалуй, только упрямство и жгучая, словно концентрированная кислота, злость. Вопросы, которые постоянно мусолили между собой артельщики, тоже не давали мне покоя. Просто на них я ответил гораздо раньше, еще там, на Кавказе. Правильный и справедливый поступок требует от человека много усилий, поскольку жизнь штука не совсем однозначная. Подлость и всякие непотребства, на мой взгляд, совершать проще. Поэтому напасть на беззащитного, отнять у слабого — это быстрый способ пожить весело, причем здесь и сейчас. Изменился масштаб подлости. Как это периодически бывает в истории, опьяненный безнаказанностью бандит размножился до размеров целой цивилизации. И эти урки скопом навалились на больного, но не бедного соседа, частично впавшего в маразм. Пусть прозвучит это излишне просто, однако, когда живешь в земляной яме, а вокруг свистят пули, на сложное отвлеченное умозаключение вовсе не тянет. Стало совершенно темно. Спину сутулившегося пленника я различал с большим трудом. Мы ушли из района активного прочесывания, впереди лежал хвойный участок вечно зеленого леса, на карте помеченной как непроходимый. Это означало, что не слишком приспособленные к лесной жизни туристы вряд ли ушли далеко. Даже с учетом предоставленной им форы в 3-4 часа. Приостановившись, я глянул на компас и перевел дух. Вроде идем верно. Впереди маячил небольшой овраг, за ним журчал ручеек, совершенно скрытый высокой травой и кустарником. Мелькнула мысль, что возле воды удобно устроить привал, и туристы вполне могут быть совсем рядом. Догнав матинелли, и перевесив автомат за спину, я подхватил задний край волокуши. Вдвоем мы преодолели овраг и вброд перешли почти пересохшие от жары последних дней русла ручья. Углубившись сначала в чащу, я отпустил волокушу и всмотрелся в лицо раненого. Мехась может умереть, есть вероятность, что не донесем. Мишка был совсем плох. Бледное лицо, посиневшие губы, но от покойника в нем было только две трети. Бросать товарищей я не собирался. Сделав короткий перерыв и оправив одежду, мы снова двинулись в путь. От усталости я случайно зацепил носком ботинка свалявшийся комок прочных словно леска травяных стеблей и чуть не упал. Потерял равновесие, но в последний момент схватился за сук елки. Может, это и спасло. Сухо треснул одиночный выстрел, я на рефлексах и остатках выносливости упал на землю и просипел. «Веня, свои!» Чуйка не подвела. Туристов мы нагнали спустя три с четвертью часа после встречи с вертолетом. Однако из-за шума, который производила волокуша, нас услышали и организовали засаду. Ко мне, стоящему на коленях с вытянутыми руками, подбежал сам очкарик. Пелена, нагнетаемая кровяным давлением, мешала мне четко его видеть, но, несомненно, это был мой знакомый студент. Странно было видеть, что кто-то, кроме тебя самого, может забраться в такую глушь, да еще и с горящими восторгом глазами. Веня, может быть, по молодости, а может, из-за стресса не до конца осознавал всю мерзость нашей ситуации. Для него и большей части туристов окончательное прозрение наступит немного позже. Главное, чтобы это случилось не во время очередной стычки с амерами. Нужно еще многому их научить. Время, как его не достает. Венины приятели, затаившиеся в кустах по правую руку от меня, повалили пленного итальянца на землю. Поняв, что тот связан и тащит на себе еще одного, на их взгляд стопроцентного покойника, оба туриста в недоумении смотрели на Вениамина. Тот жестом, велев им оставаться на месте, кинулся помогать мне. Взяв его руку, я поднялся, снял маску и, слабо хлопнув его по плечу, сразу заговорил. «Слушай внимательно, студент. Мой товарищ потерял много крови. Со мной ценный пленник. Это подельник Шермана. Поверю, нужен нам живым и невредимым. Сейчас нет времени объяснять, но я все тебе расскажу, обещаю. Берите раненого!» Я протянул очкарику винторез и Мишкину сбрую с подсумками. «И бегите дальше! Я с иностранцем прогуляюсь и уведу погоню от вас. Потом, потом как карта ляжет, но я постараюсь выйти вместо встречи с остальными. Если не приду, ты и остальные, постарайтесь уничтожить авиабазу. Там бомберы. Там смерть нашим городам. Они не должны взлетать. Ты все понял?» Азарт в глазах студента затухал по мере того, как смысл сказанного доходил до его сознания. Так обычно и бывает. Кажется, вот он тот, кто все знает, все умеет, и пули этого непонятного лесовика не берут. А тут моя загадочная личность, возьми да обернись совершенно иной гранью. Кого сейчас этот в сущности совсем еще зеленый пацан узрел? Невысокого, потрепанного мужика в заляпанной грязью самопальной лохматой накидке с упрямым выражением черных злых глаз на удивительно невыразительном круглом лице, заросшем седой трехдневной щетиной. Мягко скажем, сочетание получилось негероическое. Однако сил на спокойный тон и всякие психологические этюды не то, чтобы не осталось вовсе. Похоже было, что я беру у кого-то невидимого взаймы, силы и соображалку. По моим ощущениям, силы и соображалка иссякли еще во время ошибки у моста. Совершенно не представляю, откуда они берутся теперь. Да плевать. Лишь бы пружина не развернулась до конца раньше времени. Лишь бы этот эфемерный завод не иссяк теперь, когда комбинация почти завершена. Веня торопела, уставился на меня. Казалось, что вокруг нас двоих образовался вакуум. Его товарищи хлопотали над раненым, расспрашивая о чем-то пленника. На нас не обращали никакого внимания. Очкарик, как только первое изумление прошло, дрогнувшим голосом спросил. Лисовик, ты говорил, что вас мало, но все эти нападения, разгром колонны, почему не приходят остальные, почему вас только двое? Идиот или менее уставший человек на моем месте скорее всего безумно захохотал бы или промолчал совсем, или рявкнул бы что-то в приказном тоне. Всего этого я никогда себе не позволяю, поскольку истеричный смех выдает бессилие, а бессмысленный приказ для еще не слишком доверяющего мне человека вызовет еще большее неприятие. Я сказал то, что должен. Правду. Нас всего трое, Вениамин. Это я, мой напарник, который скоро отбросит коньки и лежит вон там на волокуше. Мы обычные охранники. Чуть круче тех, что ходят между прилавками в супермаркетах. Ну, знаешь, лицензия, почти настоящее оружие, никаких прав, случись что. Третий, бывший водитель-дальнобойщик, который сейчас идет в Шишковиче, чтобы помочь вашим раненым найти новое убежище. Вот и вся наша артель. Взгляд очкарика выражал полное замешательство. Руки дергали поясной ремень, отражая разброд мыслей своего хозяина. Ему было непонятно, то ли я настолько недоверчив, что скрываю от него таинственных могучих союзников, то ли просто тронулся умом. Представление, пусть и увлекающегося околовоенной тематикой, но все же сугубо гражданского человека, то, что сотворили мы, двум вертухаем, чоповцам и одному дальнобойщику, реально не по силам. Какое-то время он потрясенно молчал, я даже слышал, как рушатся высокие стены и тонкошпильные башни его воздушного замка. Наконец, руки студента пришли к согласию с мыслями в голове, и он подавленно спросил. — Как? Я же думал, надеялся. Нужно было вернуть парня с небес на землю, хотя времени на воспитательную работу совсем не осталось. Случаются моменты, когда правду нужно сказать без прикраса и утайки. Правда страшит, однако она же может придать сил, когда человек поймет, что есть работа, которую кроме него никто делать не станет. От слов, что вот он, последний солдат, последняя стена, за которой только пропасть и небытие, даже у робких и слабых может случиться прозрение, катарсис, если угодно. — Все мы надеялись на кого-то другого, Веня. Прости, если скажу банальность, если это прозвучит снисходительно, но никто, кроме нас, драться не будет. Армия... Не знаю, где она и что делает, да мне и безразлично. Время, когда можно было сидеть и надеяться на других, прошло. В глубине души ты это знаешь. Вместе мы сумели одолеть врага, он был силен, но мы победили. Посмотри мне в глаза, Вениамин, и скажи, так это? Или, может быть, я обманулся, и горящая машина на переправе Мираж? Голос мой был хриплым, но последние слова я прошипел, отчего глаза собеседника наполнились животным ужасом, и он отвернулся. Однако, опомнившись, возразил с вызовом. — Это мелочь, комаринный укус. Нас разыщет и уничтожит. Раз нет поддержки, нет армии, все бессмысленно и глупо. — Верно. Боль во всем теле стала невыносимой. Но я не подал виду, и внешне остался спокоен. Пусть только внешне. — Если думаешь, как жертва и человек сторонний, оглянись вокруг, это наша земля, другой нет и не будет, бежать некуда. Если ты русский, так и так тебе не жить. Длить агонию, прятаться, это твой выбор. Может, удастся пробиться к тем, кто сражается, и ждать, что снова за тебя пойдет воевать кто-то другой, да? А если нет больше своих, кроме тех, что сейчас вон там, я указал пальцем на возящихся с раненым радиоведущего и незнакомого мне парня лет тридцати. Они тоже не герои, но думаю, что герои к этому времени уже закончились. Остались только мы. Веня вспыхнул, подавляя уязвленное самолюбие. Руки его снова пришли в движение, не оставляя в покое ремень. Звуки погони и шум вертолетных винтов сместились в нашу сторону. Погоня уже близко. Я начал подниматься с земли, как можно более небрежно оправляя снаряжение. От шага прочь очкарик удержал меня, заступив дорогу. Страха и отчаяния в его глазах уже не было. Если русскому человеку показать реальную цель, дать смысл к служению, убедить, что кроме него дело никто не осилит, даже у отчаявшихся открывается второе дыхание. Очкарик был готов драться, поскольку иллюзий по поводу поддержки не осталось, а мы с артельщиками в его понимании совершили почти что подвиг. Не споря, только и отчаяние всегда сопутствует тем, кто малым числом выступает против орды врагов. Однако песня предков уже зазвучала в его крови. Голоса тех, кто вот так же поколение назад вставал лицом к врагу, чтобы биться насмерть, уже говорили с ним, шептали слова ободрения, вселяя мужество в его сердце. Проходит поколение, время течет, меняя внешний облик людей, живущих на земле под названием Россия. Однако ничто не заставит утихнуть голоса ее защитников. Пусть люди часто сами не подозревают о том, на что способны. Все открывается каждому в свой час. Это я знаю по себе. Враг, даже самый сильный и коварный, всегда ассоциируется у меня с химерического вида четвероногим зверем, способным убивать одним лишь взглядом налитых безумной злобой и жаждой насыщения красных глаз. Подобно шакалу, он кругами ходит вокруг ослабевшей жертвы, мерзким воем и оскалом пасти, полной желтых длинных клыков, подбадривая себя и сородичей. Такой зверь не охотится в одиночку, но пока вожак не кинется на жертву, его сородичи, поджав хвосты, держатся в стороне. Если достало смелости один раз взглянуть в глаза бешеного зверя, изготовившегося к прыжку, не отвести взгляд, совладать с ужасом и слабостью в конечностях, ты уже наполовину победил. Оружие любого хищника — это страх его жертв, усталость и отчаяние обреченного стать добычей. Но когда удается это оружие обернуть против него самого, зверь убежит или промахнется в решающем броске, а его сородичи отступят. Руки и вени уже не теребили пояс. Они крепко сжимали трофейный автомат, его внутренний зверь только что промахнулся, злок клацнув зубами впустую. — Нет, думаю, мы пойдем вместе, ведь вместе не так страшно, правда, лесовик? — Страшно бывает всегда, если ты не слабоумный или не обдолбыш. Я заставил губы скривиться в неком подобии улыбки, но вряд ли получилось что-то кроме волчьего оскала. — Просто есть вещи понял. Время поджимает, поторопись, да и мне пора. — Ты должен вернуться, мы будем ждать, сколько понадобится, я... — Чем лучше я тебя или любого из выживших? Нет особенных, теперь каждый, кто решил воевать, а не мародерить или прятаться вроде как избранный из идиотских фантастических фильмов. Нет нужды никого дожидаться. Я говорил уже через плечо, идя к поднявшемуся с земли «А если нет, теперь прежде всего умей рассчитывать только на свои силы. Тогда любая помощь со стороны будет приятным сюрпризом, без которого вполне можно обойтись. Ты почти все можешь сам. Раз остался цел, то воюй. Бывай, студент!» Все, что я видел впереди, это спина и связанные руки Матинелли. После короткой встречи с Веней и его двумя товарищами мне удалось немного облегчить свою задачу. Теперь можно будет привести в действие следующий этап плана по уничтожению бомбардировщиков. Шли мы по дуге от последней точки встречи с туристами на север. Получалось так, что обратный маршрут забирал влево относительно проторенного волокушей следа. Теперь преследователи вынуждены будут сместить сети облавы. И я надеюсь, что очкарик с друзьями и раненым мишкой проскочит незамеченными. Туристов больше и подменяя друг друга они будут двигаться быстрее, чем мы часом раньше. Зная, как проводится подобный поиск, я предположил, что пойдут по следу оставляемому наемникам, а за туристами отрядят летательный аппарат. Так это или нет, но мы сейчас двигались навстречу поисковым группам, заходя им во фланг. Увидев небольшой враг с покатами склонами и кучками валежника на дне, я остановился на краю, подсёк ногу пленника и тот повалился вниз. Чертыхаясь по-английски, перемежая бедные английские слова цветастыми оборотами из родного языка, итальянец кубарем слетел на дно оврага. Попытавшись встать, он только собрал на себя кучу листьев и повернулся на бок. Я обошёл яму и сел на край так, чтобы иностранец видел моё лицо. Немного подождав, пока тот успокоится, нет времени выбирать место для беседы. Для начала держи вот это. Я метнул нож так, что он вошёл в землю в двух сантиметрах от лица наёмника. Тот вздрогнул всем телом, подавшись назад, но уперся в склон оврага. Нужно отдать должное, итальянец не испугался, просто своими действиями я спутал его карты. Он что-то ожидал, что его поведут в лагерь, будут допрашивать, а потом бравые американские морпехи его обязательно выручат. Однако, увидев нож, он принял меня за преемника Краснова. В его глазах загорелась искра понимания. Пока всё шло, как планировалось. Главное подцепить Матинелли на крючок и заинтересовать. Не отрывая взгляда от ножа, итальянец замер, ожидая дальнейших действий с моей стороны. С востока послышался резкий свистящий шум, и над тайгой в сторону авиабазы прошла пара самолётов. Судя по всему, штурмовики. Звуков бомбёжки я ни разу не слышал, значит, не найдя цели, и самолёты ушли обратно. Времени до того момента, как нас обнаружат поисковые группы, осталось от силы час, может быть, полтора. Чуть наклонившись вперёд, я поощрительно кивнул в сторону рукоятки ножа. «Чего застыл, итальянец? Нож твой! К тому моменту, как мы закончим, ты уже сможешь освободиться. Начинай!» Сплюнув набившийся в рот грязь и мусор, Матинелли молча принялся ворочаться. В какой-то момент ему удалось сесть и перебросить руки вперёд. Я специально не стал слишком жёстко связывать пленника. Руки наёмника судорожно вцепились в рукоять его же собственного клинка, который я забрал у Мишки. Приятелю удалось обезоружить противника, но это стоило ему дырки в боку и полулитра крови. Сейчас важно было с одной стороны показать своё превосходство над пленным, а с другой же напротив оставить лазейку для возможного торга за свободу. Нож даст Матинелли шанс, теперь в руках знакомое, пусть и почти бесполезное, против моего автомата оружие. Мы оба соизмеряли свои возможности и после неожиданного манёвра через пару часов назад итальянец уже не был уверен в том, что именно я задумал. Теперь вольно или нет, он вынужден слушать то, что я предложу. Пока иностранец пытался перехватить нож затёкшими пальцами, я начал говорить. «Верёвки ты перепилишь через десять минут, ещё спустя минут сорок здесь будут твои коллеги, и ты вернёшься к своим. Правда, после рейда к мосту их осталось немного, верно? Я всегда говорил, что русский очень коварный народ, не следовало доверять Рохо». Голос наёмника дрожал от напряжения. Ему наконец удалось зажать нож между колен. Клинок представлял собой одну из недешёвых копий американского десантного ножа «Кейбар». Спорная штука, хоть красивая. Я без сожаления вернул трофей иностранцу, поскольку свой выбор сделал ещё в армии, где совершенно случайно мне в руки попал отличный кинжал НРС-2. К сожалению, патроны, которыми стрелял нож разведчика, достать было практически невозможно. Поэтому всё о стрельбе я знал только в теории. Но что касается базовой техники фехтования на ножах, то я выигрывал четыре учебные схватки из пяти. Приходилось изворачиваться и таскать учителю-майору из какого-то крутого армейского спецназа марочный коньяк, который в свою очередь приходилось выменивать у знакомого армянина-контрактника на обмундирование и жратву. Мы, ходя в поиск, часто натыкались на схроны духов и не сильно разрозненные дома. Таскали много всякого барахла, а даже импортные телевизоры попадались, не говоря уже про ковры и гражданскую одежду. Майор занимался со мной три месяца, пока наши части соседствовали и вроде как даже выполняли похожие задачи. Что тут скажешь? Иногда жизнь бывает щедрано полезная встреча. Нож и твердо запомнившиеся уроки несколько раз впоследствии спасали мне жизнь. Вопреки книжным байкам майор к себе в спецуру не звал, хотя за успехи хвалил искренне. Да и не знаю, смог ли я служить там, поскольку все мысли в те времена были только про дембель и о карьере военного совершенно не мечталось. К сожалению, что не попросился сам, пришло гораздо позже, вместе с пониманием своего места в жизни. Промыкавшись на гражданке год и встретив приятеля от безысходности вербовавшегося на войну с чехами, я без раздумий решил пойти вместе с ним, поняв, что ремесло воина это уже моя судьба или диагноз. Иностранец разрезал веревки за то время, когда я вновь мысленно провалился в прошлое и сейчас уже стоял на ногах, разминая конечности. Нож он вернул в ножны, скомбинированные с пустой сейчас тактической кобурой на правом бедре. Я увидел, что фиксатор застежки в обычное время обнимавший рукоять под гардой клинка сейчас расстегнут и чуть передвинул автомат правой рукой так, чтобы Матинелли уловил это движение. Одновременно я незаметно для него положил левую руку на рукоять пистолета. Шум привлечет ненужное внимание, которое я в моем нынешнем состоянии могу и не пережить. Если ничего не выйдет, пусть итальянец сдохнет тихо. «Метнуть нож ты не успеешь», сказал я. «Выстрелы услышат». Матинелли устал и зло оскалился, опуская руку к бедру. «Так и так тебе не жить». Я убрал палец со спускового крючка и прихлопнул ладонью по земле. Это сбило иностранца с толку, и он одернул свою руку от рукояти ножа. Похоже, его мозги плавились от попыток прокачать меня. «Скажи, итальянец, зачем ты приехал в Россию? Да еще забрался в такую глушь в Сибирь. Я спрашиваю без подвоха. Мне правда интересно». Видимо, сначала Матинелли хотел что-то быстро ответить, выдать дежурную заготовку, но мой спокойный и безразличный тон снова сбил его с толку. Итальянец коротко ответил. «Работы дома нет, а тут платят хорошие деньги. Американцы сказали, что вариант русские...» Он запнулся, но увидев, что я его внимательно слушаю, быстро поправился. «Что вы не готовы к войне? Я шесть лет отслужил на флоте, а тут место было только на сухопутке. До встречи с Роха все было спокойно, контракт шел, деньги капали на счет в банке, а потом возник соблазн сорвать куш, не продлевать контракт и еще на два года уехать домой». «Хорошо, когда есть дом, это ты верно сказал. Кстати, и надбавки, сколько это максимально в новой валюте?» Опишев от такого обыденного вопроса, иностранец сел на землю и, уставившись на меня с явным недоумением, ответил дрожащим голосом. Совершенно не понимая сути беседы, он просто отвечал на вопросы, окончательно уступив инициативу мне. «Четыре сотни Амера, минус налоги и процент по кредитам. Я строю дом, женился в прошлом году. С учетом нынешнего курса один новый Амера за три тысячи старых долларов. Это неплохо!» «Неплохо, жить можно!» Я буднично кивнул в подтверждение правоты иностранца. «А Шерман, ну этот испанский гость наш, сколько бы тебе обломилось после дележки с ним и твоими приятелями?» «Пятьдесят? Нет, тридцать пять тысяч!» Итальянец просто следовал нити разговора. Я задел его за живое. «Но там пришлось бы ждать, пока...» «О, подробности схемы меня не интересуют!» Я махнул рукой, выражая пренебрежение к деталям. «Сейчас-то ты так и так намели, верно?» Во взгляде и во всей позе пленника что-то изменилось. Он интуитивно чувствовал, что впереди его ждет нечто интересное. В минуты опасности интуиция любого человека обостряется. Матинелли не чувствовал с моей стороны прямой угрозы. Напротив, ему стало понятно, что в своих первоначальных выводах он не ошибся. По крайней мере, сейчас ему так казалось. «Нет, просто все вернулось к первоначальной точке. Я не разбогател, зато жив, и...» Тут он напряг слух в надежде, что вот тут-то из кустов выскочат бравые морпехи, и странному разговору придет конец. Но ничего не произошло. Поэтому итальянец оборвал себе на полусловие, снова выжидательно глядя мне в глаза. Медленно, чтобы не вызвать ненужных треволнений у иностранца, я двумя пальцами правой руки вынул из кармана куртки, затянутую в полиэтилен, пачку иностранных денег и бросил ее под ноги пленного. Описав короткую дугу, сверток плюхнулся рядом с рукой нешелохнувшегося матинелли. Я поощряюще кивнул на деньги. Возьми! Там десять тысяч амера, купюрами по двадцать и пятьдесят. Раз ты приехал заработать, вот твой шанс не просто вылезти из долгов, но реально разбогатеть, по-настоящему разбогатеть. Ты хочешь этого, иностранец? Чуть помедлив и не спуская с меня настороженного взгляда, наемник схватил сверток и, разорвав паэлитилен, принялся проверять купюры. По блеску глаз я понял, что его все устроило. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде был только лихорадочный азарт. Парень спекся. Поощрительно улыбаясь, я продолжил. Эти деньги ты можешь взять без всяких условий, как компенсацию за плен и неудачную сделку с недобросовестным партнером. Шерман ведь так или иначе хотел вас кинуть. А ты нет? Потеряв всякую осторожность, Матинелли смелел посекундно. Ему показалось, что он уловил суть сделки. Но тут я его обломил. Каждый человек чего-то хочет от жизни и других людей. Чего хочешь ты, мы выяснили. Чего хочу я, тебе знать не обязательно. Не загружай мозги ненужными деталями. Ты хочешь свой дом, яхту, машину и денег побольше, чем сможешь потратить. Я дам тебе возможность осуществить мечту. Похоже на сделку с дьяволом. Голос итальянца и он снова настороженно посмотрел мне в глаза. Но это вряд ли. Ты хочешь заработать, я хочу воевать. А война требует информации и припасов. Деньги, которые я захвачу, твои. Мне их в тайге не потратить. Но только с припасами и живой я смогу обеспечить их поступление тебе. Не торопись, подумай. Ты останешься жив, заработаешь, отправишься на родину и забудешь все, как страшный сон. Американцы нас разобьют, ты так и так ничего не теряешь. Но со мной есть шанс вернуться домой богатым и здоровым. А вот без меня... Да я даже убивать тебя не буду. Ты сам пожалеешь, что отказался от сделки, потому что будут другие пленные, и среди них найдется тот, кто согласится. Ловить нас будут долго, и щейки, которых ты пустил по своему следу, никого не найдут, потому что я тут хозяин, а вы только незваные гости. На банковской ленте написана рабочая чистота. Я буду на волне каждый вторник и четверг с тридцати до пятнадцати часов. Позови, если надумаешь согласиться. А сейчас прощай, итальянец. Матинелли подобрал ленточку с цифрами и спрятал ее в потайной кармашек возле локтевой заплатки на левом рукаве. Грамотно рассовал по карманам деньги и, ловко цепляясь за выпирающие из склона оврага корни деревьев и пучки травы, взобрался наверх. Я тоже поднялся, переместив руку так, что из этого положения можно выстрелить из пистолета от бедра. Но опасения оказались напрасны. Итальянец только кивнул мне на прощание и, не оглядываясь, пошел в сторону, откуда слышались звуки приближающейся облавы. Подождав, пока он скроется из вида, я двинулся следом, чтобы еще больше запутать тех, кто придет сюда уже через каких-то десять минут. Пройдя таким манером метров сто, я свернул сначала на юго-восток, а потом развернулся и, забирая восточнее, через час с небольшим опять вернулся на маршрут в Шишковиче. Звуки погони снова отдалились, но чувство беспокойства где-то на периферии сознания тонким голоском нудела о близкой опасности. Сбавив темп, я выбрал небольшую цепь в корнях старой сосны и, замаскировавшись, присел. Я выжидал, нет ли кого поблизости, попутно анализируя наш с наемником разговор. Кажется, вербовка прошла удачно, и иностранец, ощущая нехилые деньги в кармане, понимает, что получил их практически без всякого риска. Прикинув все шансы и просчитав выгоды от долгосрочной работы на меня, он непременно решит, что вынул счастливый билет. Плены угрозы смерти неожиданно принесли неплохой барыш. К тому же теперь отпала необходимость с кем-то делиться. Деньги польются рекой, поскольку коль речь зашла об оружии, то, увидев мою экипировку, иностранец подумал ровно о том же, что и я. Трофейное имущество большей части уничтожается. И именно наемники решают, что отправить на склад, а что уничтожить, как негодный хлам. Позже, если все пойдет, как я задумал, можно будет расширить сотрудничество, поскольку размеры отряда уже увеличились, и это не последнее пополнение. Особенно остров станет вопрос продовольствия, медикаментов и одежды. Обдерия даже всех зверей в лесу, обшить такую ораву не удастся. Поэтому каждый получит то, что хочет. В этом я иностранцу не солгал. Время шло к ночи. Сумерки превращались в непроглядную темень, и находиться в сухом лесу стало еще опаснее, нежели днем. Матинелли наверняка расскажет, что его захватили в плен, но он сбежал, утаив нож при поверхностном обыске. Поэтому меня станут искать особенно тщательно, и с наступлением темноты Амер испустит на меня свой главный резерв — малые поисковые группы, охотников на диверсантов. Я понял это, как только шум, производимый обычными поисковиками стих, но угол вертолетных моторов не исчез, а сместившись к востоку то удалялся, то приближался. Сейчас Амеры высадились не далее, чем в трех десятках километров отсюда. Разбились по командам и, поделив сектора, ищут мой след. Около двух лет назад я слышал о подразделениях, призванных охотиться именно на партизан. Опыт малых групп, частично утерянный после Вьетнама, был возрожден, как только Амери влезли в другой капкан, афганский. После вывода войск многие спецы ушли в частные фирмы, но то, что случилось со схроном три дня назад, наводит на мысль, что кто-то из этих парней остался на службе, и сейчас резвится тут. Кривая усмешка невольно растянула мои губы. Ирония ситуации в том, что я получил то, о чем просил судьбу. Нравится мне это или нет, но скоро человек десять-пятнадцать таких профи будут оспаривать друг у друга право добыть мой скальп. Матинелли скорее всего не станет врать своим. Он поймет, что во время поисков по следам те сами разберутся, сколько было русских. Само собой, в Шишковичах преследователи след потеряют. Места там нехожены, и даже в советское время в тех краях часто пропадали люди. Поэтому часть охотников реально ушла следом за Веней. Я могу только надеяться, что студент с товарищами получил достаточную фору, пока я таскаю основные силы преследователей за собой. Не стоит обольщаться. Враг не глупее меня. Мой план изначально предусматривал и самый худший сценарий. И худшее случилось. Кто-то среди охотников сложил два и два и решил выменять труднодоступного журавля в лице группы очкарика на вполне уловимую синицу в моем лице. Поэтому прекратив крупномасштабную облаву, амеры воспользовались услугами тех, кто раньше так или иначе оказывался на моем месте. А значит, имеет больше шансов на успех. Поднявшись с земли и размяв несколько затекшей конечностей, я снова рванул труссой вперед на юго-запад, в сторону заболоченного участка тайги. Конечно, в сухом лесу у меня больше пространства для маневра. Но именно здесь противник сможет реализовать свое численное преимущество. А в болоте легче спрятаться, легче выйти с амерами один против двоих или даже один на один. Хотят они или нет, но, зная тактику поиска, я знал, что спецам придется разделить свои силы и действовать в двух направлениях. Меньшая их часть пойдет на юго-восток, отрезая мне путь к шишковическому массиву, а другая ринется по горячему следу к болоту, дабы перекрыть мне все выходы из него или перехватить на подступах. Сложности у нас с иностранцами практически одни и те же. Ночь, знакомая только по картам местность, отсутствие информации о возможностях друг друга. Однако мне безусловно проще, поскольку я один, а след в темноте может отыскать только очень опытный поисковик, да и то не так быстро, как днем или в сумерках. Кроме того, амеры пойдут по петле, которую я им оставил, так или иначе, им придется повторять мой курс. А у догоняющего перед убегающим слишком мало преимуществ в сложившихся условиях. В болото за мной полезет максимум человек шесть, да и то, скорее всего, они будут ждать утра. Низко пригибаясь, чтобы реже задевать ветки деревьев, я максимально быстро бежал в сторону болот, до которых было еще очень далеко. А оппоненты уже дышат в затылок, это я чувствую почти физически. Их желание выследить, кажется, прощупывает темноту леса, словно лучи радара. Беспилотники пока ушли, однако вряд ли надолго. И скоро придется прятаться еще и от них. Шум, производимый загонщиками, уже давно стих. Лес молчал, его обитатели затаились, убрались с пути более хищного соперника. Когда люди воюют, звери, даже самые опасные, непременно уходят с их дороги. Вокруг была мертвая тишина, в которой даже писк комаров и мошкары не звучал громче ветра, запутавшегося в верхних ветвях деревьев. Хотя нет. Вот сорока вспорхнула и заголосила так громко, что эхо многократно разнесло по округе. Судя по этому предупреждению, кто-то был совсем рядом, метрах в двухстах впереди и слева, преграждая мне путь к звериной тропе, ведущей на болото. Мгновением позже я уже падал, влекомый на землю, вопящим во все горло предчувствием близкой опасности. Короткая в три патрона автоматная очередь прорезала мрак чуть правее того места, где я только что стоял. Звук от выстрелов был еле различим, а пули со злым визгом ушли в молоко. Лежа ничком в корнях огромной сосны я сообразил, что устроивший мне засаду Амер один, иначе стреляли бы с нескольких сторон. Оружие с глушителем говорило о правильности моих предположений. Против меня играют профи, которые следуют только своим правилам. Сейчас важно определить, что есть у противника. Протихарь я уже знаю. Теперь нужно выяснить, есть ли у него ноктовизор или только ночной прицел на автомате. Зная спецов, я был уверен, что есть что-то одно. Поиски может помешать каждый лишний грамм носимого груза. Думать о том, что кто-то из Замеров оказался шустрее меня, не хотелось. Однако рассуждать некогда. Оглядевшись вокруг, я заметил узкий просвет среди деревьев и, рывком поднявшись, рванул к новому укрытию, до которого было метров десять. Чувство опасности просто вопило, разрывая надорванное сердце. Вдобавок потемнело в глазах, и, инстинктивно уйдя в кувырок на последнем отрезке броска, я краем уха услышал вой близко пролетевших пуль. Уже приземлившись, я больно треснулся головой ствол сосны, прищемив верхушку ушной раковины. Сдержал невольный вскрик, и, что я сил, вжался в землю. Мелькнула мысль, что у противника есть и прицел, и ноктовизор. Видимо, он сэкономил на чем-то другом. Когда имеешь дело с профессионалом, и у него имеются облегчающие работы приборы, ветошью лучше не прикидываться. Даже в хорошей маскировке и в темноте он сможет вычислить человека, и прежде чем подойти, обязательно выстрелит. Но обмануть его можно. Все мы люди, все ошибаемся. Стараясь двигаться бесшумно, я отстегнул лямки походного Сидора, и, прикинув, куда бы перебежал в следующий раз, метнул рюкзак по низкой дуге, чтобы было больше похоже на пробежку. Сидор очень натурально изобразил меня, шурша стеблями травы и ветками шиповника. Улетел метров на десять вперед. Одновременно с броском я откатился назад и уперся спиной в ствол другого дерева. Выстрелы прозвучали чуть громче. Видимо, сепаратор тихаря уже понемногу забивался пороховой гарью и частичками рвущейся менее прочной внутренней оплетки. Стрельба очередями из глушенного оружия — это всегда риск, какой бы совершенной ни казалась конструкция специального патрона или самого тихаря. Амер засел слева и впереди на невысоком холмике. Вот почему пули ложились как бы сверху. Видимость была практически нулевой. Я думал, что импортный спец сидит метрах в трехстах отсюда, а он почти совсем рядом. До холма не более сорока метров по прямой. Выстрелил он в рюкзак, по мне не отработал. Значит, повелся, значит, скоро пойдет проверять. Напрягая слух и закрыв глаза, я весь превратился в одно большое ухо. Увидеть противника не стоит даже и пытаться. А вот услышать, как бы тихо он не продвигался, это вполне реально, учитывая попрятавшееся зверье и стихший ветер. Произошедшее спустя долгих пять минут, которое я провел в ожидании Амера, можно назвать закономерной случайностью. В полной тишине послышалось сначала шуршание, потом сдавленный вскрик и громкий треск веток кустарника. Амер неловко ступил на землю, видимо, попав ногой в ямку или на ру грызуна, и кубарем скатился с холма, не выпуская, однако, оружие из рук. Это я понял после двух коротких очередей, выпущенных спецом для профилактики после того, как он споро вскочил на ноги. Такой подарок судьбы нельзя было упустить. В низкой стойке я боком стал обходить холм и смутно виднеющуюся фигуру так, чтобы оказаться у Амера за спиной. Однако, фокус не удался. Каким-то образом он почувствовал мое движение и снова выстрелил. Но теперь мы оказались в равных условиях. Видимо, от падения что-то случилось с его ногтовизором. Пули досадливо пели слева от меня рикошетя от стволов, деревьев, срезая ветки кустов. Вдруг что-то сухо щелкнуло и стрельба прекратилась. Кончились патроны? Но, судя по интенсивности огня, противник и так использовал очень вместительный магазин. Может быть, спарку, скрепленные специальным зажимом два магазина обычной емкости. Уловка? Нет, не похоже. Слишком уж все спонтанно произошло. Вынув ПБ, я медленно и осторожно вновь стал обходить холм справа, и тут на меня обрушилось что-то большое и тяжелое. Мелькнула мысль, что, решив взять меня живьем, амеры устроили ловушку, в которую я благополучно угодил. Упавший сверху спец был тяжелее килограммов на сто. Однако, он немного промахнулся, только сбив с ног, но придавить меня всей тушей к земле у него не вышло. Тренировки помогли, и пистолет из рук я не выпустил. Однако же освободился от болевого захвата с ощутимым трудом. Противник был реально здоровенным. Таких обломов и используют для захвата. Откатившись на полметра, я выстрелил три раза в шевелящуюся рядом тушу. С характерным чмоканьем все три пули вошли в тело. Промахнуться на такой дистанции невозможно. Но Амер прямо с земли прыгнул в мою сторону. Снова откатываясь и уже в движение, я еще трижды нажал на спуск. Изрыгая приглушенное проклятие, иностранный волкодав плюхнулся справа в опасной близости. Зайлозил по траве, пытаясь встать. Не тратя оставшиеся три патрона на сомнительную по результатам стрельбу, я выхватил из кармана брюк-нож, освободил собачку фиксатора лезвия и вытряхнул хорошо отточенный клинок из его естественного рогового футляра. Перехватив пистолет за ствол, я шагнул к противнику и с размаху опустил рукоять туда, где на мгновение блеснули белки глаз. Видимо, попал в переносицу или челюсть, потому что после удара раздался характерный хруст. Что-то помешало мне добить затихшего, здоровенного, как лось, Амера. Что-то заставило меня качнуться с вышагом влево. Второй Амер пришел на выручку товарищу. Видимо, он давно целился, но любая техника имеет предел совершенства. Он не стрелял, боясь задеть напарника. Когда же мы разделились, стрелок промахнулся только из-за моих обострившихся инстинктов, которые теперь руководили мной почти помимо сознания. Жажда жизни, а отнюдь нежелание победы и дикий стресс. Вот и все, что в это мгновение спасло меня. Шагнув в сторону и оказавшись за стволом дерева, я дважды выстрелил туда, где, как шептала чуйка, стоял второй Амер. Одна пуля прошла мимо, тенькнув о ветку куда-то влево и вниз. Вторая напротив достигла цели, заставив иностранца слабо вскрикнуть. Спрятав пистолет в кобуру, я потянулся за спину, где был закреплен автомат. Снял оружие с плеча, разложил приклад, вскинул весло к плечу, поймал иностранного спеца в прорезь прицела. И опять что-то берегло меня, словно бы удерживало палец на спуске, не давая сделать выстрел. Амир повозился со своей винтовкой, потом забросил ее за спину, вынул пистолет и принялся водить удлиненным за счет тихаря стволом из стороны в сторону, пытаясь определить, где я спрятался. Устроить пиф-паф на пистолетах уже не получится. Патроны к макарке вышли все и отвечать иностранцу нечем. Истекающее секундами время почти физически капало на нервы раскаленной кислотой но нечто подсознательное умоляло воздержаться от шума. Неожиданно Амир опустил пистолет, спрятал его обратно в кобуру, сначала вытянул обе руки в стороны, а потом вынул из-за спины некий предмет и поднял его вверх. Уже светила луна, но ее свет едва пробивался сквозь кроны деревьев. Ветер снова задул с востока, но силы его хватило только на то, чтобы еле-еле шевелить осветившего фигуру американца было достаточно. В кулаке он зажал нож. Иностранец предлагал бой без огнестрела, что вовсе не так уж и безрассудно. Я слышал, что профи часто презирают огнестрельное оружие, а ценят прежде всего вот такую резню. Я понимал причину, по которой противник предложил себя как приманку. Скорее всего, у них был жесткий приказ захватить кого-нибудь из устроивших налет на колонну живым. Также Амир понимал, что без он не сможет гарантированно меня захватить. Все, что у него осталось, это тянуть время до подхода своих. На раздумья не осталось времени. Я, опустив автомат, вышел за спиной иностранца. Реакция у спеца оказалась отменной. Он мигом обернулся, но, увидев автомат у меня в руках, замер на полушаге. В скудном лунном свете трудно что-либо разглядеть, даже если учиться этому. Однако, когда твое начальство постоянно зажимает батарейки для фонаря, еще и не к такому привыкнешь. Ростом Амер был на полголовы выше меня, одет в добротный камуфляж, странно мерцавший, когда на ткань попадали лучи света. Сделав поправку на объем экипировки, я определил вес незнакомца до 120 килограммов и рост метр девяносто. Его лицо, как и мое, скрывала маска, в прорезях поблескивали белки глаз. Нож иностранец держал в правой руке, режущей кромкой наружу. Классика. Он рассчитывает разделать меня как кролика, и не занимаясь я армейским фехтованием дольше, чем ножевым боем, он вполне может победить, причем расправа обещает быть скорой. Сжавшись, расставив длинные руки, Янкис молча ждал. Я демонстративно вытянул оружие, зажав автомат в правой руке, и показал, что стрелять не собираюсь. Но и биться на ножах я не собирался. Отсоединив магазин и сунув рог в подсумок на бедре, я передернул затвор, выбросив уже досланный патрон, поймал его на лету и спрятал в карман. Потом снова перехватил автомат уже двумя руками и направил ствол вперед и вверх для тычкового удара. Оружие превратилось в подобие короткой пики. Хорошо, что у меня нет штык-ножа, иначе Амер не стал бы рисковать и непременно начал бы палить из пистолета. Приказ приказом, но жить хочется всем. Амеры отлично бьются на ножах, равного боя мне не выдержать. После напряженных скачек по лесу, да еще в темноте, с едва зажившей рукой, я не собирался испытывать удачу подобным образом. Чего янкисы не знают хорошо, так это штыковой бой. Армейское фехтование мой главный козырь на данный момент. Само собой, их учили раньше, но с появлением в армии слабо развитых физически новобранцев и принятием на вооружение компактного личного оружия, штыковой бой изъяли из программ подготовки. Иностранец подумал, что русский спятил и будет биться автоматом как дубиной. Поэтому ринулся вперед, проводя серию из двух колющих и одного режущего удара по корпусу, сокращая дистанцию. Стволом отведя руку с клинком, я отшагнул влево, углом приклада ударил Амера в плечо, шагнув ему за спину. Тот, мгновенно обернувшись, перехватом бросил клинок в левую руку, но я снова блокировал его прикладом. Обратным движением вывел ствол автомата в тычковый удар по кадыку. Янкис в последний миг отвел удар, стремясь поймать ствол за компенсатор. Но я чуть подправил траекторию, отшагнув вправо-назад и потянул автомат на себя. Противник невольно нырнул корпусом вперед, сделав широкий оборонительный мах клинком перед собой. Но тут же подставился сначала под удар по вооруженной руке, по которой сразу же ударил прикладом, и нож, глухо звякнув, выпал из раздробленной кисти. От резкой боли он еще этого не почувствовал, силясь распрямиться. Воспользовавшись моментом, я шагнул ему за спину и освободил зацепленный за пистолетную рукоять автомата ремень, всегда сложенный в петлю. В два движения, накинув удавку на шею Амера резко потянул влево, помогая себе корпусом, чуть согнув ноги в коленях. Раздался короткий всхлип, и следом глухой хруст шейных позвонков. Пытаясь освободиться, Амер сам помог мне сломать его же собственную шею. На осмотр тел не осталось времени. Так или иначе, но эти двое, пусть и частично, но свою задачу выполнили. Сразу с двух сторон послышался треск птичьих крыльев. Это подоспевшие к месту засады, остальные преследователи вспугнули репчиков. Одновременно с востока и юга донеслось характерное гудение беспилотников. Запятнавший меня Амер успел таки вызвать подмогу. И теперь даже болото может оказаться лишь глубокой могилой, которую и рыть-то не нужно. Не таясь особо, я вынул рог из-за пояса и, вставив недостающий патрон, примкнул магазин к автомату, тихо передернул затвор. Закинув весло за спину и закрепив его лямкой с карабином на ремне справа, я снова побежал в сторону болота. Гнилостный сырой запах уже витал в воздухе. Слышались редкие голоса лягушек. То, что предстояло сейчас, я буду проделывать в первой, если сорвется последний раз в жизни. Пожалуй, это теперь единственный способ уйти от погони. Другим вариантом будет только героическая смерть, которой я не торопился. Привычно, чуть сутулившись и наклонив голову, а корпусом подавшись немного вперед, снова начинаю монотонный забег до близкого уже края, где начинается топкая болотная земля. Если описывать собственные ощущения человеку со стороны, то сейчас я практически ничего не чувствовал. Дело не в стимуляторах, которых у меня нет, и не в особом геройском складе характера. Даже страха не осталось. Человек так устроен, что когда работает некий резерв, организм отключает все мешающие выжить ощущения, и какое-то время в таком состоянии способен на многое. Мозг, как правило, в такие мгновения пуст, а побуждающие к действию мысли возникают словно вспышками, и тело выполняет их приказы, не рассуждая. Однако бежать стало трудно, даже в таком состоянии. Звереве к болоту тут не ходило, даже узкой стёжки, ведущей сквозь кустарник, не протоптанно. Продираясь сквозь нижние ветки деревьев и плотные заросли особо густой в насыщенной влагой почве высоченной травы, я потратил почти час. Преследователи уже вышли к месту моего столкновения с их товарищами. Оттуда слышали сёкрики, между деревьями мелькал жёлтый свет фонарей. Шум моторов в воздухе сместился вправо. Один вражеский аппарат висел практически у меня над головой. Сейчас всё решит случай. Если трюк удастся, то погоня сместится южнее и закончится ничем. Особо не мудря с выбором, я срезал подходящее по размеру тонкое деревце и уже стоя по пояс в холодной воде очистил его от веток. Получился двухметровый щуп или по-простому слега. Осторожно я двинулся вперёд, прощупывая доходящую уже до подбородка гнилосно воняющую жижу. Под ногами колыхался зыбкий торфяной ковёр, идти по которому следовало теперь совсем медленно. Темнота сомкнулась вокруг, ступни засасывало, иногда под ноги попадались непонятные то ли брёвна, то ли камни. Позади послышались приглушённые голоса и мелькнули всполохи сильных фонарей. Неожиданно сверху ударил крупнокалиберный пулемёт, причём самих выстрелов почти не было слышно. Целая стена из ошмётков травы, ила и грязной воды вздыбилась в каких-то десяти метрах впереди и справа от меня. Не дожидаясь, пока оператор беспилотника возьмёт верный прицел, я без всплеска сел на корточки, оставив слегу над водой в чуть наклонённом состоянии. Необструганная верхушка, сохранившая несколько коротких веточек, вот и всё, что осталось над поверхностью. Задержка дыхания нужна мне только на пару минут, пока не получится вынуть из бокового шва слева на поясе кусок резинового полого шланга, полукольцом, охватывающий талию под ремнём, за который он держится тремя проволочными прихватами. Звуки не исчезли полностью, пули шлёпали по воде, ощутимо дрожала зыбкая почва под ногами. В царящей вокруг темноте я мог полагаться только на осязание и память. Нащупав карман, я расстегнул сторожек застёжки и вытянул кончик шланга за скрепляющий его узел, который тут же поддался. К одному концу трубки я прикрутил вынутое из другого кармашка проволочное кольцо с широким крючком, который ходит свободно и не будет цепляться за сучки на палке. В разных подсумках разгрузки в кармашках куртки у меня всегда есть полезные мелочи. Болтики, куски проволоки и прочий вроде бы бесполезный хлам, но без него диаметр слеги я всегда выбираю на ощупь, чтобы крепко держалась в руке. Поэтому и крючок пришёлся в пору. Трубка, заскользив вверх, через несколько долгих мгновений вытянулась вдоль шеста на всю длину. Прильнув к концу шланга губами, я коротко дунул, вытесняя остатками воздуха в лёгких скопившуюся внутри воду. Воды оказалось немного, поскольку верхний раструб я специально долгое время держал жестко согнутым, что и помешало ей грязи попасть внутрь. Того, что верхний конец трубки всё же ещё может оказаться под водой, я почти не опасался. Длина трубки была подобрана точно и составляла один метр десять сантиметров. И вот на последних остатках силы воли я делаю первый осторожный вдох. Сырой воздух, просочившийся в лёгкие, стал достойной наградой за почти три минуты работы вслепую, без надежды на положительный результат. Сделав два вдоха-выдоха, я снова задержал дыхание и приготовился ждать, сместившись вместе с шестом на шесть метров вправо. Звуки погони ушли вперёд, шума винтов без пилотников я больше не слышал. Идти дальше теперь нельзя. Сейчас охотники ищут тело, предположительно, порезанное пулемётной очередью. Темнота им с таким сильным прожектором особо не помешает. Однако на болоте всегда есть шанс попасть в цепкий вязкий капкан трясины. Хотя, казалось бы, вот только сейчас ты стоял на относительно надёжном, пусть и покачивающемся, словно надувной матрас, травяном ковре. Участки вроде того, где я нырнул, любое руководство по выживанию отнесёт к непригодным для прохода или остановки. Обычно это действительно так и есть, но только не там, где подолгу дрейфуют кувшинки. Болотные цветы в этих местах есть участки относительно стабильных торфяных пластов. Корни блуждающих цветов цепляются за всякий мусор, который лежит на дне, и поэтому долго стоят на месте, образуя вокруг себя слой резки. Листья кувшинок ржаво-красного цвета. Их можно различить в темноте довольно легко по характерной форме листьев, отдалённо напоминающие сердечко. Самое главное — это не стоять на одном месте очень долго. Вязкий ил постепенно засасывает всё, что давит на поверхность более-менее постоянно. Холод, темнота и гнетущее чувство неизвестности — это всё тоже действует на психику, побуждая вскочить, глотнуть свежего воздуха. В подобной ситуации я уже оказывался раза два. Но тогда вокруг не было трясины, только тёмный подвал трёхэтажного разрушенного дома да куча сваленных друг на друга, пристывших на морозе трупов вокруг. Тогда удалось не сойти с ума. Спасли полустёртые временем детские воспоминания. Колхозный луг, залитый ласковым августовским солнцем. Мне лет пять или семь. Две незнакомые городские девчонки, почти девушки, сидят чуть поодаль. Одна заплетает подруге длинные русые волосы в толстую косу. А та, в свою очередь, плетёт пышный венок из полевых цветов. Сейчас уже плохо помню, как я оказался в деревне. Уверен только, что ездил туда, как и эти девчонки, погостить. Но вот к кому? Волна покоя и тепла пробежала по телу, ритм сердца стал спокойнее, окружающая темнота перестала давить, паника исчезла. Медленно ступая, ощупывая зыбкий ил слегой, передвигаюсь на три метра влево и снова замираю. Теперь или амеры перестанут искать тут, или я загнусь от переохлаждения. Пока в моём распоряжении час, от силы полтора. Способ, который меня выручал, я узнал опять же от деда, который, в свою очередь, слышал рассказ одного из своих бойцов, бежавшего из лагеря для военнопленных в Белоруссии. Боец тот попал в плен после тяжёлой контузии, и большую часть времени, проведённого в лагере, помнил смутно. Его пытались выводить на какие-то работы, однако неспособный стоять на ногах солдат очень скоро оказался в яме, куда сваливали больных и умирающих. Не считая нужным тратить на них патроны, немцы просто ждали, пока яма заполнится телами на две трети, и умирающие перестанут стонать и шевелиться. Потом тела грузили на телеги и вывозили за пределы лагеря, где сваливали в широкие, вырытые, может быть, теми же самыми заключёнными, рвы, и кое-как закапывали. Боец с краем сознания понимал, что откопаться из братской могилы он не сможет из-за простреленной руки. Рана гноилась, жар, может быть, и заставлял человека на короткие промежутки времени приходить в себя. Но больше всего он хотел жить. Поэтому по пути к корву, собрав последние силы, он скатился с телеги и побежал в лес. Конвоировавшие заключённых, выделенных закапывать могилу, двое немцев не погнались за ожившим покойником. Настолько сильно было их изумление. Однако, придя в себя, послали владельца подвода обратно в лагерь. Фора у беглеца вышла часа в три. Однако его загнали в болото, но вместо резиновой трубки у него был полый сухой стебель какого-то растения. По себе знаю, что лихорадка, вызванная ранением, может на короткое время обострять соображалку. Такую не редкость. Немцы обыскивали берега, кидали гранаты наугад и стреляли по камышовым зарослям. Но в трясину не полезли. Питаясь лягушками, сырыми грибами и мхом, пленник наткнулся на партизанский отряд, где мой дед с ним и познакомился. Дед неплохо, как, впрочем, и я сам, умевший рисовать, как-то раз показал групповой портрет, где среди четверых вполне обычных молодых парней выделялся один совершенно лысый человек с пронзительным давящим взглядом. Дед пояснил, что после того, как этот уникум попал к ним в отряд, у парня вылезли все волосы на голове. Даже брови стали редкими, клочковатыми. По первому впечатлению, он тут был старше всех. Глубокие складки морщин, тонкий, почти беззубый рот и перебитый вислый нос. Звали этого человека Андрей Ропша, родом откуда-то из Черниговской области. В армию попал за семь месяцев до войны, был простым пехотинцем-стрелком. И когда дед не поверил, что пленный отсиделся в болоте таким вот образом, Ропша предложил показать, как это делает. Благо, болот в расположении хватало. Три часа Ропша сидел в, казалось бы, совершенно гиблой трясине. А потом вышел и совершенно отстраненно научил, как нужно ступать и какое место лучше выбрать для укрытия. Больше Андрею никто вопросов не задавал. До сорок седьмого года он воевал вместе с дедом, пока не погиб с шибки, с украинскими националистами. Каким-то чудом сержант Ропша почувствовал засаду и, отвлекая огонь, замаскированного в трех метрах от дороги пулемета, был перерублен очередью практически пополам. Дед говорил, что Андрея отметила смерть. Да и он сам признавался, что с того момента, как оказался завален телами умирающих, живым себя уже не ощущал. Вечер воспоминаний прервал близкий разрыв. Мощной волной, меняя всю конструкцию, опрокинуло, вытолкнуло на поверхность и понесло куда-то влево. Рот забило грязью, воздуха в легких совершенно не осталось. Тугая взрывная волна выдавила его напрочь, казалось, вместе со всеми внутренностями. По глазам резанула яркая вспышка белого света. С новой силой меня швырнуло вперед. Ломая кусты и тонкие болотные деревья, я, пролетев метров пять, плашмя снова ухнул в растревоженную минометным обстрелом болотную грязь. В том, что это работают тяжелые минометы, я не сомневался. Пусть даже оглохший, но голос ротной артиллерии я знаю хорошо. Свистопляска продолжалась около получаса. Осколки, визжая и подвывая, косили деревца и кусты почище комбайна. Ориентацию я утратил совершенно. В состоянии, когда отсутствуют пространственные координаты, тем более непонятно, жив ты еще или это просто бестелесную душу твою носит над болотом волнами возмущенного воздуха. Наконец, сознание, не выдержав нагрузки, взяло тайм-аут. И я перестал вообще что-либо ощущать и чувствовать. Все поглотила вязкая, звенящая тишина. Первым и главным ощущением, которое заставило сознание вернуться на пост, стал отвратительный соленый привкус во рту. Потом возникла тупая пульсирующая боль в висках. И сквозь корку засохшей спекшейся грязи я увидел тусклый свет, пробивающийся сквозь плотный серый туман. Осторожно пошевелив конечностями, я выяснил, что так или иначе, но руки-ноги слушаются. Судорожное ощупывание показало, что раны поверхностные, и осколков мин удалось каким-то чудом избежать. Спустя час, когда туман почти рассеялся, мне удалось встать на четвереньки и осмотреться. Кругом было все то же болото, однако сейчас я непонятным образом очутился в самом центре трясины. А не утоп, только потому, что взрывами, видимо, подняло и оказался на небольшом пятачке, оплавленной взрывом земли, причем словно бы вмурованном в него. Придя в себя настолько, чтобы сесть, я осмотрел снарягу. Оторвался задний подсумок с гранатами и четырьмя запасными магазинами к автомату. Теперь боекомплект сократился ровно наполовину, так как в боковом подсумке слева на поясе осталось четыре полных рога. Фляги с водой еще двух правых подсумков тоже не было. В набедренной я держу тонкую алюминиевую трубку с плотно притертой пробкой. Там ружейное масло, помимо комплекта, который как раз и лежал в заднем большом подсумке. Любой коллаж будет стрелять и без чистки, но экстрим без необходимости я не практикую. Поэтому, сняв всю одежду, я выбрал футболку как самый чистый из элементов имеющегося гардероба, разложил детали автомата на мокрые куртки и, стоя на коленях, принялся пластать майку на полосы. Можно не есть и не пить самому, но оружие должно получить уход прежде всего остального, поскольку я без жратвы и питья смогу перебиться, а вот техника вряд ли. Благодаря дополнительному креплению автомат остался на месте, а после полной разборки и чистки весло снова было готово к работе. Пистолет уцелел, но с единственным патроном, он пока почти что бесполезен. Порадовало и то, что нож в чехле и трофейный прицел тоже остались со мной, и оба не пострадали ни от ударов о землю, ни тем паче от осколков. Если сменного комплекта белья нет, нужно как можно более тщательно отжать все детали костюма вплоть до трусов, и следующие несколько часов передвигаться исключительно бегом, но сейчас лучше заняться ранами, пока есть время и возможность. Кругом стояла звенящая тишина. Амеры, потеряв меня в болоте и отбомбив по квадратам местность, скорее всего, переключились на шишковический массив, но там их тоже ждет облом. Без вариантов. При поверхностном осмотре выяснилось, что кроме трех довольно болезненных рассечений на левой руке, левом же бедре и кисти правой руки, я серьезно не пострадал. Последние граммы драгоценного коньяка из плоской фляжки, лежавшей в нагрудном кармане куртки, ушли на промывку ссадин. Зашив раны на бедре и предплечье левой руки, я перебинтовал их примотанным к прикладу бинтом. Запаянный в водонепроницаемую стерильную обертку, он в очередной раз спас мне жизнь. Часы тоже уцелели, но это благодаря кожаному чехлу, который прикрывает корпус. Его я смастерил сам из куска прочной свиной кожи, сейчас почти черной от времени. Одевшись во влажную, вставшую коробом от ощутимого утреннего холодка одежду и притопнув ногами в словно чужих ботинках, я наметил направление. Нужно покинуть таки укрывшее от супостатов болото. Срубив чахлое деревце и обрубив ножом листья, я медленно двинулся на восток. Предстоял еще долгий путь сквозь почти непролазную трясину. Однако это уже не пугало, ведь я у себя дома. Россия, 7 сентября 2011 года. Южный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 459 километров восточнее города Бердск. Шишковический лесной массив, 17.35 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Переговоры и поиск новой точки постоянного базирования. Заключение. Парочка, сидевшая в секрете, явно хотела, чтобы их кто-нибудь заметил. Парень что-то шептал девице на ухо и пытался украдкой залезть под ее мешковатую куртку. А она, без особого рвения, отводя его руки, сдавленно хихикала. Мысленно выругавшись, я убрал трофейный прицел в карман куртки и осторожно двинулся дальше, обходя беспечных влюбленных по дну длинного оврага, ведущего аккурат к тому месту, которое я определил для артельщиков как место сбора. Кажется, уже целую вечность назад. Спустя полчаса я увидел знакомую штабную палатку и пять других разного размера, в том числе и длинную, которая, несомненно, была отведена под лазарет. Выйдя из кустов и держа автомат на спущенном ремне в вытянутых руках перед собой, я, не таясь, пошел к лагерю. Одна из главных целей достигнута. Я помог остаткам отряда Шермана спастись, уцелел сам и так или иначе вывел из-под удара свою группу в полном составе. Пусть Мишка ранен и может склеить ласты. Да запросто. За то время, что я таскал за собой амеровских охотников по тайге. Но есть надежда, что, в общем-то, не чужой мне человек и давний знакомый все же вытянет. За прошедшие недели этой огромной, непривычной для меня войны, чьи масштабы до сих пор пугают меня, появилось робкое, но удивительно теплое чувство надежды. И хоть я гоню страх прочь, давлю его нещадно, где-то глубоко в душе все больше крепнет уверенность, даже фанатическая убежденность в том, что победить врага можно. Что послужило основой для этой слепой веры? Грязные палатки, с каждым шагом все более и более отчетливо видимые в лесном полумраке, или глаза людей, выскакивающих отовсюду с оружием в руках? В момент, когда меня сбили с ног и принялись вязать пластиковыми американскими наручниками, я понял, что это чувство появилось, когда я увидел выражение глаз людей. Они все готовы драться. Нет страха, только усталость и злость. Нам всем уже давно пора разозлиться. Давно пора. Путь к границам урочища занял полные десять дней, не считая суток, проведенных в блужданиях по болотам. Кордоны, выставленные американцами, по периметру болот удалось обойти только со второй попытки. Выбираясь, я зацепил проволоку электронной сигналки, даже не заметил этого. Все-таки усталость и постоянное напряжение дали о себе знать. Ноги заплетались, а глаза иногда закрывала серая пелена, словно на голову кто-то накинул паэлитиленовый пакет. Преследователей я заметил слишком поздно. Окружив меня с трех сторон, они без разговоров начали стрелять. Было раннее утро, и густой молочно-белый перспективу. Пули прошли чуть выше головы, срезая ветки и с глухим чавканием впиваясь в стволы деревьев. Когда ситуация повторяется с завидным постоянством, тело реагирует практически мгновенно. Упав на землю ничком, я со всей возможной скоростью пополз обратно в болото. Есть главное правило в смертельной игре, называемой пятнашке. Никогда не выбирай путем отхода дорогу, который пришел. Холодная, вонючая жижа приняла меня метрах в трехстах от того места, где, как я думал, больше никогда не окажусь. Участок оказался трудный. Я сразу же провалился по пояс. Вязкая, обманчиво-податливая жижа стала с неумолимой жадностью затягивать сантиметр за сантиметром. Раскинув руки в стороны, я замер и осмотрелся. Метрах в десяти справа виднелись два участка сухой травы, кочки. Медленно расстегнув молнию на воротнике куртки, я извлек рулон прочного капронового шнура со специально утяжеленным карабином. Наплавленный на карабин свинец позволяет дальше бросить свободно ходящую в хромированном ушке крепление веревку, образующую петлю. Вода постоянно подмывает основание кочи, корни травы гниют, образуется нечто вроде швартовочных кнехтов. Со стороны берега слышались голоса охотников. Амеры снова начали стрелять, обрушив в укутанную редеющим молочным покрывалом трясину шквал огня. Пули ложились в двух десятках метров слева и позади, бились о воду, злобно гудели рикошети от веток кустарника. В моменты, когда смерть поселяется на загривке, некоторые ее трюки уже перестают пугать. Организм устает бояться и появляется нечто вроде безразличия к собственной судьбе. Вот и я сейчас совершенно спокойно метал петлю, хотя вокруг стоял грохот от стрельбы, многократно дублируемый эхом, отражающимся в тумане. Кроме того, жадное болото уже по самой подмышке затянуло меня, пронизывая все тело иглами промозглого холода. Удался только шестой бросок, когда петля наконец-то обняла нечто твердое и не вернулась ко мне с обрывками травы, облепленной склизкой тиной. Подавшись корпусом чуть вперед и сомкнув руки на натянутом словно гитарная струна шнуре, я, медленно перебирая затянутыми в отцаревшие перчатки руками, начал вытягивать себя из болотного плена. Амера перенесли огонь на 30 градусов вправо и пули зароились уже вокруг меня. Сжав зубы до хруста в челюстях, я продолжал медленно тянуть себя из трясины. Шальная пуля освободилась левая ступня. Быстро отпустив веревку, я опять раскинул руки в стороны и медленно начал сгибать левую ногу в колени в поисках хоть малой точки опоры. Уйдя в зыбкую почву на треть, подошва уперлась во что-то твердое, и спустя долгих три минуты мне удалось освободить ступню правой ноги. Ползком, превратившись в огромную улитку, глотая грязь, через два часа и совершенно лишившись даже тех остатков сил, что откуда добрались все это время, я добрался до заветной кочки и намертво вцепился в нее обеими руками. Снова, как и во время боя у дороги, ни одна вражеская пуля не коснулась меня. Но, как и тогда, мне это везение уже было безразлично. Пролежав в болоте еще сутки, совершенно не чувствуя тела и практически ничего не соображая, я ползком выбрался на берег рот полз в темноте до тех пор, пока сознание не выключилось. Рывком поставив меня на ноги и подхватив под руки, двое туристов поволокли меня к штабной палатке. Мне уже было плевать на происходящее, тело стало подобием резиновой куклы без костей. Пыхтя и ругаясь, конвоиры почти волоком потащили меня по вытоптанной траве. Я им не помогал, не было сил. Как и не удалось разжать челюсти, чтобы представиться или хотя бы захрипеть. Наконец тряска закончилась. Отпустив меня на землю, конвоиры разделились. Один скрылся в палатке, а другой присел рядом и, вынув из кармана камуфляжных штанов пачку сигарет, добыв огонь из блестящей серебряной зажигалки, закурил. Сигаретный дым будоражил обоняние. Я все еще скучал по давно заброшенной привычке, но сейчас запах табака вызвал только приступ тошноты. Меня вырвало сгустками желчи. Последние трое суток я ничего не ел, кроме ягод и горстки зажаренных на костре грибов. Для конвоира это оказалось такой неожиданностью, что он уронил сигарету на штаны и вскочил на ноги. Махая руками, чтобы стряхнуть чинарик и не прожечь одежду, конвоир спиной стал отступать прямо на выходивших из палатки людей. И, естественно, столкнулся с ними. Послышалась брань, но приступ рвота и ослабил меня настолько, что, уронив голову так, чтобы не упасть в блевотину, я толком ничего не расслышал. Наконец, кто-то подошел ко мне, пластиковый обод, сковывавший мне руки, ослаб. Еще две пары рук подняли меня, попытались усадить. К губам прижался край алюминиевого котелка, и в рот полилась холодная сладкая вода. Потом снова все потемнело и пришла темнота. Ползти пришлось долго, но, возможно, это меня и уберегло от ненужных встреч с наводнившими тайгу патрулями. Амеры не теряли времени даром. В воздухе беспрестанно слышался гул вертолетов, а если он стихал, то на смену массивным тушам апачей появлялись юркие беспилотники. Два-три раза мимо меня проходили пешие патрули. Судя по голосам поиски велись на совесть. В каждой группе было по пять-шесть человек, но собак я не слышал, что было необычно. На третьи сутки удалось найти относительно сухую промойну, заросшую кустами дикой смородины. Ягоды уже созрели, и целый час я аккуратно, чтобы не было колик, собирал их в пригоршни и по одному медленно жевал сочные кисло-сладкие шарики. Вообще дни стояли давало о себе знать легким холодком, да иногда поднимался туман. Двигаясь на восток, я убедился, что нападение на колонну Амеры восприняли чрезвычайно болезненно. Видимо, в тылу они нечасто сталкивались с подобным сопротивлением. Поэтому, обходя вражеские патрули и прячась от постоянно висящих в небе беспилотников и вертолетов, я сделал неутешительный вывод о том, что Шишковичи не так безопасны, как мне думалось ранее. Нанося на карту стационарные кордоны на тропах и приблизительные маршруты наземных патрулей, я на шестые сутки пути сделал еще одно неприятное открытие. Амеры не собирались входить в Шишковичи и терять людей. Урочище обносили сетью опорных пунктов, чтобы никого не выпустить оттуда. Наверняка со стороны гор лес тоже попытаются отрезать. Однако, это еще более сложная задача, нежели блокировка почти непроходимой чищубы. Но было и несколько светлых моментов. Пока лагерь не обнаружен, иначе посты бы уже начали сворачивать. И раз все сторожа еще тут, значит, разработчики операции по уничтожению партизан исключают возможность их прорыва в сторону гор. Я шел осторожно, однако силы с каждым сделанным шагом таяли. Люди распугали всемелкую дичь, которую можно было ловить в самодельные селки, а крупного зверя ножом так просто не добыть. Не в моем состоянии, это точно. Ягоды, редкие впору такой засухи грибы, вот и все, чем удавалось время от времени перекусить. Родник встретился только один раз, да и тот обмелел настолько, что едва удалось напиться и наполнить пару имевшихся в запасе презервативов. Спасали насекомые небольшая стопка полиэтиленовых пакетиков подсолнечного масла, оставшихся от лапши быстрого приготовления. Шесть штук герметично запаянных порций лежало на дне моего всячного кармана. По выработавшейся привычке я их не выбросил месяца три назад, да так и переложил в подсумок вместе с остальными полезными мелочами. Найдя муравейник, я наловил муравьев и, давя их прямо руками, счищал полученную массу на кусок жесткого полиэтилена, в который до этого были сложены карта и несколько обрывков газет с зарисовками маршрутов патрулей. Когда масса образовала внушительный комок, я полил его маслом из трех пакетиков и с удовольствием съел. Способ отнюдь не варварский, поскольку муравейник я не разорел. Муравьи известны медвежьи лакомства. На вкус не ахти, однако, после того, как колобок был съеден, чувство сытости, словно мешок с мукой придавило меня к земле часа на три. Потом, правда, большую часть съеденного я выблевал, однако, начало было положено. После сидения в болоте хоть такая еда это все же лучше, чем ничего. Это было единственный раз, когда удалось найти муравьинную кучу и спокойно посидеть без движения. Силы реально убывали с каждым шагом, но выбора не оставалось. Поэтому я продолжал идти вперед, пока не наткнулся на эту влюбленную парочку в секрете. К тому времени я еще дважды чудом избежал обнаружения с воздуха и в поисках укрытия чуть не попался на глаза пешего патруля. Запас везения явно показывал дно, когда лагерь туристов обнаружился столь неприятно удивившим меня образом. Резкий, нашатырный запах заставил даже не открыть, а буквально выпучить глаза. Так глубоко я вдохнул этой гадости из поднесенного к лицу пластикового флакона. Одновременно чьи-то сильные пальцы рванули рука в куртки, послышался треск ткани. Потом прохлада и спиртовой запах, затем резкая, но уже ожидаемая боль отжала медицинской иглы. Через пару мгновений в голове прояснилось, от макушки до пят прошла жаркая волна, тело вновь обрело подвижность, и я открыл глаза. За время отключки меня втащили в штабную палатку и разместили на настоящей раскладушке. Знакомо блеснули за стеклами очков серые глаза, рядом сидел Веня. Повернув голову влево, я увидел, что у небольшого раскладного столика с масштабной картой, придавленной старым керосиновым фонарем, сидят двое. Лера и знакомый мне по прошлым встречам Володя, который хорошо разбирается в иностранной военной технике. Вид у всех троих был потрепанный, но отдохнувшими выглядели только Веня с товарищем. Лера же, напротив, словно состарилась на десять лет, и мы смотрелись ровесниками. Однако последнее замечание спорно. Судя по тому, как таращились на меня мужики, выглядел я неважно, что, учитывая и так вполне заурядную и невыразительную от рождения внешность, положение с харизмой не исправляло. Теперь девушке удалось рассмотреть более внимательно. Овальное, с тонкими правильными чертами лицо, прямой нос, выпуклый лоб с ранними и умные, чуть с приподнятыми уголками серо-зеленые глаза. Свет лампы падал неровными бликами, резко очерчивая высокие скулы, тени играли на русых волосах, коротко обрезанных под мальчишку, и глубокая тень укрывала ямку основания длинной тонкой шеи. Однако взгляд этих глаз разрушал первое впечатление беззащитности и хрупкой податливости. Лера смотрела прямо на меня холодно и оценивающе. Так может смотреть только тот, кто действительно часто бывал на настоящей войне. Полевые врачи, в особенности хирурги, народ редкой храбрости и мужества, вне зависимости от пола. Их профессия подразумевает не столько сохранение собственной жизни, сколько спасение тех, кого они оперируют в таких условиях, что впору говорить о чудотворном наложении рук, но никак не скальпеле. Под пулями, по колено в грязи, без нормального света и анестезии, иногда без воды. Женщины даже порой собраннее и хладнокровнее своих коллег-мужчин. Это я знаю наверняка. Пошевелив конечностями, я с трудом сел, спустил босые ноги на пол. Еще раз огляделся и заметил, что моя снаряга и оружие лежат на раскладном стуле, в ногах раскладушки. Тут же стояли кроссовки с высоким берцем, а вот моих ботинок и лично пошитого костюма не наблюдалось. Однако тут же имелся комплект, собранный по-видимому сбору пососинки. Куртка, штаны и нижнее белье. Оно и понятно, моя одежда скорее всего пришла в полную негодность. А боты, черт, боты должны были выдержать. Но это сейчас не важно. Прошмотки потом. Главное, что мне, судя по всему, доверяют. Сразу же, как только я начал шевелиться, все трое за столом уставились на меня, наблюдая за каждым моим движением, словно я какое-то чудо природы. Первым заговорил Веня. Я своими глазами видел, как американцы бомбят лес в той стороне, куда ты пошел. Повезло. Я, не чинясь, скинул относительно чистое полотенце, заменявшее мне трусы, и начал одеваться. Где мои люди? Что с Михаилом? Ну, с раненым, которого я с тобой оставил. Мы находились во втором отсеке, отделенном от первого непрозрачной переборкой. Выход тоже был затемнен, клапан с внешней стороны предусмотрительно наглухо занавесили. Как средство света маскировки вполне разумно, однако в палатке царил чертовский спертый дух. Запах немытых тел, медикаментов и горелого керосина делали воздух буквально осязаемым. Снаружи слышался свист нарастающего ветра. Погода медленно менялась, отчего становилось еще темнее, и рассеянный желтый свет лампы усиливал полумрак, делая тени еще глубже. Добротно пошитая одежда представляла собой однотонные фрагменты охотничьего комплекта расцветки осень. На груди и спине слева я заметил свежие заплатки того же цвета. Принюхавшись, я ощутил запах антисептика в крови и знакомый сладковато-гнилостный аромат. Ага. Одежда раньше принадлежала покойнику, но комплексов по этому поводу я не испытывал. Только мысленно поблагодарил незнакомца за крепкие шмотки. Почему они тянут с ответом? Неужели Мишке конец? Он потерял много крови, но выжил, поправляется. Так все-таки кто ты такой? Это вступило в разговор Лера. Ее, как, впрочем, и предполагал, не смутила моя голая карма. В голосе ее не звучало доверие, однако я понял, что это скорее привычка, нежели какие-то подозрения относительно меня лично. Облачившись в пришедшиеся на удивление в пору шмотки, я принялся шнуровать кроссовки, реально оказавшиеся по ноге. Встав и притопнув о землю подошвами, преодолевая легкое головокружение, я принялся осматривать оружие и надевать разгрузку, попутно отвечая на вопрос девушки. Ничего таинственного. Я и раненые обычные охотники. Семенович с вами? Лысый старик с пулеметом? В голосе Леры послышалась легкая ирония. Да, он пришел с нами, нагнал по дороге, все рвался идти в горы, говорил о тебе как опровиться, похоже, спятил. А кто сейчас в здравом уме? Я умников еще не встречал, вымерли все, наверное, или свалили лет двадцать назад. Мы обычные российские блаженные, ну, поскольку все еще здесь. А Семенович не трогайте его. Человек о семье горюет, но я с ним и в разведку пойду, еще куда похуже. Горем его пришибло, в его возрасте трудно пережить смерть близких, особенно тех, кто молодой. Виталий Семенович водитель одной из фур, которые мы сопровождали. Сначала нас было больше, но осталось только трое. Выжили, стали партизанами, потом наткнулись на вас. Короткий рассказ. Я сунул пистоль в кобуро, автомат прислонил к краю раскладушки и опять осторожно присел на нее. Ситуация требовала очередного дипломатического финта ушами. Я поднял правую руку, призывая всех к молчанию. Девушка опешила, но все-таки пересили в себя, выжидательно подняла брови. Мол, говори. Про меня можно будет поговорить потом, если получится. Сейчас нужно сворачивать лагерь и уходить в горы. Это недалеко, за неделю дойдем. Американцы перекрыли все пути на север и северо-запад. Судя по голосам артиллерии, на востоке уже прифронтовая зона. Там в сторону прорыва обязательно развернут резервные боевые части. Шишковичи блокированы. Думаю, распылят газ или рванут той штукой, которой они жгут города. Лес пока нас укрывает, но это ненадолго. Плюс ваша дозорная себя сильно демаскирует. Эй! Это подал голос Володя, стопудово сам отбиравший людей в караул. Там нормальные ребята. Все ни на одной игре были, в бою не прятались. Это Тони и Вадик. Они молодожены, второй год с нами. А вот кто ты такой? Ладно, командир, не горячись. Обострять я не стал, для споров явно момент вышел неподходящий. Но вот я их спалил. Потому как кое-кто у тебя в секрете любовь крутит. Игра это хорошо. Побегали по лесу, сыграли в войнушку, потом костер, гитара и пиво. Это отдых, как бы вы это не называли. А сейчас мы на войне. Тут переиграть не получится. Что касается не прятались, не соглашусь, что это достойное качество. Снова извиняй. Володя осекся. очкарик прыснул в кулак, а Лера склонилась к столу, упряча улыбку. Покраснев как рак, рудит сел на место и пробормотал под нос что-то неразборчивое. Плотный, с собранными в короткий хвостик соломенного цвета волосами, открытым круглым лицом и курносым носом, Володя напомнил мне одного знакомого сварщика. Тот также щурил покрасневшие от сварки голубые глаза, отчего напоминал запойного алкоголика. Однако сходство было весьма отдаленное. Глаза у эрудита были светло-карии, и был он заметно выше ростом. Дав собеседникам прийти в себя, я продолжил, оправляя снаряжение. Под сумки ремни чуть скукожились, из них кто-то все вытряхнул, поэтому, раскладывая всякое по своим местам, я с удовлетворением отметил, что ничего не пропало. Придвинув освободившийся раскладной стул, я отсоединил магазин, вынул его собратьев из-под сумков, и, подняв с пола полотенца, стал выщелкивать на него патроны. Веня молча вынул из кармашка своего импортного тактического пояса баллончик с силиконовой летней смазкой. На общий обиход оружия у меня уходит ровно час, если занимаюсь этим в спокойной обстановке. Дома это только мухобойка и однако когда надо приходится обходиться без медитации и любимой песни про черного ворона, столь подходящей для неспешной возни с любимым железом. Быстро вылучив пять магазинов, я принялся как можно более спорно разбираться с местами тронутыми легкой ржой деталями оружия, попутно объясняя обстановку встревоженным туристам. Назидательность в разговоре с взвинченными людьми не лучший способ быть услышанным, поэтому я старался говорить без упора отрава это наиболее доступный для противника способ кардинально решить проблему с партизанами. Другое дело, что скорее всего они не имеют такого количества в одном месте. Вероятно, задержка в доставке только из-за погоды и того времени, которое им понадобится, чтобы привезти достаточное количество яда и выбрать способ доставки. Почему артиллерия не работает по лагерю, раз ты говоришь, что нас вычислили? Володя был из того сорта людей, которые, будучи однажды уязвлены даже по делу, начинают изводить оппонентов мелкими придирками. Но я не принял вызова, продолжая удалять грязь затвора. Думаю, что хотят сберечь лес. Это сырье, ради которого они вообще все это затеяли. Иначе я застал бы тут только воронки и ошметки тел. Вы отправили кого-нибудь в горы по маршруту, который я передал? Бородатый эрудит хотел что-то сказать, но его перебила Лера. Девушка задумчиво чертила линии на карте, но после моего вопроса подняла глаза, чтобы встретиться взглядом со мной. Обтерев затвор и вернув его на законное место, я открыто посмотрел на девушку. Скрывать мне было нечего. Она заговорила чуть быстрее, чем раньше. Твой старик и еще трое ушли сразу же, как мы разбили здесь лагерь. С ним еще шестеро наших, кто имеет опыт скалолазания. Есть пара альпинистов со стажем. Если пещера там, где указано, они их отыщут. И на заметку. Лесовик. Я никогда не поверю, что это план Краснова, как меня пытался убедить Вениамин. Ты с самого начала знал, что Шерман нас подставляет, так? Опять не о том, спрашиваешь, военврач Лера. Начиная терять терпение, я поставил крышку ствольной коробки на место. Казалось, фиксатор тоже щелкнул с нетерпением. Сейчас важнее никто виноват, а что делать? Ты отпустил ребят с Семеновичем, это отлично. Теперь нужно собирать пожитки, снимать посты и, выставив заслон, отходить в горы. Нужно отправить кого-то шустрого для связи. Пусть сообщит поисковикам, что мы выдвигаемся. А ты? Снова влез Володя, недвусмысленно дотрагиваясь до брезентовой кобуры на поясе. Куда пойдешь? С Шерманом уже опыт есть. Заткнись, Вовка! Это не выдержавший напряжение Веня вскочил со стула. Ты первый Шерману подпевал. Восхищался, какой он умный да опытный. Я видел, как этот лесовик умеет воевать. И если бы не он... Да-да, мы все это уже тысячу раз слышали. Володя тоже вскочил, и прокинув стул, и сжав кулаки. Он и его... Да утихните вы оба! Это крикнула Лера, до того болезненно массировавшая виски. Тени у нее под глазами стали резче, и показалось, что внутри границ горят ярко-зеленые огоньки. Поднявшись из-за стола, девушка вклинилась между спорщиками. И предполагал, главнокомандующим после Шермана стала именно она. Но это и к лучшему. Девушка-врач производила благоприятное впечатление и демонстрировала достаточную твердость характера. Я тем временем уложил четыре оставшихся магазина в боковые подсумки и принялся за чистку пистолета. Встревать в ругань не хотелось. Я тут всего лишь гость. Доверие этих людей еще предстоит заслужить. Спорщики ворча сели, а Лера, дрожащим от гнева, усталым голосом, негромко спросила, обернувшись снова ко мне. Вовка у нас известный почитатель талантов Краснова, не обращай внимания. Вениамин сказал, что не знает твоего имени, а старик его назвать отказался. Не очень вежливо, но... Как тебя зовут? Тут я немного призадумался. Сейчас мое имя не имело особого значения. Все связанное с ним осталось там, в довоенной жизни. На ум пришла фамилия Дедова-сослуживца, чьи судьба стала мне вдруг понятна и близка. Ропша! Это имя или фамилия? Это как хотите, мне все равно. Сетка глушителя оказалась более прочной, чем я рассчитывала, но, загнав сетчатый валик на место, я подмигнул девушке. Думаю, это теперь просто судьба. После войны будем имена вспоминать, но сейчас это вернее будет, чем тот, что в паспорте. Ладно, ропша так ропша. Пусть будет. В одном ты прав. Сейчас не до любезностей. Так или иначе, но я склонна верить Вениамину, а он доверяет тебе. Как думаешь, сколько у нас есть времени на сборы? Закончив с пистолетом, я поднялся еще раз, подвигавшись на месте из стороны в сторону, вращая корпусом, чтобы проверить подгонку снаряжения и как сидят на мне чужие шмотки, шагнул к столу с картой. Это хорошо, что все ношено и обмялось. Бывший владелец был одного со мной роста и схожей комплекции. Время веса во мне поубавилось. Маршрут, сколько раз обдуманный и, можно сказать, выстраданный, снова во всех деталях всплыл в памяти. Вход в пещеры расположен к северу от нашего текущего местоположения. Идти туда с нашими возможностями получится дня через три-четыре. Там будет вход в ущелье, тянущееся с юга на юго-восток. Урочище и подошва высокой горной гряды разделяет метров триста открытого пространства. Там только в луны и щебень. Восточнее есть небольшая рощица, где вроде бы можно укрыться. Она подходит для временной базы. Оттуда можно перебежками попасть под прикрытие восточного склона ущелья и пройти еще 800 метров на юг. Потом предстояло подняться на 200-метровую высоту и там найти расщелину, напоминавшую двузубую вилку. К входу придется подниматься сначала по тропе, а потом взбираться на узкий карниз. Значит, раненых придется поднимать со дна ущелья в два этапа на тросах. Слишком много людей. Амеры наверняка будут присматривать за ущельем как одним из вероятных мест выхода из лесного массива. Взяв карандаш, лежавший возле стиснутой в кулак руки девушки, я начал размечать маршрут. Карта была наша еще советских времен. Подробная. Время ценно само по себе. Учитывая наличие у противника ночной оптики и возможное подключение к поискам спутниковой группировки, не имеет значения, когда выступать. День или ночь Амеры оперативно нас обнаружат и смогут так или иначе уничтожить. Но ты раньше говорил, что в горах можно спастись, а вместо этого завел нас еще одну ловушку, как Краснов. Володя возвысил голос и, вскочив, отшагнул от стола на два шага, выхватив пистолет. В глазах орудита блескнула искорка торжества. Ему важнее было по старой привычке сиюминутно уязвить оппонента, наплевав на последствия. Веня и Лера тоже чуть привстав, отодвинулись, но их волновала не моя мнимая виновность, а заряженное оружие в руках товарища. Пора было это дело прекращать, поэтому я, оторвавшись от карты, посмотрел паникюру в глаза и сказал, «Эй, командир, опусти ствол и дай мне закончить. Даже если предположить, что ты прав и я вас продал, то бежать мне некуда, тайга кругом. Времени мало, обожди с разоблачениями пять минут, потом делайте со мной что хотите, лады?» Лера и Очкарик выжидательно смотрели на паникера, выражение их лиц ничего хорошего тому не сулило. Винни готов был выстрелить и поднял автомат на уровень груди. Девушка тоже что-то задумала, но ее намерения были не так очевидны. Огонек в глазах Володи постепенно затух, он опустил пистолет и снова приблизился к столу. «Говори, но я глаз тебя не спущу и помни, пристрелю не задумываясь». Веня было дернулся, собираясь начать очередную свару, но тут уже я удержал его, положив ладонь на ствол его автомата и силой принудив опустить его. Все снова сели к столу. Лера едва заметно с благодарностью кивнула, когда на какое-то мгновение наши взгляды встретились. «Как я уже сказал, нет особой разницы, когда выступать. Нас слишком много, и скрытно преодолеть такое большое расстояние не выйдет, но у тебя снова есть план», кивнула Лера. «Видимо, между нами проскочили какие-то флюиды понимания». «Так не тяни, поделись». «Я думал о таком варианте. Выступить всем вместе, но он предусматривался как самый пиковый и нежелательный. А пока нужны добровольцы, четверо человек, включая меня». Реакция всех троих была показательна. Вова криво, с недоверием ухмыльнулся и снова поднялся. Очкарик смотрел умоляюще, выказывая желание идти со мной. Лера коротко глянула с непонятным сожалением. Эрудит с железным тоном «Скажи прямо, смертники! Там полно американцев. Пункт управления охраняется, это верная смерть. Сам сдохнешь и ребят погубишь». Что тут поделаешь, человек стал рабом привычки. Но я все же решил разъяснить свою позицию до конца. Продолжив вычерчивать схему нового маршрута, вновь ровным и спокойным голосом принялся объяснять. «Я умирать не собираюсь, как и вести людей на верную гибель. Если получится выполнить задачу и выжить, мы непременно выживем. Однако, как я уже говорил, мы на войне, а тут прости за банальность, командир, реально могут убить. Смирись с этим и не мешай, время действительно уходит впустую». Продолжим, однако. Итак, слабое место в Амеровской системе управления это связь. Все подразделения объединены в одну сеть, скорее всего замкнутую, на передвижной командный центр в одном из секторов блокирующего периметра. Командно-штабная машина и оперативный штаб могут находиться только на северо-западе, в 130 километрах от границ Шишковичей. «Это еще откуда?» Володя снова попытался меня прервать, но на этот раз помощь пришла с неожиданной стороны. «Там единственная грунтовая дорога, идиот. Техника дальше не сможет пройти. Иногда полезно изучать местность, саблин». Лера буквально пригвоздила взглядом Эрудита, оказывается, имевшего столь воинственную фамилию. «Я согласна с Ропшей. Оперативный центр, скорее всего, где-то в том районе». «Верно. Спасибо за догадку, Валерия». «Ой, хватит». Девушка устало махнула рукой. «Сам же сказал, что без церемонии зови, как все, Лера. Мне так удобнее». «Отлично. Взорвем оп-центр», не унимался саблин. «Они через час все восстановит, если не раньше. Ты их технику видел? Подразделение связано через Blue Force. Управление перехватит. Есть протоколы на этот случай. Я читал». «Я тоже командир». В разговоре с Эрудитами важно оставаться как можно более спокойными. Их это раздражает. И читал, услышал. «Только ты, скорее всего, в интернете это нарыл. А я общался с... Короче, пользователи Blue Force были среди моих знакомых. Поэтому связь они восстановят». «Ты верно сказал. Но часа через четыре-пять не раньше. Плюс эта штука сама по себе не слишком надежная. Работает со сбоями. Нападение на штаб это просто гарантия успеха для тех, кто ползет в горы. И раз уж ты мне не доверяешь, пошли со мной. В случае чего будет возможность пристрелить меня. Подлого предателя. Только имею в виду, сначала придется посоветоваться с Амерами. Они тоже захотят это проделать». «Это глупо. Пойду снимать посты, раз вы и так все решите. Но я... Только посмей открыть рот за пределами палатки, саблин, и рассказать о плане хоть одной живой душе». Лера без угрозы, но с совершенно явным намерением повернулась к поднявшемуся из-за столовой. «Я терплю твои выходки, пока это никому не вредит. Не более того, растреплешь кому-нибудь, прирежу как собаку, и это не угроза. Ты меня знаешь. Иди». Эрудит выскочил наружу, даже не запахнув входной клапан, который, словно парус, тут же захлопал на крепчающем холодном ветру. Лера поднялась, шагнула к выходу, поймала полы завесы и снова закрепила их. Потом, войдя в круг света от лампы, согласно наклонила голову и спросила. «Допустим, ты нашел узел управления и уничтожил его. Что это даст нам? Время, чтобы подняться к пещере и укрыться, до того, как камера восстановит связь с поисковыми группами и подключат систему наблюдения. Четыре-пять часов, чтобы поднять раненых, и, может быть, еще час-полтора, пока Амера будут гоняться за нами. Других вариантов я не вижу, извини. Это хороший план». Опять она как-то странно посмотрела на меня. Я слишком устал и не мог разобраться, что это было за выражение. Отчаянный, я вижу, это еще не все, да? «Верно». Взяв исчирканный листок бумаги и с удивлением обнаружив, что он чист с другой стороны, я принялся снова чертить. «Амеры ждут, что вы пойдете вдоль сухого русла ручья на юго-востоке отсюда. Там они будут плотно каждый кустик пасти. Поэтому возьмите чуть левее. Там труднопроходимый ельник, но пройти можно. Плюс этот маршрут на треть короче, хотя по времени выиграть не получится. Слишком медленно придется двигаться. Однако там вас труднее будет засечь с воздуха. Думаю, что и на земле особых проблем кроме бурелома не будет. Главное четко выдерживать направление. Разбейтесь на небольшие группы по четыре человека. Трое несут груз, четвертый прикрывает. Вооружите всех, кто так или иначе может воевать, даже легко раненых. Группы не должны терять визуального контакта друг с другом. Лучше, если в каждой будет компас, и все будут знать общее направление движения. Пока все понятно? Вполне. Девушка что-то писала, сверяясь со схемами, которые я чертил. Как быть с передвижением ночью, я знаю. У нас у всех есть нашивки на головных уборах. Хорошо, это пока подойдет. Теперь дальше. На выдвижении у вас будет ровно пять суток. За это время вы должны сосредоточиться у входа в ущелье. В ноль часов тринадцатого числа я, мы с добровольцами начнем портить амером связь. После этого у вас будет от трех до пяти часов, чтобы пройти к точке подъема в пещере. Понятно. Ну тогда приступим. Там в углу консервы, тушенка, овощное рагу. Ты пока ешь, тошнота пройдет, это последствия контузии. Я и Веня поговорим с теми, кто сможет пойти с тобой. Отдохни часа два, раньше так и так не получится все организовать. Спасибо, еда это хорошо. А чай у вас есть? Первый раз за время нашего знакомства я увидел, как Лера улыбнулась. И сразу пропал тот лишний десяток лет, добавленный войной. Ей от силы было лет двадцать пять, двадцать семь. Девчонка, по сути. Лукаво усмехаясь, девушка ответила, только без заварки, но горячий. Консервы действительно лежали в дальнем правом углу второго отсека палатки, служившего спальней и основным жилым помещением для шести человек. Там стояло три рюкзака на жестяных рамах. Открыв горловину одного из них, я взял первую попавшуюся банку. Это оказалась перловка со свининой в быстро разогреваемой квадратной банке. Там же, к моему удивлению, обнаружилась упаковка теплого пива, в которой оставалось три банки. Взяв консервы и одну пивную жестянку, я вернулся в соседний отсек, присел к столу и заставил себя поесть. Ветер за закрытым окном крепчал, играя тканью палатки. Даже внутри стало ощутимо холоднее. Прикончив четверть жестянки с кашей, выпив полбанки слегка ударившего в голову пива, я глянул на светящийся синим циферблат часов. На прием пищи ушло десять минут. Добравшись до раскладушки, стоявшую из самого входа в отсек и передвинув ее подальше в тень, я, не разуваясь, лег на спину и сразу же уснул. Едва голова коснулась свернутого в рулон походного коврика, служившего подушкой. Однако уснуть удалось только на короткий промежуток времени. Подспудно вертевшиеся в голове детали предстоящей акции вытесняли усталость. К тому же мою карту слегка подмочила водой, проникшей сквозь небольшую щель в полиэтилене. Вынув уже подсохшую кальку из футляра, я примерил свою карту к растеленной на столе и принялся восстанавливать утерянные, утратившие четкость участки. Попутно отметил, что один из наших артельных тайников как раз находился в 58 одним из последних во время моего отсутствия. Однако Варенуха четко сообщил мне ориентиры, поэтому найти его не составит труда. Туристы все вооружены трофейным оружием, а мне позарез нужно запастись патронами к пистолету и перехватить то, без чего рейд к командному пункту американцев становился еще более самоубийственной затеей. В схроне, помимо прочего, лежали четыре одноразовых гранатомета, которые могут существенно увеличить наши линейкой над вновь восстановленной картой, мне удалось проложить маршрут таким образом, чтобы он проходил не далее, чем в двухстах метрах от тайника. На все про все у меня ушло минут сорок. Лера вернулась в тот момент, когда я уже вновь запаивал карту накаленным над лампой обухом ножа. С ней в палатку вошло двое парней не старше двадцати пяти лет и одна девушка маленького роста, но со снайперским импортным карабином, чей мудреный обвес говорил о том, что хозяйка до тонкостей знает свое оружие и умеет с ним обращаться. Следом вошел Ваня, и я обреченно вздохнул. О том, что очкарика придется взять с собой, я уже внутренне смирился. Коротко представив вновь прибывших, Лера еще раз кивнула мне на прощение и вышла, сославшись на занятость. Я подошел к столу и пристально оглядел тех, кто вызвался идти. Ни один из молодых не опустил глаз, а девушка недвусмысленно показала мне приклад своего карабина. На его опорной щеке было восемь палочек, сгруппированных в два ряда по четыре и перечеркнутых по диагонали. Винтовку я узнал. Это была та самая шушлайка, из которой меня чуть не приложил амеровский снайпер во время той большой засады на отряд, шедший громить первый лагерь туристов. Иностранного стрелка подловил мехась, а вот трофеями побрезговал. Слишком ненадежно выглядел этот аппарат. Дырчатый кожух длинного цевья, короткий выступ рифленого ствола, причудливо изогнутая пистолетная рукоять и необычной формы складной приклад с кучей колесиков и подвижных частей. Про этот агрегат мне слышать приходилось. Короткий ствол не помех о стрельбе на две тысячи метров, поскольку рассчитан карабин на очень мощный целевой боеприпас. Необычный вид объяснялся тем, что винтовка по сути была конструктором, из которого можно собрать три разных ружья, включая антиснайперский слонобой. Не знаю, где девушка брала патрона к этому чуду враждебной техники, но если она действительно умеет с ним обращаться, тогда я смело могу записать на ее счет троих стрелков из конвоя в бою у моста. Раны были слишком характерные, выходные отверстия с чайной блюдца. Точно она. Приглядевшись, я понял, что девушке не больше восемнадцати лет. Была она плотного телосложения, а на круглом бледном лице выделялись удивительные черноты брови и такие же черные глаза. Создавалось впечатление, будто смотришь в дуло винтовки, той самой, что лежит у девушки на коленях, настолько холодными и бездонными казались ее глаза. Волосы девушки тоже черные, густые, были практически обрезаны, однако с левого виска на грудь спускалась длинная узенькая косичка с выпушенным кисточкой кончиком. В нее было вплетено несколько мелких бирюзовых бусин, отчего казалось, что по виску на грудь девушки сползает ужик. Россыпь веснушек немного оживляла общий, довольно-таки мрачный облик снайперши. Поймав мой взгляд, она представилась. Ира, потом с понятной только другому снайперу или бывалому воину нежностью коснулась рифленого цевья карабина. Это вдоводел, мы всегда вместе, куда я, туда и он. Кивнув, я перевел взгляд на ничем не примечательного парня, сидевшего по правую руку от Иры. Ростом он был выше, и девушки, и даже меня, худющий, что было заметно даже под мешковатым камуфляжем, но одного взгляда на невероятно красивые кисти рук было достаточно, чтобы понять, кто передо мной. автомат, выкрашенный в камуфляжные лесные цвета, шесть магазинов, забитые в хитро расположенные слева и справа по бокам под сумки так, что грудь оставалась открытой, светлые волосы, стриженные коротко, почти под ноль, остался только небольшой растрепанный чуб, высокие скулы, спокойное расслабленное лицо и внимательно светло-серые водянистые глаза. Чуть улыбнувшись уголками полногубого широкого рта, парень представился. «Алекс, я спец по всему, что зовется Бодобум. Еще связь знаю, работал монтером сотовой компании, ну и стреляю неплохо. Дохлая белка рядом с закладкой на мосту твоя работа?» Алекс еще раз улыбнулся, еще раз кивнул. Я тоже наклонил голову, признавая мастерство не только хорошего взрывотехника, но и тонкого психолога, что для диверсанта и в особенности подрывника очень важно. Умение поставить себя на место противника это уже треть победы. Крайним был одного со мной роста кряжистый крепыш с изуродованным химическим ожогом лицом. Седые короткие волосы, ранние морщины, перебитый курносый нос, вот первое, что бросалось в глаза. Карие глаза из-за ожогов скрывались за узкими щелками прищуренных навсегда век, лишенных ресниц. Глаза смотрели пристально и оценивающе. Возле пулемет с примкнутым жестяным коробом на 200 патронов и прикрепленный к цевью штурмовой рукоятью. Я сразу понял, какое у парня хобби, что тот подтвердил. Сергей, я вроде как самый сильный тут, тоже стреляю нормально, еще могу одним ударом кулака в лоб бычка трехлетку убить. Ну, парень смутился и покраснел. Не то, чтобы это нравится, но было дело по молодости. Пожелать удачи может каждый. Но самым дорогим лично для меня был этот, возможно, прощальный подарок, необычайно сильный духом девушки-хирурга. Познакомившись с добровольцами, я понял, что в помощь мне Лера отобрала самых опытных и толковых ребят, но при этом более не сказал ни одного лишнего слова ободрения. Когда понимаешь, что друг или просто хороший приятель выкупил своеобразный билет в один конец, удачи желать глупо и опасно. Тем сильнее понимание ситуации. Туристы обрели дельного вождя в ее лице. Теперь их шансы на выживание существенно увеличатся, даже если мой маленький отряд потерпит неудачу. Пройдя на место Леры во главе стола, я еще раз оглядел собравшихся и сказал то, что они знали и так. Меня зовут Ропша, я ваш новый командир. Мы пойдем камерам в тыл и ослепим их на то время, за которое остальные смогут укрыться в горах. Будет трудно выполнить задание, еще труднее уцелеть. Сделаю все, чтобы все тут сидящие выполнили поставленную перед нами задачу и сделаю еще больше, чтобы мы все выжили. Однако важно только задание. И раз вы все вызвались добровольно, то наверняка уже догадались об этом. Всем вернуться будет непросто, но мы попытаемся. Вот мой план. Путь до места предполагаемого пункта размещения Амеровского оперативного центра занял четверо суток из отведенных пяти. И было это непросто девяносто с небольшим часов без сна, с пятиминутными остановками, мучительно тянущимися мгновениями, когда несколько раз нас чуть не обнаружили вражеские патрули, или с тылым страхом ощущение неотвратимой гибели всего предприятия, когда Веня, все же увязавшийся за мной, вопреки увещеваниям, попал на хитрое и четверых добровольцев, троих парней и одной девушки, осознавать неминуемость собственной гибели. Однако было и нечто, сыгравшее в нашу пользу, хотя везением это трудно назвать. Во-первых, все четыре дня погода, словно бы опомнившись и наверстывая упущенная за первые несколько дней календарной осени, не баловала нас солнечным светом и теплом. Холодный, то сильный, то моросящий дождик стал нашим постоянным спутником и помощником, сбивая с травы и деревья в пыль, стирая наши следы. Во-вторых, и это я считаю самым существенным фартовым обстоятельством, амеры не смогли плотно перекрыть Шишковичи. В расписании патрулей оказалось много мелких дыр, которые не пройти большому отряду, но в них вполне смог просочиться наш маленький и уже весьма сплоченный коллектив. Будь наша тайга похожа на издырявленные просеками и тропинками леса западных областей России, то и относительной свободы нам не видать. По дорогам и хожаным тропам янкисы живо бы наладили прочесывание массива по небольшим секторам, и тогда любое движение внутри периметра стало бы совершенно невозможным. С подобными трудностями сталкивались советские диверсанты во время той далекой войны. Тогда в лесах Восточной Пруссии было совершенно невозможно укрыться более чем на сутки. Так плотно контролировали их фашисты. К исходу третьих суток, когда силы всех пятерых были на той грани, за которой только цепенящая усталость и безразличие, мы вышли к аварийному схрону, о котором я ничего не сообщил своим добровольным помощникам, но они особо и не протестовали. Скомандовав привал и обозначив границы периметра, я взял с собой к тайнику только Сергея, поскольку Пестрый, как его звали в отряде, держался на марше лучше всех, а груз предстояло тащить, нелегкий. Тайник к моему величайшему облегчению раскрыт не был, все контрольки остались на месте, а следы говорили лишь о присутствии тут медведицы с парой довольно взрослых детенышей, не далее, как сутки тому назад. Кара с деревьев была ободрана, кусты дикой смородины словно бы обсосаны, и тут же имелось несколько куч помета с характерными вкраплениями глины. Медведи готовились залечь в берлогу, поэтому ели глину, чтобы во время спячки насекомые их не тревожили. Однако сам схрон оказался цел, любознательные звери его не тронули, поскольку там нет ничего съестного, а запах железа скорее отпугнул осторожных лесных хозяев. Сняв мины и откинув крышку, обсаженную дерном, я начал вооружаться. Первонаперво вскрыл коробку с пистолетными патронами и снарядил шесть магазинов к ПБ. Добавил три новых подсумка из НЗ, в которые предстояло переложить рассованное по карманам полезные мелочи. Взял десяток гранат к подствольнику и шесть магазинов к автомату. Хапнул также патроны россыпью. Чего мне очень не хватало, так это нормальные фляги под воду, вроде той, что потерялась на болоте. Из дальнего угла вынул связку гранатометов и передал Сергею. Мой новый знакомый, если и удивился таким запасом, то виду не подавал. После подробного инструктажа в лагере словыми фразами, больше общаясь с жестами. Взяв по два тубуса, мы замаскировали тайник и вернулись к месту привала. Ирины не было, девушка отличалась редким упорством и выпросила право уйти вперед по маршруту. Дожидаясь ее возвращения, мы разобрали граники и я снова вздохнул с облегчением, поскольку и этот этап операции прошел успешно. К слову сказать, план был не особо мудренный, а значит крайне опасный для непосредственных исполнителей. Гранатометы, которые я взял в схроне, это все больше старые советские трубы. Но спокоен я был только за одну из четырех. Остальные призваны будут отвлечь внимание, вызвать на себя первый удар активной защиты бронемашины, не более того. Учитывая характер местности, я знал, что, скорее всего, пункт управления и связи смонтирован на гусеничной платформе от Обраши, поскольку легкие танкетки типа Брэдли по раздолбанной грунтовке пройти не смогут. Та делянка — это единственное подходящее место, равноудаленное как от горной гряды, так и от сердца непроходимого лесного массива. Нигде больше такой объект развернуть не получится. Однако такие машины берегут пуще глаза, поэтому первонаперво нам предстоит тихо пройти в охраняемый периметр и выйти на дистанцию не более ста метров. Потом ударить по тяжело бронированному тягачу, причем сделать это нужно последовательно тремя выстрелами в одно место. Три из имеющихся у нас четырех труп — это довольно слабенькие РПГ-26 или просто «Олень». Так их мы называли за слабый бронепробивающий эффект и прихотливую траекторию полета гранаты. Но жемчужиной моей коллекции была «Таволга», на которой строился основной расчет. Три первых выстрела примет на себе активная защита тягача, а финальную точку поставит именно тяжелый РПГ-27. Он сожжет машину, поскольку на имеющейся у нас гранате белым по черному было напечатано 64 миллиметра. Гранаты из Олежков чуть быстрее, поэтому у главного калибра будут необходимы несколько секунд для постановки на боевой взвод. Главное не промахнуться. Знаю, со стороны может показаться излишней такая осторожность, но только не в случае, когда нужен стопроцентный результат. В свое время пришлось наблюдать, как изоления не смогли пробить борт учебного танка, на которых чехи в Первую Чеченскую войну иногда разъезжали. Граната лихо ушла вверх, облизав бок танковой башни. Позже произошло несколько похожих случаев, поэтому к оленям я отношусь предвзято. Спустя три часа мы подошли к границам Шишковичей, примерно полутора десятках километров от того места, где обозначенная на карте грунтовая дорога переходила в укрытую молодой порослью тонких еще сосенок и густыми зарослями кустарника старую вырубку. Для короткого привала я выбрал участок леса, заваленный сухим буреломом. С воздуха этот квадрат не просматривался совершенно, а передвигаться можно было только ползком или в полуприседе. Однако между ветками и полусгнившими стволами деревьев образовалось множество своеобразных извилистых тоннелей, спрошенной делянки лесозаготовителей почти вплотную. Ползком, преодолевая небольшие озерца стоялой вонючей воды, пару раз спугнув юрких ужей, наш маленький отряд к трем часам дня преодолел расстояние около пяти километров, после чего мы еще некоторое время блуждали в поисках подходящего маршрута. Перерывы на отдых я сделал совсем короткими, так как время, отпущенное нам, утекало с катастрофической неотвратимостью. Но выйти из этого нашего постоянного передового дозорного Ирины. Девушка снова первая выбралась на небольшую полянку, заросшую боярышником. Ее спасло предчувствие, как она сказала потом. В голове словно кто-то крикнул не высовываться. И замерев, она увидела замаскированное на противоположном краю поляны оптико-акустическое дозорное устройство. С одной стороны, это было хорошо. Наличие приборов, напоминающих треноги с несколькими параболическими антеннами, ориентированными вовне охраняемого периметра, означало, что мы совсем рядом с целью. Такие устройства выставляются на внешнем кольце охраняемой зоны мобильных ракетных пусковых установок, а также полевых пунктов связи и управления. У нас, в российской армии, дальше сидело бы два отделения в секретах, а амеры по-прежнему полагались на пешие патрули и спутники. Ира вернулась обратно под завал и объяснила ситуацию. Чего-то подобного я ожидал, поэтому пришлось положиться на смекалку. Заняв место девушке под длинным, выбеленным, словно слоновая кость, стволом поваленного дерева, я, осмотрев местность, вынул из кармана завернутый в несколько слоев паэлитилена кусок протухшего мяса, лелеемый от самого лагеря туристов. Развернув пленку, я нарезал разлагающиеся ломать оленины на три части. Броском отправил в тайге такой закон. Если есть люди, то обязательно где-то рядом бродят медведи. Шум и общая суматоха пугают этих обычно наглых зверей. Но перед запахом падали и отходов они устоять не могут. Оружия они не боятся. Ждать пришлось недолго, и через час у треноги появился неряшливого вида мишка, весь в клочках рыжей свалявшейся шерсти. Не в силах сдвинуть конструкцию с первого раза, зверь после нескольких неудачных попыток разозлился и со всей дури саданул по прибору лапой. Американский патруль появился через 20 минут и сразу же открыл по медведю огонь. Испугавшись, мишка дал дёру. Пули чиркали по веткам деревьев, не причинив зверю видимого вреда. Амеры долго стояли возле скособочившейся треноги, вызывали по рации техников. Те прибыли спустя еще полчаса и переругиваясь с патрульными установили прибор заново. Один особенно въедливый белобрысый и склонный к полноте патрульной, поведя носом, обнаружил кусок падали и объяснил старшему наряда, что, собственно, привлекло медведя. Но последствия это не возымело. Американцы убрались в освояси. Выждав еще час, я достал еще один кусок мяса и опять забросил его между ферм треноги. Медведь появился тут же, словно караулил где-то поблизости. Судя посвалявшейся шерсти и виляющей походки, зверь был болен или, может быть, ранен, но давно. Учуяв мясо, он опять подступил к датчику и попытался запустить лапу меж фермами треноги. Но пространства не хватало и с досадой рыкнув, Мишка принялся рыть подкоп. Так продолжалось следующие полчаса, пока те же самые патрульные не явились вновь, предварив свое появление, как и в прошлый раз, с беспорядочной стрельбой. Медведь все-таки своротив треногу и добравшись до мяса, дал дюру. Но американцы погнали за ним следом, никого не оставив возле опрокинутого прибора. Вызвав техников, все четверо солдат, не дожидаясь ремонтников, ринулись по свежему медвежьему следу. Путь в периметр был открыт. Наученный прошлым опытом, я повел группу точно по следу американского патруля, что помогло нам пройти оставшиеся 12 с небольшим километров до делянки не обнаруженными. Местность, до предела насыщенная вражескими патрулями, сильно затруднила наше продвижение. И на исходный рубеж мы вышли только за 50 минут до условленного срока. Пункт управления, как я и предполагал, оказался тягачом с усиленно бронированным кунгом, на покатой крыше которого размещалось десяток штыревых антенн различной длины. В отдалении располагался еще один тягач с силовой установкой, от которого в нескольких направлениях шли полосы свежезакопанных коммуникационных траншей. Трава внутри обнесенного сетчатым забором неровного четырехугольного периметра оказалась добросовестно выжжена на участках размещения техники и трех дозорных вышек. Очевидно, часть материалов забрасывалась воздушным путем, что подчеркивало серьезность, с которой оккупанты взялись за партизан. Машины были плотно прикрыты шестью наземными огневыми точками, обложенными мешками с землей. Каждая держала под прицелом секторы тайги, наиболее удобные для внезапного нападения. Воздух стерегли всего лишь три хамви со смонтированными на них пусковыми ЗРК. Это говорило о том, что с неба Янкесы особо неприятностей не ожидали. На вышках не было людей. С высоты четырех с небольшим метров подходы к пункту управления стерегли спаренные автоматические турели с шестиствольными роторными пушками. Местность и обстоятельства не позволили нам занять нечто даже отдаленно похожее на возвышенность, поскольку делянка располагалась на дне котловины. Пришлось искать точки, с которых борт машины управления откроется для прямого выстрела. Таких позиций оказалось только две, и расстояние получалось критическим — около ста пятидесяти метров. Еще две были спорными, поэтому я дал приказ Сергею и Ирине выбрать своими целями второй тягач и накрытый масксетью стальной поддон с двумя рядами бочек дизельного топлива. Их позиции оказались на расстоянии 82 метров, что существенно повышало их шансы на успех. Таким образом, если двумя выстрелами уничтожить машину не удастся, можно рассчитывать на то, что получится вывести из строя силовую установку или под прикрытием пожара прорваться в периметр и проникнуть внутрь штабной машины. Со мной в паре работал Алекс, чей выстрел должен был послужить сигналом для остальных. Рации у нас не было, поскольку большинство имевшихся у туристов радиостанции разрядилось, а моя была потеряна на болоте. Поэтому план действия и пути отхода мы оговорили заранее, когда буквально за 20 минут до назначенного срока вышли на рубеж атаки. Снова заморосил холодный дождь, луна скрылась за низко нависшей над головой хмурой тучей, набежавшей с северо-востока. Лагерь американцев осветился приглушенными огнями, чей свет скрадывался накинутыми на машины и стрелковые ячейки мазксетями. Турели на вышках мерно поворачивались из стороны в сторону, пробегая по полосе деревьев на границе делянки, то гаснущим, то снова вспыхивающим с невероятной яркостью лучами прожекторов. Как я обнаружил, в стрелковых ячейках тоже стояли автоматические турели. Люди вообще появлялись только один или два раза, перебегая от тягача к оборудованному за цистерной с горючим биотуалетом. Нас пока не обнаружили. Мы передвигались только ползком, и на каждом громоздилось по несколько килограммов травы и всякого лесного мусора. К тому же грязь и непрестанный дождь пропитали нас буквально насквозь. Я с силой стискивал зубы, чтобы не стучали. Холод, казалось, проник в каждую клеточку организма, превратив его в мокрый кусок грязи. Не думаю, что остальным было лучше. Однако никто не жаловался. Все с завидным упорством выполняли приказы, за что я еще раз мысленно поблагодарил Леру. Ребята подобрались толковые, схватывающие команды с полу намека, что приятно удивляло. Я ожидал много худшего. С разложенной трубой таволги под рукой, готовой в любой момент вскочить, я застыл, не сводя взгляд с циферблата часов, где последние секунды отсчитывали мгновение до назначенного времени Че. Перед выходом мы сверили часы, хотя это было в большей степени условностью. Ни я, ни Лера не могли знать точного времени. Сигналы атомных московских часов замолчали. Кажется, навсегда. 53 секунды. Прожектор качнулся влево, столб синевато-белого света прошел ровно над головой, пальцы онемели, стискивая трубу гранатомета. 55 секунд. Холодные капли дождя струятся по лицу, скапливаются в уголках глаз, стекают по заросшему щетиной подбородку и исчезают выцветшей, а теперь совсем черной траве. 59 секунд. И холм справа метрах в 15 и шевелится. Скользит параллельно стволу упавшей сосны, на короткое мгновение замирает, его силуэт вытягивается. Это Алекс, ловит в прицел борт тягача. И вот ноль. Вмиг яркая, короткая зорница озаряет силуэт напарника, и я уже машинально выполняю заложенное, кажется, целую вечность назад движение. На плечо совмещение метки прицела с целью, теперь пуск. Трассы наших с Алексом гранат идут одна за другой. Потом происходят сразу несколько взрывов, слившихся в один. Следом гремят еще несколько разрывов слева и справа в глубине лагеря. И все огни там мгновенно гаснут. Однако это уже не важно, поскольку все перекрыл взрыв бочек с горючим. Там нашла цель ракета Сергея. Или это Ирина. Некогда разбираться. Я вскинул ладонь к глазам, заслоняясь от непривычно яркого пламени пожара, и увидел, что в борту командно-штабной машины появилась аккуратная дырка с яблоковеличиной. А сквозь закрытые бронещитками иллюминаторы пробивался белесый дым. Видимо, активная защита все же поймала одну из наших гранат, но, как и задумывалось, не смогла справиться с идущей следом. Одной отвлекающей хватило. Надо запомнить. Зафиксировав попадание, я очнулся только от хлопка по плечу. Алекс что-то говорил, но из-за гула в ушах я ничего не слышал. Поняв только лишь жест напарника. Уходим. Пригнувшись и уже не слишком скрываясь, мы двинулись на север, поскольку все южное направление было плотно перекрыто. Бежать стало неожиданно легко, словно и не было этих долгих мельканий по лесам и беспокойных дней, наполненных бесконечной чередой смертей. Потом до меня дошло, что легкость эта пришла от того, что меня тащат под руки Сергей и Ирина. Плечо девушки оказалось удивительно твердым, охватка рук сильной и уверенной. Ваня бежал чуть впереди, его отрывистое дыхание напоминало всхлипы дырявых мехов аккордеона, такой же протяжное и тоскливое. Ему трубы не досталось, по моему наказу он негласно берег Ирину, хотя та вроде как обиделась, но это было единственное, чем я мог облегчить свою совесть. Война не женское дело, женщины слишком страстно отдаются ей, врастают в военный быт глубже нас, мужиков. С этим никогда не смогу смириться. Не получается совместить красоту и смерть. Позади слышался только гул пожара и отдаленный шум вертолетных винтов. Янкисом шла подмога. Придя в себя, я высвободился из крепких объятий товарищей и смог бежать наравне со всеми. Так, поддерживая того, кто казался наиболее ослабевшим, мы прошли почти 40 километров на север, в сторону авиабазы. Казалось, этот проклятый клочок земли и я навечно связаны, и если один отдаляется, то другой так или иначе находит способ снова сойтись вместе. На рассвете я скомандовал привал, и мы повалились на сырой от росы прошедшего дождя траву. Оглядев своих новых друзей, я увидел грязные, запятнанные кровью, измазанные копотью фигуры, лежащие в повалку на мокрой, серой, совершенно лишенной цвета траве. Нас наверняка ищут, может быть, в этот самый момент уже идут по следу, может быть, даже через час или два загонят нас, как диких зверей, или, не чинясь, обрушат с небес грады воющие огненной смерти, стерев каждую молекулу наших тел. Нас уже, может быть, нет, не должно быть вообще согласно формулам новой военной стратегии. Просто не приняли в расчет и все. Ошибка, как и всегда в истории нашей многострадальной родины, будет стоить захватчикам их жизней их собственной земли. Так повелось издревле. Можно убить многих, но нельзя покорить неся дрожащую руку к глазам, отгибаю край рукава куртки и смотрю на часы. Семь часов после начала акции. Лера и остальные должны уже быть в безопасности. И нам пора выдвигаться, снова испытать личное военное счастье. Оперевшись на автомат, я сначала поднимаюсь на колено, потом стою в полный рост. Следом зашевелились и поднялись не подававшие до этого признаков жизни усталые и изможденные бойцы новой, еще не виданной войны, которую умные стратеги захватчиков почему-то называют асимметричной. В колонну по одному становись! Голос мой даже не хрипит, говорю на севших связках, шепотом, но все понимают. Алекс, ты в голову, я замыкаю. Направление севера-севера-запада, ориентир, высота 34-12, дистанция пять метров, марш! Мы идем тихо, скрадывая звук шагов, стремясь раствориться в серых вечерних сумерках, как это делали наши деды и прадеды. Предстоит много пройти, еще больше придется вынести и пережить, поскольку у всех нас, как опять же повелось, только одна победа, одна на всех, и за нее мы уже выразили готовность заплатить самую высокую цену. Посвящается памяти всех павших в Великой Отечественной войне советских людей. Моему деду и его четверым братьям, воинам Великой войны, победителям. Я помню, я не забуду. Выражаю благодарность моим друзьям, Орлову и Юрчук. Также огромное спасибо моим близким, в особенности сестренке, за неколебимую веру в то, что я могу писать интересные книги. Благодарю всех моих читателей за терпение, понимание и поддержку в трудные времена. Спасибо, друзья. Вы сделали появление этой и предыдущих книг реальностью. Один бы я не справился. Алексей Калентин. 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 Калентин.